Глава одиннадцатая. Глава одиннадцатая. Глава одиннадцатая. Глава одиннадцатая. Меч в руке затруднял подъем, но перспектива добраться до самого верха и встретить врага без оружия казалась ему неприемлемой. Груда земли осыпалась под его ногами, и Захариэль уцепился за глыбу, чтобы не упасть, как вдруг над головой раздалась бам, как будто деревянная дубинка ударила по камню. Он поднял голову, заметил за пеленой дыма падающую тень, издававшую густой дребезжащий звук, и сразу понял, что это такое. — Ложись! — закричал Захариэль. — Ложись, мина! — Нет! — раздался другой голос, звучавший более убедительно. — Продолжать движение! Захариэль, обернувшись, увидел, что в центре пролома стоит сар Лютер, а пули и снаряды пролетают мимо, словно боясь к нему прикоснуться. Его рука была поднята, и Захариэль догадался, что рыцарь целится куда-то вверх. Пистолет Лютера рявкнул, и очередь разрывных пуль унеслась ввысь ослепительно белой вспышкой огня. Затем раздался оглушительный взрыв, и на рыцарей ордена обрушился град осколков. Сар Лютер посмотрел в сторону Захариэля. — Наверх! Все наверх! Скорее! Захариэль прыгнул вперед, словно слова воздействовали прямиком на его нервную систему. Он карабкался по склону, как будто по пятам гналась стая колебанских львов. Остальные рыцари отряда и все, кто находился поблизости, последовали его примеру. Слова Лютера заставили каждого воина стараться изо всех сил. Впереди мелькнул силуэт Немиэля, и Захариэль, позабыв про свои страхи и опасность, удвоил усилия. Обстрел из крепости усилился, и он ощутил несколько сжалищих укусов пуль, но не настолько серьезных, чтобы замедлить его подъем. Захариэль на ходу оглянулся посмотреть, сколько рыцарей идут следом. Красные края боевого знамени ордена обуглились и почернели, полотнище было пробито пулями, но по-прежнему трепетало в воздухе, и, благодаря ему, воины шли вперед, невзирая на боль и грозящую смерть. Развивающееся знамя над благородными рыцарями ордена наполнило сердце Захариэля гордостью, и он снова сосредоточил внимание на подъеме. Он спешил вслед за Лютером, но тот уже, опережая остальных воинов, входил в пролом, шагая с непостижимой скоростью и отвагой. Казалось, ноги Лютера не касаются обломков камней, поступь была такой уверенной, словно он маршировал по парадному плацу, а не пробирался по заваленному камнями склону. Все рыцари вокруг пытались следовать его примеру. Захариэль сделал еще одно усилие, нырнул в полосу дыма и вдруг ощутил, что склон стал еще более пологим. Из чада стали проступать чьи-то тени, раздался пронзительный вой, от которого кровь стыла в жилах. Рыцари братства волка бросились на атакующих, не переставая испускать свой особый военный клич. Рыцарей волка, бесстрашных воинов в волчьих шкурах и с клыками на доспехах было не так уж и много, но каждый из них являл собой грозного противника, каждый был воспитан не только для поиска знаний, но и для битвы. Захариэль уклонился от размашистого выпада боевого топора, тотчас нанес ответный удар мечом, и его клинок рассек броню противника, словно намокший пергамент. Человек с диким криком согнулся пополам, из раны в животе хлынула кровь. Захариэль рывком освободил меч и выхватил подаренный братом Амадисом пистолет. Вокруг него царил хаос, рыцари ордена и воины братства волка сошлись в ближнем бою, подрев цепных клинков и грохот выстрелов. Захариэль, на ходу поля из пистолета и нанося удары мечом, ринулся в самую гущу сражения, пытаясь пробиться сквозь толпу воинов ближе к лютору. Немиэль тоже расчищал себе путь и разил врагов, больше, однако, за счет грубой силы и адреналина, чем мастерства. Рыцари ордена постепенно начали теснить защитников стен, и Захариэль вдруг подумал о наступлениях на остальных участках осады. А может, лев уже овладел северными воротами крепости? А вдруг осадные башни уже опрокинули защитников восточной стены, или воины при помощи крючев и лестниц в этот момент взобрались на западный участок? При столь тщательно разработанном львом плане все было возможно. И, возможно, битва уже выиграна. Внезапно по его доспехам заскрежетал меч, зубья начали вгрызаться в металл, но затем соскочили, и клинок скользнул вверх, к шлему. Захариэль дернулся назад, вражеское оружие рассекло забрало и едва не задело лицо. Он ужаснулся своей невнимательности и отчаянно замахал мечом перед собой, выигрывая несколько мгновений, чтобы сорвать остатки шлема с головы и окончательно прийти в себя. Рыцарь в серых доспехах и серебристом шлеме в форме волка, закрывающем лицо, легко уклонился от ударов Захариэля. Захариэль тряхнул головой, прогоняя шок от полученного удара, но его противник уже опять перешел в наступление. Цепной клинок описал широкую дугу, опускаясь к его шее, и Захариэль, шагнув вперед, поднял меч, встречая выпад классическим блоком. Еще не закончив движение, он понял свою ошибку. Враг намеренно вынудил его уйти в защиту, применив обманную тактику. Меч рыцаря-волка, казалось, изогнулся в воздухе, и лезвие угрожало незащищенной шее юноши уже сбоку. Захариэль резко отпрянул, и клинок не достал до его горла всего на палец. Не удержав равновесия, Захариэль шлепнулся в грязь, и рыцарь шагнул вперед, намереваясь нанести решающий удар. Однако тот сумел откатиться и одновременно взмахнул мечом над самой землей. Его острый клинок легко рассек обе ноги рыцаря на уровне голени, и противник рухнул, словно подрубленное дерево. Раненый завопил от боли, кровь из обрубков забила фонтанами, окрасив грязь алой струей. И Захариэль, поднявшись на ноги, выпустил пару пуль в голову врага, избавляя того от дальнейших страданий. После этого он секунду помедлил, оценивая ход боя. Пока рыцари волка прикрывали подступы к крепости под защитой укреплений, их малое количество не играло особой роли. Но теперь рыцари ордена ворвались внутрь, и численный перевес решал исход битвы. Из немногих книг, прочитанных Захариэлем о ведении осад, следовало, что это почти всегда долгое и изматывающее мероприятие, с частыми, но мелкими стычками, заканчивающиеся обычно одним решающим сражением, коротким, но кровопролитным и ожесточенным. Сейчас, как понимал Захариэль, шло как раз это финальное сражение. Вне зависимости от успеха вспомогательных наступлений, воины ордена прорвали оборону крепости, и теперь ничто не могло остановить их на пути к полной победе. Но рыцари волка, по всей вероятности, придерживались иного мнения, и были решительно настроены сражаться до последнего воина, чем только продляли свои мучения. «Захариэль!» — раздался голос снизу. Посмотрев в том направлении, юноша увидел окутанного дымом лютора, звавшего его к себе. «Спускайся, если ты там закончил!» Захариэль мгновенно подчинился и короткими прыжками стал спускаться по осыпи обломков во внутренний двор крепости. Теперь, когда с наружной стены им уже ничто не угрожало, пришло время очистить крепость от ее последних защитников. «Восстановите строй! Мы идем к воротам внутренней ограды, к замку!» — скомандовал лютор. «Противник укрылся там, так что будьте настороже! Братству волка пришел конец, и его рыцари будут сражаться с яростью загнанных в угол хищников. Внимательно следите за флангами и остерегайтесь засады! Продолжаем двигаться вперед! Пошли!» Среди собравшихся рыцарей ордена, Захариэль отыскал Немиэля и улыбнулся, убедившись, что его брат цел и невредим. «Мы это сделали!» — воскликнул он. «Я первым поднялся в пролом!» — крикнул Немиэль. «Даже раньше, чем сар Лютер! За это я получу собственное знамя!» «Вот что значит думать и о славе!» — заметил Захариэль, занимая свое место в строю рядом с рыцарями Ходориэля. «Кто-то должен думать и о славе!» — отрезал Немиэль. «Не могут же все помнить только о долге, не так ли?» Из их группы в живых остались только три рыцаря, и Захариэль порадовался за Аттиаса и Элиота, которые еще не удостоились рыцарского звания, а потому были избавлены от ужасов штурма. Сар Ходориэль одобрительно кивнул Захариэлю и Немиэлю, приветствуя их в строю. «Хорошая работа, и я рад, что вы остались живы!» — произнес заслуженный ветеран. «А теперь пора закончить начатое дело!» Наконец, и большое знамя поднялось и проплыло в пролом стены. Ткань флага в процессе сражения пострадала еще больше, но это, как ни странно, ничуть не уменьшило его величие, словно полученные при штурме стены шрамы только добавили ему торжественности. До сих пор Захариэлю еще не приходилось сражаться под знаменем ордена, но теперь, видя рядом с собой благородный символ рыцарского братства, он ощущал такой сильный прилив гордости, какого не чувствовал еще ни разу. Знамя нельзя было назвать просто значком, отличающим один орден от другого. Оно символизировало главные идеи ордена — отвагу, честь, благородство и справедливость. Сражаться под ним означало нечто особенное и очень важное. «Правильно!» — воскликнул Лютер, указывая на отбитые у врага артиллерийские позиции на стенах. «Готовьтесь, мы сейчас идем!» Захариэль проследил за жестом Лютера и увидел, что мастера ордена развернули пушки, которые еще недавно обстреливали наступающих воинов, в сторону внутренней ограды замка. Лютер резко опустил руку, и пушки по его команде выстрелили коротким оглушительным залпом. Бастион окутался облаками удушливого дыма, по воздуху разнесся скрежет разрываемого металла и рев пламени. Огонь взметнулся и над воротами внутренней ограды, обломки камня и бревен поднялись высоко в небо. «Вперед!» — приказал Лютер, и рыцари ордена без промедления выполнили его команду. Лавина воинов в бронированных доспехах хлынула к обломкам внутренней стены, еще закрытой от взглядов клубами дыма. Навстречу им опять раздались выстрелы, но, по всей видимости, основные силы рыцарей Волка были сосредоточены на внешнем кольце обороны, и обстрел стал намного слабее. Кто-то из рыцарей упал, но после кошмарного штурма наружной стены этот марш показался Захариэлю гораздо легче. Шум, топот множества ног, крики, грохот пушечных выстрелов, треск пистолетной стрельбы, стук разлетающихся камней и вопли раненых по-прежнему оглушал. Все звуки сливались в непрекращающийся гул, который Захариэль навсегда запомнит как музыку войны. Густая пелена дыма от разбитых стен накрыла отряд рыцарей, и Захариэлю снова показалось, что он идет в наступление совершенно один. Сернистый привкус сгоревшего пороха мгновенно наполнил рот, глаза защипало до слез. Впереди показались огни пожара, и Захариэль заметил, что степень разрушения внутренних ворот была более значительной, чем он предполагал. От массивных створок почти ничего не осталось, лишь рваная дыра в стене и жалкие куски дерева на искореженных железных петлях. «Зальвай орден!» — закричал Лютер и побежал вперед, перепрыгивая через груды обломков оставшихся от ворот. Вслед за ним и Захариэль с Немиелем пробрались сквозь завалы горящего дерева и миновали разбитое ворота. Пространство, прилегающее к замку, оказалось настолько необычным, что Захариэль никак не мог соотнести увиденное ни с одним примером военной архитектуры. Вокруг высокого, похожего на башню замка, стояли ряды клеток, и каждая из них была настолько огромной, что могла вместить коней рыцарского отряда. На земле между ними располагалась целая система брусьев и рычагов, а также цепей, тянувшихся к приподнятой над землей платформе у самых дверей замка. Некоторые из клеток стояли пустыми, остальные были заняты, и их обитатели повергли Захариэля в шок. Несмотря на то, что глаза еще слезились от дыма, он сумел рассмотреть сквозь прутья множество ужасных чудовищ. Крылатых рептилий, вроде той, с которой ему впервые довелось сразиться, химерических монстров, казалось состоящих из одних щупальцев и когтей, воющих со зданий с множеством голов и торчащими во все стороны шипами и гребнями. Весь двор вокруг замка был превращен в настоящий зверинец, и каждый его обитатель был единственным в своем роде, оставленным в живых ради неведомых целей. Великие звери бросались на стены своих клеток, ревели, рычали и выли, заглушая даже шум битвы. Вдоль ограды замка, развернутым строем с мечами и пистолетами наготове, стояли около сотни рыцарей в серых доспехах и накидках из волчьих шкур. Лорд Сартана находился в самом центре, на высокой платформе, рядом с ним еще один рыцарь, державший в руках шлем гроссмейстера. При виде жуткой коллекции зверей, рыцари ордена замедлили шаги. Сама мысль о том, что нашлись люди, да еще и рыцари, которые осмелились поймать и сохранить жизнь всем этим отвратительным существам, внушала им неописуемый ужас. Лорд Сартана заговорил, и Захариэлю показалось, что грохот боя затих, но случилось ли так в силу драматичности ситуации, или боевые действия стали менее интенсивными, он так и не понял. «Рыцари ордена!» — обратился к ним лорд Сартана. «Это наша земля и наша крепость. Вам здесь совсем не рады. Вас никогда сюда не звали. Единственное, что еще могло сохранить наш мир, прекратило свое существование». Гроссмейстер Братства Волка взялся за длинный железный рычаг, связанный с системой блоков и противовесов с цепями и балками вокруг клеток. «А потому вы все умрете!» — закончил Сартана и потянул. Он еще не закончил свои действия, а Захариэль уже понял, что должно произойти. Раздался металлический скрежет, противовесы опустились, деревянные брусья выскользнули из замков и дверцы клеток распахнулись. Звери с яростным ревом вырвались на свободу, свирепо размахивая разнообразными конечностями. Сколько времени провели они в заключении, и повлияло ли это на их злобный нрав, навеки осталось неизвестным. Захариэль оказался втянут в смертельную схватку с огромным, похожим на медведя существом с густой щеткой шипов, витыми рогами и страшными клыками. Немиэль вместе с остатками отряда Хадариэля сражался с ним рядом. На рыцарей Ордена обрушили свою ярость не менее дюжины других монстров, расшвыривая во все стороны уже мертвые тела. Двор замка огласился звуками боя, но это не было благородным поединком на мечах и пистолетах, ведущимся по освященным традициями и обычаями правилам. Кровавая и ожесточенная битва велась не ради высоких идеалов, а лишь ради сохранения собственной жизни. Несмотря на то, что рыцари значительно превосходили чудовищ количеством, зверей немало не заботил тот факт, что в конце концов они будут уничтожены. Им представился шанс отомстить людям за свое пленение, а эти ли рыцари заперли их в клетках или другие, не имело никакого значения. Медведь-монстр грозно зарычал и массивной лапой ударил Сара Хадариэля в грудь так, что доспехи воина треснули словно бумажные, а сам он взлетел в воздух. Немиэль бросился в атаку и сумел провести рубящий удар в живот чудовища, очевидно намереваясь нанести смертельную рану. Однако крепкие шипы выдержали удар, и меч не смог пробиться сквозь их густую щетину. Пистолетные пули оставляли на груди монстра кровавые вмятины, однако медведь, как и другие великие звери, виденные Захариэлем, вероятно, не чувствовал боли. Пока взгляд маленьких глаз чудовища был сосредоточен на Немиэле, Захариэль подобрался к нему сбоку. Монстр снова замахнулся лапой, но Немиэль оказался проворнее Хадариэля и успел перекатиться по земле, не переставая стрелять из пистолета. Захариэль рванулся вперед и, схватив меч обеими руками, что было сил, ударил чудовище сзади по лапам, надеясь, что именно там находятся сухожилия. Его меч легко прошел сквозь слой шипов и глубоко рассек мышцы. Медведь оглушительно взвыл и припал на бок, и с широкой раны хлынула черная кровь. Зверь запрокинул голову и продолжал выть, размахивая мускулистыми передними лапами, чтобы сохранить равновесие. «Быстрее!» — крикнул Захариэль остальным воинам, собравшимся вокруг медведя, и вонзил меч меж ребер монстра. Клинок вошел в тело по самый эфес, однако судорожное сокращение мышц оказалось настолько сильным, что оружие буквально вырвало из руки Захариэля. Когтистая лапа взметнулась над его головой, но задела только вскользь и отшвырнула на прутье ближайшей клетки. Снова затрещали пистолетные выстрелы, засверкали мечи. Собратья Захариэля медленно, но уверенно одерживали верх над чудовищем. Раненая задняя лапа совсем отказалась ему служить, и рыцари легко могли уклониться от ударов, хотя и приблизились почти вплотную, посылая разрывные пули в грудь и голову чудовищного медведя. Рев монстра постепенно слабел, и, наконец, зверь взвыл в последний раз и рухнул вперед, а из оскаленной пасти вытек ручеек крови. Захариэль отошел от клетки и окинул взглядом поле боя. Десятки рыцарей лежали на земле, разорванные клыками или убитые ударами лап. Несколько великих зверей еще продолжали сражение. Из-за стены тоже доносились звуки битвы, и Захариэль различил боевой клич рыцарей ордена, звенящий со всех сторон замка, и означавший, что сражение выиграно. Имела ли атака на южном участке решающее значение или нет, но, по всей видимости, наступления на каждом участке достигли своей цели. Захариэль подбежал выдернуть свой меч, до сих пор торчавший из груди убитого ими чудовища. Чтобы вытащить зажатый мускулами клинок, ему пришлось упереться ногой в тушу. «Нам достался крепкий противник, правда, братец?» – воскликнул Немиэль, поставив ногу на спину чудовища. «Точно!» – ответил Захариэль, вытирая лезвие о грубую шерсть монстра. «Как ты думаешь, зачем их здесь держали?» «Представления не имею», – ответил Захариэль. «Хотя теперь понятно, почему они никак не хотели допускать нас в северную чащу. И почему же эта крепость стала бы перевалочным пунктом для всех рыцарей, отправлявшихся вглубь леса?» – объяснил Захариэль. «А они не могли впустить нас, раз здесь находились великие звери. Ты думаешь, именно из-за этого лорд Сартана не пожелал участвовать в объявленной лордом Джонсоном охоте? Возможно, хотя мне до сих пор непонятно, как кому-то могло прийти в голову держать в замке чудовищ. И мне тоже», – поддержал Немиэль. «Однако пора идти. Придется убить еще несколько чудовищ, прежде чем двигаться дальше». Захариэль кивнул, и оба бросились в бой, еще кипевший вокруг. Глава двенадцатая Еще полдюжины зверей продолжали битву, но почти все были при последнем издыхании, а рыцари ордена добивали их длинными копьями и наносили последние удары выстрелами из пистолетов, поражая извращенные создания эволюции одного за другим. Рыцари волка скрылись в замке, предоставив зверям выполнять за них опасную работу. И Захариэль ощутил в душе гнев на воинов, павших настолько низко, что они презрели идеалы чести и мужества и прибегли к недостойной тактике. Но, однако, не все великие звери поддавались натиску рыцарей. В самом центре двора, похожее на ящерицу существо трех метров высотой и около полутора метров в обхвате, разбрасывало рыцарей словно неудержимый смерч. Устрашающая пасть на огромной голове не могла закрываться до конца из-за обилия торчащих кривых клыков, а на месте глаз вращались два мутно-голубых шара, истекающих густой слизью. Лапы чудовища бугрились массивными мышцами, а длинный хвост с жесткими наростами и острыми иглами на конце уже был обогрен кровью убитых. Вокруг него собралось множество рыцарей с копьями, но толстая шкура с выступающими шипами не поддавалась их оружию. Сар Лютер пытался подобраться как можно ближе, чтобы поразить относительно мягкий живот, однако при всей его массивности и громадном росте монстр оказался достаточно проворным, а низкорасположенный центр тяжести обеспечивал хорошую устойчивость, чтобы с необычайной ловкостью отражать все его атаки. «Как ты считаешь, мы можем им помочь?» – спросил Немиэль, подняв свой меч на плечо. «Думаю, мы должны попытаться», – ответил Захариэль. «Нельзя двигаться дальше, пока не убьем этого зверя». Захариэль обернулся к уцелевшим воинам отряда. «Проверь, как там сар Хадариэль!» – обратился он к одному из них. «Хочу убедиться, что он жив, а остальные за мной!» Рыцарь без промедления отправился к командиру, а Захариэль повел остальных к разбушевавшемуся монстру. Прямо у него на глазах один из атаковавших попытался поднырнуть под ужасной пастью и нанести удар копьем в горло, но был схвачен загнутыми зубами и перекушен пополам. Чудовище проворно проглотило верхнюю половину человека, а нижнюю часть отшвырнуло в сторону. Мгновенная гибель рыцаря ужаснула Захариэля, и он крепче сжал эфес меча. Удар мощного хвоста оборвал жизнь еще одного рыцаря, а второй погиб, раздавленный огромной задней лапой. На помощь прибежали еще несколько воинов, однако Захариэль видел, что они понапрасну жертвуют свои жизни в борьбе с невиданным зверем. Казалось, что никто из рожденных на Калибане не в силах одолеть это чудовище. Едва такая мысль пришла ему в голову, как он увидел льва в сопровождении забрызганных кровью рыцарей, идущего к центру внутреннего двора. До сих пор Захариэль наблюдал его только в мирной обстановке, и во всем великолепии воинских доспехов лев казался ему еще более могущественным, чем раньше. Никогда еще он не видел гроссмейстера ордена на поле боя. Всем было известно, что лев выше любого другого жителя Калибана. Это первое, что замечали в нем люди, но сейчас, когда он держал в руке окровавленный меч, развивающиеся волосы обрамляли лицо, а в глазах полыхало пламя битвы, Захариэль понял, что лев больше, чем вообще может быть представитель человеческой расы. И это превосходство не было только физическим, в глаза бросалось и его духовное величие. Ни одному человеку, каким бы сильным он ни был, невозможно было сравниться с колоссальной личностью льва. Освещенный огнями полыхающих за спиной пожаров, лев казался Захариэлю самым удивительным и самым грозным существом на свете. Джонсон без промедления повел своих воинов навстречу чудовищу, и рыцари повиновались ему, не проявляя ни замешательства, ни страха. Монстр, словно почуяв появление достойного противника, повернул в сторону гроссмейстера Ордена свою отвратительную приплюснутую голову. В то же мгновение Лютер выхватил у стоящего рядом рыцаря длинное копье и ринулся вперед, прокатился под щелкающими челюстями и нацелился нанести удар в шею. Лев в это время прыгнул вверх и направил меч в глаз зверя. Голова чудовища дернулась в сторону, отклоняясь от удара льва, и тогда копье Лютера вонзилось в мягкий участок шеи. Звери спустил душераздирающий, пронзительный лев, поразивший каждого рыцаря, находившегося во дворе. Воины попадали на колени, зажимая уши, но ужасный крик проникал в череп, несмотря на защиту шлемов. Даже лежавший под корпусом монстра Лютер, хотя и продолжал одной рукой сжимать древко копья, припал к земле, сраженный чудовищной вибрацией вопля агонизирующей твари. Из раны мощными толчками хлынула кровь и залила его с головы до ног. Крик зверя ударил в мозг Захариэля с такой силой, что из его ушей брызнули струйки крови. Боль была настолько ошеломительной, что глаза затуманились слезами, но Захариэль упрямо держал их открытыми, поскольку перед ним происходило нечто необычайное. Хотя все рыцари ордена корчились в муках, вызванных воплем чудовища, на льва этот звук не произвел никакого впечатления. Возможно, он обладал более совершенными органами чувств, чем его воины, или его колоссальная выдержка помогла справиться с последствиями звукового удара, но как бы то ни было, лев даже не отреагировал на крик. Он прыгнул на спину зверя, используя наросты на его шкуре в качестве зацепок для рук и ног. Монстр, не переставая выть от боли, метался и таскал за собой Лютера, который в борьбе за свою жизнь продолжал изо всех сил цепляться за копье. Несмотря на мучительные страдания и застилавшие глаза слезы, Захариэль, тем не менее, осознавал, что ему выпала огромная честь видеть, как его старшие собратья сражаются с исполинским зверем. Лев, продолжая карабкаться вверх, наконец поравнялся с головой рептилии. В воздухе сверкнула серебристая сталь, опущенного острием вниз меча, и клинок вонзился в череп твари. Только у льва могло хватить силы на подобный удар. Лезвие полностью вошло в голову, и гарда ударилась в толстую шкуру гигантской ящерицы. Чудовище сразу же затихло, и жуткий вопль, так поразивший рыцарей, оборвался. Предсмертная судорога толчком выгнула туловище зверя, так что льва сбросила с его спины. Лютер, с ног до головы покрытый кровью, выпустил древко копья и отполз от врага. Внезапная тишина, наступившая после смерти чудовища, казалась странной и тревожной. Неожиданное отсутствие звука, словно окончание шторма после апокалиптического удара грома, вызывало беспокойство. Рыцари начали постепенно подниматься с окровавленных каменных плит, все еще ошеломленные грандиозным сражением, которому стали свидетелями. Туша великого зверя содрогнулась от последнего рефлекторного вздоха и окончательно затихла. Но вот из-за убитого чудовища показался Леон Эль Джонсон, и рыцари разразились приветственными криками в честь своего лидера. Джонсон! 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 Пока Захариэль смотрел на льва, принимающего поздравления товарищей, Лютер поднялся из лужи пролитой крови монстра. Во время борьбы шлем слетел с его головы, и лицо превратилось в сплошную кровавую маску. Крики в честь Джонсона не утихали, и Захариэлю на мгновение показалось, что в глазах Лютера промелькнула тень зависти. Но это выражение так быстро исчезло, что Захариэль даже не был уверен, было ли оно на самом деле, но он не сомневался, что лицо Лютера выдало его переживание. Лев поднял руки, прося тишины, и голоса рыцарей мгновенно стихли. «Братья!» — закричал он, указывая на опустевшую платформу перед входом в замок. «Дело еще не закончено! Мы овладели стенами, но рыцари волка все еще не побеждены! Они прячутся в замке, и мы должны выбить их оттуда огнем и мечом!» Гроссмейстер Ордена широким жестом обвел панораму кровавого побоища, разыгравшегося во внутреннем дворе, тела убитых воинов и туши поверженных зверей. «Ни один человек, позволивший этим тварям делать его работу, не заслуживает снисхождения!» — продолжал Лев. «Рыцари волка утратили право на милосердие и должны быть безжалостно уничтожены! Мы займем замок, и никто из его защитников не останется в живых!» Замок внутри оказался странно пустынным. Его помещения были затканы пыльной паутиной и дышали забвением, возбуждая в душе Захариэля гнетущее чувство. Они вдвоем с Намиэлем шли по узкому каменному коридору с гобеленами на стенах, освещенному мерцающими бронзовыми лампами. Толстый слой пыли, скопившийся на всех поверхностях, как и вся окружающая атмосфера, свидетельствовал о многолетнем забвении. Откуда-то издалека доносился шум боя, но где именно шла схватка, определить было невозможно. «Куда же все подевались?» – спросил Намиэль. «Я думал, замок будет кишеть воинами». «Мне кажется, они могут скрываться где угодно», – предположил Захариэль. «Замок очень большой». Леон Эль Джонсон разбил входную дверь одним мощным ударом меча, и рыцари Ордена хлынули внутрь. Разбившись на небольшие группы, они разошлись в разные стороны на поиски оставшихся врагов. Захариэль и Намиэль выбрали ведущую наверх лестницу, надеясь отыскать достойных противников, на которых могли бы выместить свой гнев, но вместо врагов обнаружили только пустые залы и палаты под гулкими сводами, обветшавшие и явно давно покинутые. «Постой!» – прошептал Захариэль, поднимая руку. «Слышишь?» Намиэль склонил голову на бок и услышал звуки шагов и скрип мебели, о которых говорил брат. Молодые люди переглянулись и устремились к широкой двустворчатой двери, из-за которой доносился слабый шум. Они остановились по обе стороны от входа. Скрип и шаги послышались снова, и тогда Намиэль поднял руку с тремя растопыренными пальцами. Захариэль кивнул и стал следить, как брат по очереди загибает один палец, потом второй и, наконец, третий. Намиэль с разворота ударил ногой в соединение между створками, сломал замок и распахнул двери. Захариэль с воинственным кличем вихрем ворвался внутрь, держа на готове меч и пистолет. Он повел стволом справа налево, отыскивая любую цель, а меч держал прижатым к груди. Перед ними открылся огромный сводчатый зал, все стены которого от пола до самого потолка были заняты полками с книгами, переплетенными в кожу. Ряд за рядом стеллажи уходили вглубь зала, а широкие столы перед ними были завалены свитками и пергаментами. Здесь содержалось огромное количество информации, коллекция книг в десяток раз превосходила библиотеку Алдаруха. Сколько же времени потребовалось, чтобы собрать такую сокровищницу мудрости? Захариэль и не подозревал, что на свете существует столько книг, да еще в пределах одного замка. Сводчатый потолок поддерживали длинные ряды прямоугольных колонн, и юноша догадался, что библиотека занимает весь этаж замка. Единственным обитателем этого зала, насколько они могли заметить, был пожилой человек в белом одеянии, с седой головой и обвисшими серебристыми усами. Захариэль узнал в нем лорда Сартану, предводителя рыцарей Волка, которого Леон Эль Джонсон, казалось, целую вечность назад принудил к войне во время встречи в круглом зале Алдаруха. Лорд Сартана сидел за широким столом в резном деревянном кресле, покрытом волчьими шкурами, и при их появлении поднял голову от лежащих перед ним книг. «Так значит, за мной прислали безусых юнцов», — произнес он. «Сколько вам? Четырнадцать?» «Мне уже пятнадцать», — возразил Захариэль. «Никакого уважения к традициям. Вот самое скверное отличие вашего ордена, мальчик», — покачал головой Сартана. «Да, согласен, это неприятно слышать. Особенно теперь, когда вы так поглощены этим проклятым крестовым походом против великих зверей». «С твоей смертью поход будет закончен!» — воскликнул Захариэль, ободренный нотками безысходности в голосе Сартаны. «Нам осталось очистить только северную чащу». Лорд Сартана печально покачал головой. «Попомните мои слова, все это закончится очень плохо. Мы еще даже не начинали платить за вашу глупость. Колоссальный счет неизбежно будет предъявлен, а когда это произойдет, многие пожалеют, что вы вступили на этот путь. Слишком много шипов на дороге, слишком много ям и скрытых ловушек». «О чем ты говоришь?» — спросил Намиэль. «Охота льва преследует самые благородные цели». «Вот как?» — поднял брови Сартана, откидываясь на волчьи шкуры. «А вы не хотите узнать, в чем состоит ошибка льва?» «Лев не ошибается», — враждебным тоном произнес Намиэль. Сартана улыбнулся при виде абсолютной убежденности юноши. «Первая ваша ошибка в том, что вы утратили уважение к традициям. Цивилизация подобна щиту, ограждающему нас от дикости, а традиции — это выпуклость в центре щита. Или, иначе говоря, традиции — это клей, цементирующий наше общество. Они придают нашей жизни определенный порядок. Они позволяют каждому определить свое место. Это жизненно необходимо. Без традиций люди стали бы ничем не лучше животных». «Мы соблюдаем наши традиции», — возразил Захариэль. «Лорд-символ строго следит за их сохранением. Это вы позабыли о традициях, когда прибегли к помощи великих зверей». «Я думаю, вы скоро поймете, что именно Орден сделал первый шаг к разобщенности между рыцарскими братствами», — сказал Сартана. «Это произошло в тот день, когда вы начали принимать в свои ряды простолюдинов. Трудно себе представить, набирать претендентов среди нескорожденных — полнейшая бессмыслица, по моему мнению. Но это еще не самое худшее из того, что вы наделали. Нет, самой большой ошибкой льва было объявить охоту на всех великих зверей. «Вот в чем состоит реальная опасность, и всем нам придется о ней пожалеть». «Ты не прав», — заявил Захариэль. «Это самое славное мероприятие на Колебане за последнее столетие. Наши люди долгие века жили в страхе перед великими зверями. А теперь мы, наконец, навсегда устраним эту угрозу. Мы сделаем леса безопасными. Мы изменим наш мир в лучшую сторону». «Ты искренне веришь в сказанное, мальчик», — фыркнул Сартана. «Вижу, мастера сполна набили ваши головы пропагандой. О, я не спорю, желание очистить леса от великих зверей может показаться грандиозным и благороднейшим начинанием. Но, к сожалению, реальность слишком часто не оправдывает наших ожиданий. Мы преследуем определенную цель и вдруг с ужасом обнаруживаем, что достигли совершенно иного результата». «Что ты хочешь этим сказать?» возмутился Немиэль, и оба брата шагнули к Сартане. «Давайте на мгновение представим себе, что ваша кампания успешно завершена. Представим, что вы уничтожили всех великих зверей. В конце концов, вы неплохо начали. Джонсон и его последователи вели охоту в течение неполных десяти лет. «Большинство великих зверей уже мертвы, так что представьте, что вы убили всех. А что потом? Что вы будете делать потом?» «Я... Мы сделаем мир лучше!» С некоторой запинкой произнес Захариэль, не сразу сообразив, как сформулировать ответ. Он всегда принимал как должное, что кампания Ордена преследует благородную цель. Возможно, это самое грандиозное начинание за всю историю Калибана, но подыскать слова, чтобы выразить все свои чувства, оказалось непросто. «Мы очистим новые земли под поселения и поля», – продолжил он. «И тогда можно будет произвести больше продуктов». «Ты хотел сказать, что именно этим займутся крестьяне», – сказал Сартана. «Но что будет лично с тобой, мальчик? Что будет с рыцарскими братствами? Чем будем заниматься мы? Ты не видишь в этом проблемы?» «Нет, не вижу. Какие могут быть проблемы, если мир станет лучше?» «Я окружен слепцами», – резко бросил Сартана. «Я уже старик, но все же могу заглянуть в будущее дальше, чем любой из вас. Ну хорошо, если вы не понимаете, в чем проблема, позвольте я вам объясню. Сначала ответьте на простой вопрос. Для чего на Калибане существуют рыцарские братства? Какую функцию мы выполняем?» «Как какую функцию? Мы защищаем людей», – ответил Немиэль. «Совершенно верно. По крайней мере, у одного из вас имеется мозг. А от чего мы их защищаем?» «От великих зверей, конечно», – ответил Захариэль. И внезапно он понял, к чему клонит Сартана. «Ох, да, от великих зверей», – усмехнулся Сартана. «Я вижу, что на твоем лице мелькнули первые проблески понимания. Многие тысячелетия рыцари Калибана служили одной священной цели. Мы обеспечивали населению защиту от великих зверей. В этом была наша жизнь. В этом кроется причина нашего существования. Это была наша война. Война, которая велась в лесах этой планеты на протяжении пяти тысяч лет. Таков порядок вещей, мой мальчик. Такова традиция, которая скоро исчезнет. Стараниями ордена Елеона Эль Джонсона великие звери будут истреблены. А что же станет с рыцарями Калибана? Лорд Сартана ненадолго замолчал, давая возможность Захариэлю Инмиэлю усвоить его слова. Затем он заговорил снова. Мы воины, мальчики. Война у нас в крови. Это наша жизнь. Мы гордое и отважное племя. Так было всегда. Так повелось от наших предков. Конфликт оправдывает наше существование. Мы охотимся, совершаем подвиги, сражаемся. И не только потому, что жители Калибана нуждаются в защите. Мы делаем все это, поскольку не можем жить иначе. Без опасностей в нашем сердце и в нашей жизни образуется пустота, бездна, которую невозможно заполнить, как бы мы ни старались. Мы плохо переносим мир. От недостатка активности мы можем зачахнуть. Бездействие вызывает у нас тревогу и беспокойство. Нам необходимы сражения, приливы и отливы войн, и трепет схваток не на жизнь, а на смерть. Без всех этих вещей мы чувствуем себя неполноценными. Это слишком пессимистичный взгляд, заметил Захариэль. Нет, это реалистичный взгляд, возразил Сартан. Нам нужны наши великие звери, мальчик. Как ты думаешь, почему наш орден занимался их захватом? Мы старались спасти расу этих существ от вымирания. Ну вот, я и сказал самое главное. Возможно, это вас шокирует, но загляните в свое сердце, и вы поймете, что нам нужны чудовища, поскольку они определяют наше существование. Пока на колебании остаются великие звери, мы будем героями. Не станет их, и мы превратимся в пустое место. Нет, меньше, чем в пустое место. И вы держали чудовищ живыми? Не скрывая своего ужаса, спросил Захариэль. Конечно, ответил Сартана. Без великих зверей наша война закончится. И что тогда с нами станет? Каким будет наше будущее? Какими же мы будем воинами, когда не будет войны? Вот в чем состоит величайшая опасность, мальчики. Скука породит смятение, а смятение может обернуться гневом. Если война не будет занимать наши умы, мы станем изобретать новые занятия и начнем нападать друг на друга, как стаи диких хищников. Я до этого не доживу, но я смотрю в будущее и вижу только тьму. Я вижу, как брат восстает против брата. Я вижу реки крови. И все из-за того, что нам не на что выплеснуть свою энергию. Все из-за отсутствия великих зверей. Вот какое будущее уготовил нам всем ваш орден. Хотя, по общему признанию, ваш обожаемый лидер действовал, исходя из лучших побуждений. Захариэль и Немиэль приблизились к гроссмейстеру Братства Волка на длину меча, и лорд Сартана снисходительно усмехнулся. Не сомневаюсь, что вам приказано меня убить. Захариэль кивнул. Может, я и стар, но чтобы меня одолеть, потребуется больше, чем пара мальчишек. Посмотрим, бросил Немиэль, обнажая меч. Нет, ответил Сартана, доставая длинный охотничий кинжал. Не посмотрим. Захариэль направил дуло пистолета в лицо лорда Сартаны, но старик и не думал на них нападать. Предводитель рыцарей Волка быстро повернул кинжал и вонзил его себе в грудь, точно напротив сердца. Захариэль выронил пистолет и ринулся вперед, чтобы подхватить тело лорда Сартаны, сползавшее с кресла. Он уложил умирающего рыцаря на пол, и кровь из смертельной раны обогрела холодные каменные плиты библиотеки. Тебе ведь известно изречение насчет тьмы, не так ли? Прохрепел лорд Сартана. Дорога к тьме вымощена благими намерениями. Да, я слышал это, кивнул Захариэль. Возможно, кто-то должен был обратить внимание льва на эти слова. Из последних сил прошептал Сартана. Из добрых намерений или нет, но Леонель Джонсон приведет Калибан к катастрофе. В этом я нисколько не сомневаюсь. И что тогда с нами станет? Что будет с воинами, когда не будет войны? Так говорил лорд Сартана, и его лицо выражало мрачную уверенность. В тот момент Захариэль, еще испытывая волнение ужасного дня, не обратил особого внимания на предсмертные речи старика. Слова Сартаны вызывали беспокойство, даже тревогу, но тогда их легко было выбросить из головы. Лорд Сартана был старым и усталым человеком, черты его лица говорили о дряхлости и слабости. Легко было принять его предостережение за беспокойное блуждание мыслей, уже граничащих с безумием. Эти слова можно было прогнать на какое-то время, но позабыть их оказалось не так-то легко. После окончательного разгрома Братства Волка проходили дни и недели, и тогда слова лорда Сартаны всплыли в памяти Захариэля. С тех пор он часто будет размышлять над их смыслом и неоднократно удивиться точности предвидения. В самые мрачные моменты жизни Захариэль иногда будет задавать себе вопрос, а не была ли для него эта встреча одной из упущенных возможностей. Возможно, ему следовало передать это послание Льву или эмоционально более восприимчивому Лютеру. Захариэль должен будет понять, что Братство не гарантирует полной гармонии. Неважно, насколько крепки узы дружбы между людьми, насилие и предательство всегда найдут себе место. Но пройдет немало лет, прежде чем он начнет вспоминать эти слова очень часто. Он станет задавать себе вопрос, не мог ли он тогда изменить будущее. Но к тому времени, без сомнения, станет слишком поздно. Часть третья. Империум. Глава тринадцатая. После смерти лорда Сартаны Братство Волка прекратило свое существование. Его последних рыцарей, скрывавшихся в пустынных и сумрачных переходах замка, переловили и беспощадно уничтожили. Но никто и не просил милосердия, поскольку побежденные понимали, что пути назад для них нет. На самых высоких башнях замка были вывешены знамена Ордена, и пламя пожаров сверкало на их пробитых и обгоревших багряно-золотистых полотнищах. После окончательной победы мечи застучали по щитам, а кавалеристы Воронова Крыла с радостными криками сделали несколько кругов вдоль разрушенных стен горной крепости. Воины Ордена постепенно осознавали важность этого исторического момента, приближавшего их к великой цели, и радостно обменивались поздравлениями. После разгрома рыцарей Волка северная чаща была открыта для Ордена, и теперь можно было выследить и уничтожить последних великих зверей. Захариэль наблюдал, как рушится крепость рыцарей Волка, содрогаясь под массированным обстрелом артиллерии Ордена. Павшим врагам не было оказано никаких почестей, их тела сложили в главной башне замка и придали сожжению на костре из собранной здесь же мебели. Но до того Лев зашел в огромную библиотеку, обнаружил там Захариэля и Немиэля над телом лорда Сартаны и поздравил обоих, прежде чем обратить внимание на колоссальное собрание книг. После поверхностного осмотра нескольких томов из библиотеки Лев приказал им возвращаться к своему отряду, а сам погрузился в более подробное изучение коллекции побежденных противников. Чуть позже Волдорух отправился целый караван повозок, нагруженных книгами и свитками. Захариэль отвернулся от горящей крепости. Картина разрушения столь величественного сооружения опечалила его. Неужели все битвы заканчиваются такими противоречивыми переживаниями? Он не только остался в живых, но и покрыл себя славой, отважно сражался и принимал участие в финальном бою. На его глазах творилась история, на его глазах умер самый могущественный враг, и все же душу Захариэля не покидало тягостное ощущение, что что-то еще не сделано, что упущена какая-то возможность. Сар Хадариэль выжил после удара чудовища и снова будет сражаться, как и многие рыцари его отряда. Жатва смерти оказалась значительной, но не настолько, чтобы омрачить победное ликование, и утрата многих товарищей и друзей уже постепенно бледнела перед сиянием славы. За несколько недель путешествия обратно в Алдарух, степень прегрешений рыцарей волка возросла в десятки раз, и кроме содержания в клетках великих зверей, им приписывали проведение ужасных экспериментов и полное духовное разложение. К тому времени, когда рыцари ордена вернулись домой, их противники превратились в омерзительных монстров, безвозвратно поддавшихся порче. Война всеми признавалась необходимой, и рыцари окончательно уверились в том, что достигнутая победа послужила великой цели и значительно приблизила освобождение Калибана. И все же, в череде последовавших празднеств и поздравлений, Захариэль не мог забыть о той встрече в круглом зале, когда Леон Эль Джонсон вынудил лорда Сартану объявить войну. Той встрече, когда война была навязана им. Конечно, кампания, проводимая орденом, принесла ему блистательную славу, но не пострадала ли при этом его честь? Была ли кровь пролита в сражении только ради благородных целей? Эти и другие вопросы мучили Захариэля всю обратную дорогу, и он не мог поделиться переживаниями даже с самыми близкими друзьями. Он видел, как его братья празднуют великую победу, но каждый раз, когда он наблюдал, как лев наслаждается восхвалениями своих товарищей, на сердце Захариэля падала тень. Казалось, что лишь один человек в ордене разделяет его сомнения. Захариэль часто видел ехавшего рядом со львом Лютера и замечал такую же тень в его улыбке и льдинки в его глазах. Но если Лютер и замечал на себе взгляды Захариэля, он ничем этого не проявил, как не показывал и того, что обратное путешествие Валдарух для него было омрачено восхвалением ратных подвигов льва, затмивших его собственные успехи. Участие Намиэля и Захариэля в уничтожении великого зверя во дворе замка было отмечено особо, и каждый из них получил на доспехи свиток пергамента, в котором описывались их подвиги. Намиэль был на седьмом небе от счастья, Захариэль тоже обрадовался награде, но каждый раз, когда вспоминал тот бой, удивлялся, почему к нему не вернулись загадочные способности, которые проявились в лесах Эндриага. Возможно, все было так, как он и подозревал, и странные свойства обуславливались близостью темного леса. А может быть, это хранители пробудили в нем скрытый талант, дремлющий до сих пор. А может, он все это нафантазировал, и загадочные свойства были лишь плодом лихорадочного напряжения ума во время смертельной битвы с ужасным чудовищем. Как бы то ни было, Захариэль был рад, что произошедшая тогда схватка все более отдалялась в его воспоминаниях и с каждым днем утрачивала связь с реальностью. Он прекрасно помнил гибель монстра, но все другие события того дня, предшествующие бою, становились все более расплывчатыми, словно его память затягивалась плотным туманом. Жизнь рыцарей Ордена вернулась в свою колею, и беспокойство Захариэля стало мало-помалу рассеиваться. С течением времени предостережение лорда Сартаны начало казаться ничем иным, как беспочвенным бормотанием поверженного врага. Охота на хищников продолжалась, и рыцари ежедневно отправлялись в леса, чтобы очистить все новые и новые участки от власти чудовищ. Каждый день приносил все меньше и меньше трофеев, и казалось, что грандиозные планы льва наконец сбываются. Сам лев крайне редко выезжал в леса в те дни, большую часть времени проводя в высокой башне Алдаруха за книгами, привезенными из замка рыцарей волка. Элиот и Аттиас сразились и одержали победы над своими великими зверями и пополнили ряды рыцарей, что и было отпраздновано в Большом Зале Ордена. Все четыре друга теперь служили в отряде Хадариэля и изо дня в день отправлялись в леса истреблять хищников в надежде встретить одного из немногих оставшихся великих зверей. Разведчики из Вороного Крыла приносили донесения об освобождении очередных участков северной чащи. Захариэль всегда тщательно изучал их доклады в поисках каких-либо упоминаний о темной чаще в окрестностях Андриаго и любых других намеков на странное наваждение, охватившее его во время охоты на громадного льва. Но кем бы ни были встреченные им тогда загадочные существа, они, похоже, испарились. Возможно, они и вовсе не существовали. Как юноша не старался, он не мог отчетливо вспомнить ни произошедший в лесу разговор, ни тех, с кем разговаривал. Мир Калибана все так же вращался, жизнь шла своим чередом, и Орден постепенно превращался в доминирующее братство, пока не появились ангелы. Солнце попало на верхние ветви деревьев, и на лесной тропе под копытами коней раскинулся кружевной узор света и тени. Свежий утренний воздух сулил благоуханный и мирный день. Захариэль опустил поводья и расслабился в седле, позволяя черному скакуну самому выбирать дорогу. Рыцарям Ордена уже нечего было бояться в лесах, и через недавно опасные чащи пролегли новые светлые тропы для искателей приключений. За каждым поворотом открывались изумительные пейзажи, полные природного величия, до недавних пор непостижимого для жителей Калибана из-за постоянной угрозы хищников. Теперь, после уничтожения бродячих чудовищ, леса ждали своих новых хозяев. Ехавший рядом Немиэль снял шлем и пригладил ладонью волосы, и Захариэль улыбнулся, радуясь соседству брата в этой важной поездке. Этим утром сар Лютер прислал за ними гонца, сопроводив его наказом взять в конюшне самых лучших скакунов, чтобы отправиться на последнюю охоту. Лев ехал в приподнятом настроении, и ему явно не терпелось принять участие в последней охоте, как будто в его груди пылал огонь предназначения, о котором он и не догадывался. Первая часть пути прошла в спокойном молчании, и все воины от души наслаждались красотой мира, который они с полным правом могли назвать своим. Лев и Лютер возглавляли группу, и их путь лежал точно на север, мимо новых поселений, образованных после истребления великих зверей на значительном удалении от Алдаруха. На приличествующем расстоянии позади них держался новый лорд-символ, это звание недавно перешло к очередному безымянному воину. Вопреки ожиданиям многих людей, мастер Рамиэль не был назначен на этот пост. Кто теперь скрывался за высоким титулом, как и всегда, оставалось тайной. Процессию замыкали несколько новых рыцарей и даже некоторые из претендентов, так что отряд представлял собой срез всех слоев ордена. «Странная группа для охоты в глуши, как ты считаешь?» спросил Номиэль. «Согласен», ответил Захариэль. «Вероятно, лев захотел, чтобы в последней охоте приняли участие не только старшие рыцари, но и представители всех остальных рангов». «Ты считаешь нас с тобой старшими рыцарями?» сказал Захариэль. «Я думаю, что мы представители молодого поколения, которым предстоит внести свой вклад в развитие ордена». «Ты уже сделал это, юный Захариэль!» вмешался едущий во главе колонны лев. «Не забывай, у меня очень тонкий слух. Ты здесь благодаря нашему с тобой братству». «Да, мой лорд», ответил Захариэль. Вслед за львом он выехал на просторную поляну перед скалой из ослепительно-белого камня, возвышавшейся с левой стороны от всадников. С вершины скалы широким каскадом падали струи воды и рассыпались по бурлящей поверхности широкого бассейна. Со всех сторон поляну окружала буйная растительность, и душа Захариэля наполнилась спокойствием, хотя до этого момента он и не подозревал, какая там зияла пустота. «Да, это то самое место», сказал лев, по-прежнему оставаясь впереди всей процессии. Он развернул коня, самого мощного из всех выращенных в конюшнях Калибана, и обратился к своим воинам, уже выехавшим на поляну перед водопадом. «Вы все оказались здесь потому, что, как правильно предположил Захариэль, я решил, при окончании нашей грандиозной миссии должны присутствовать представители всех рангов Ордена». От такой личной похвалы Захариэль не смог удержаться от смущенного румянца, окрасившего его щеки. «Калибан принадлежит нам», – провозгласил лев, и Захариэль вместе со всеми приветствовал это заявление гроссмейстера Ордена восторженными выкриками. «Мы сражались и проливали кровь на протяжении долгих десяти лет, и каждому из нас довелось потерять на этом пути немало друзей и боевых товарищей», – продолжал Джонсон. «Но мы стоим на пороге величайшего триумфа. Мы достигли всего, за что боролись. Мы не допустили ошибок, и цель достигнута. Победа теперь наша». Лев широко распростер руки. «Братья мои, перед нами сверкает рассвет золотого века. Я видел его в своих мечтах, золотое время новых и удивительных свершений. Мы вот-вот вступим в новую эру, и…» Удивленный нехарактерной для льва заминкой, Захариэль обернулся к Немиэлю. А их предводитель смотрел поверх их голов куда-то влево, в сторону леса. Захариэль инстинктивно бросил руку к Эфесу меча, предполагая засаду, хотя какой враг осмелился бы напасть на такого могущественного и отважного воина, как лев? В первый момент он решил, что последний из великих зверей сумел незаметно к ним подкрасться, или один из рыцарей волка, оставшийся в живых после поражения своего ордена, жаждал отмщения. Хотя ни одной из этих угроз Захариэль не заметил, он не снял ладони с Эфеса. Он заметил, как на толстую ветвь дерева опустилась большая птица, блестевшая в солнечных лучах золотистым оперением. Калибанский орел с ярким и безупречным хохолком на голове окидывал собравшихся воинов царственным взглядом и, похоже, ничуть не боялся людей. Эти птицы встречались довольно редко и не представляли угрозы. Но суеверные обитатели Калибана считали их появление предзнаменованием значительных событий. Воины отряда растерянно переводили взгляд с птицы на льва, не зная, как реагировать на неожиданное вмешательство. Под взглядом странных глаз птицы Захариэль ощутил, как по его спине пробежал холодок. Он тоже перевел взгляд на льва и заметил на его лице выражение бесстрашного предчувствия, понимания и надежды, что он правильно понял предзнаменование. «Я знал», — произнес лев почти шепотом. Едва он замолчал, поднялся необычный ветер. Его сильный порыв принес едкий привкус, похожий на запах, распространяющийся вокруг оружейной кузницы. Захариэль поднял голову. Над их головами с ревом пролетел темный массивный крылатый силуэт с голубыми огнями сзади. Потом еще один, и Захариэль невольно вскрикнул от накатившейся следом волны раскаленного воздуха. Рыцари с трудом сдерживали испуганных коней, а Захариэль, увидев, что странные птицы снова ревут над поляной, обнажил меч. «Кто это?» — крикнул он, с трудом перекрывая затопивший поляну гул. «Не знаю!» — закричал в ответ Немиэль. «Великие звери!» «Не может быть! Они все мертвы!» «Видимо, нет!» — воскликнул Немиэль. Захариэль еще раз взглянул на льва, пытаясь уловить намек, что происходящее было спланировано заранее, но его командир просто сидел на лошади и смотрел на летающих чудовищ. Лютер что-то кричал льву, однако его слова терялись в пронзительном вое гигантских птиц, заслонявших солнце. Их ужасный голос едва не лишил Захариэля чувств, а едкий запах горячих газов казался непереносимым. Мощные потоки воздуха срывали с деревьев листву и пригибали ветви к самой земле. Орел поднялся на крыло и спланировал над озером к основанию водопада. Брызги воды оросили его, и оперение засверкало, словно кованое золото. Захариэль проводил взглядом птицу, а затем снова посмотрел наверх, прикрывая глаза от ослепительных струй голубого огня, бьющего из брюха зависшего над головой чудовища. «Опустить оружие!» — закричал подскакавший к ним Лютер. «Вложить мечи в ножны! Это приказ льва!» Захариэль отвел взгляд от воющего и смердящего чудовища. Он не мог поверить своим ушам, как можно поставить себя в столь невыгодное положение. «Сар Лютер!» — закричал он. «Ты хочешь, чтобы мы остались безоружными?» «Выполнять!» — приказал Лютер. «Быстро!» Хотя приказ противоречил всему, чему его учили, Захариэль воздержался от дальнейших вопросов, и, подчиняясь власти Лютера, убрал меч в ножны. «Что бы ни произошло!» — продолжал кричать Лютер, чтобы его услышали в налетевшем урагане. «Ничего не предпринимайте, пока лев не подаст сигнал! Понятно?» Захариэль неохотно кивнул и услышал сверху странные звуки, напоминавшие отдаленные крики. Потом во всей этой суматохе он заметил, как от чудовищ отделились темные силуэты. Черные фигуры, одетые в доспехи, спускались на крыльях огня. Рядом с ним Лютер прикрыл рукой глаза и произнес, «И ангелы тьмы снизошли на крылах пламени и света, великие и ужасные темные ангелы». Захариэль узнал эти слова. Он не раз слышал легенду о древних временах, когда отважные темные ангелы, таинственные защитники справедливости, первыми начали борьбу против великих зверей Калибана в самом начале существования этого мира. Его сердце беспокойно дрогнуло, когда первый из огненных ангелов коснулся земли. Фигура в броне оказалась огромной, но детально рассмотреть ее было невозможно из-за дыма, окутавшего место приземления. Рядом с ним спустились остальные, и вот уже перед отрядом Льва встали десять массивных гигантов. Несомненное сходство между их доспехами и его собственной броней сразу же бросилось в глаза Захариэлю. А когда первый из гигантов сделал шаг вперед, стало заметно, что его фигура очень напоминает фигуру Льва. Несмотря на то, что Лев все же превосходил ростом каждого из них, строения тела и пропорции были очень похожи. Мощная струя газов огромного летающего существа быстро развеяла дым, появившийся после приземления гигантов. А само чудовище, доставив свой груз, унеслось. На поляне неожиданно стало очень тихо, остался только звук падающей со скалы воды. Гиганты явно обладали неимоверной силой, но несмотря на их воинскую мощь, в них было заметно нечто вроде благоговейного восторга, словно они обнаружили драгоценный дар, на который не смели надеяться. Первый гигант поднял руки к шлему, и тогда Захариэль увидел, что он вооружен мечом и пистолетом, похожими на его собственное оружие, хотя каждый предмет был несколько крупнее тех, что применяли воины Ордена. Поворот защелки вызвал свист выходящего воздуха, и гигант снял свой шлем, к всеобщему удивлению, открыв вполне человеческое лицо, хотя его черты были более крупными, чем у любого из жителей Калибана. Лицо оказалось привлекательным, а при виде на Леона Эль Джонсона на нем появилась неуверенная улыбка. Как ни странно, Захариэль не испытывал страха, все его опасения рассеялись при виде открытого лица гиганта. — Кто ты? — спросил Лев. — Я Мидрис. Невероятно низким и раскатистым голосом ответил гигант. Затем он обернулся к своим спутникам. — Мы воины Первого Легиона. — Первого Легиона? — переспросил Лютер. — Чей это Легион? Мидрис снова повернулся к Лютеру. Первый Легион Императора, Повелителя Человечества и Правителя Терры. Глава четырнадцатая. — Это машины, — сказал Немиэль, стоя на замковой стене. — И мне кажется, это здорово. Повтори, как они их называют? — Краулеры, — ответил Захариэль. — Верно, краулеры, — кивнул Немиэль. — Они срезают деревья, выкорчевывают пни и еще разравнивают землю, и все три работы выполняются одной машиной, управляемой одним всадником. — Оператором, — поправил его Захариэль. — Люди, которые работают на машинах, называются операторами или водителями, а не всадниками. — Ну, пусть операторами, — пожал плечами Немиэль. — Нет, скажи, ты видел что-нибудь подобное? Захариэль, пристально наблюдавший за проводимой внизу работой, полностью разделял восхищение Немиэля. Оба стояли на крепостной стене замка и смотрели на лес. Вот только леса там почти не осталось, по крайней мере, в этом направлении. Насколько мог видеть глаз, на громадном участке ниже северного склона гор древние леса почти полностью исчезли. С высокого наблюдательного пункта было трудно разобрать какие-то детали, но от грандиозного масштаба разворачивающейся внизу операции захватывало дух. — Если хочешь знать мое мнение, — снова заговорил Немиэль, не дожидаясь ответа, то они похожи на насекомых, невероятно больших, но все же насекомых. Не отрывая взгляда от работающих машин, Захариэль не мог не согласиться с мнением брата. Кипевшая внизу неустанная деятельность наводила на мысли о строго согласованных перемещениях колонии насекомых, тем более, что на таком расстоянии и с высоты укреплений замка люди и впрямь казались не крупнее муравьев. — Представляешь, сколько потребовалось бы времени, чтобы воплотить такой объем работ без помощи машин? — воскликнул Немиэль. — А сколько надо было бы привлечь людей и лошадей, чтобы расчистить такой участок? Могу сказать, имперцы ничего не делают наполовину. У них и воины — настоящие гиганты, и машины соответствующие. Захариэль рассеянно кивнул в ответ, но все его внимание по-прежнему было сосредоточено на работе краулеров. Последние несколько недель вызвали настоящее потрясение. По всем меркам, эти дни стали наиболее значительным периодом во всей истории Калибана. Прошло почти шесть месяцев с тех пор, как Захариэль стал рыцарем. Компания по уничтожению великих зверей завершилась, рыцари Волка были побеждены, Леон Эль Джонсон стал гроссмейстером Ордена, а Лютер — его заместителем. Но ни одно из этих событий не могло сравниться с прибытием имперцев. Уже через несколько часов после появления в небе летающих кораблей новости распространились по всему Калибану со скоростью лесного пожара. Скоро стало известно, что группа гигантов в черных доспехах посетила Калибан в качестве представителей императора Терры. Они называли себя воинами Первого легиона и были только посланниками. Захариэль и сейчас помнил первую встречу с представителями империума. «Мы ваши братья», — сказал воин, назвавшийся Мидрисом, когда он и его товарищи опустились перед львом на одно колено и склонили головы. «Мы посланцы империума человечества, и теперь, когда древняя ночь закончилась, мы пришли, чтобы воссоединиться с потерянными детьми человеческой расы. Мы пришли вернуть положение, принадлежащее вам по праву рождения. Мы принесли свет мудрости императора». Не все жители Терры оказались гигантами. Вскоре после первой высадки стало ясно, что гиганты, или «астартес», как они называли себя на языке Терры, пришли на Калибан как первопроходцы для огромной экспедиции. Когда выяснилось, что жители Калибана готовы принять гостей с распростертыми объятиями, за десантом гигантов последовали группы человеческих существ более привычного телосложения. Это были операторы, работающие на краулерах, историки, переводчики, искусствоведы и дипломаты. Но и гигантов, и обычных людей, всех жителей Терры, объединяло одна черта. О своем императоре все они говорили с величайшим почтением и восхищением. «Интересно, как он выглядит?» Вдруг ни с того ни с сего спросил Захариэль. «Кто?» «Император», — пояснил Захариэль, ощущая трепет предчувствия. Они говорят, что император создал Астартес, что он способен читать чужие мысли и творить чудеса. Говорят, что это величайший из всех когда-либо живших людей. Еще рассказывают, что ему несколько тысяч лет, и он бессмертен. Как же должен выглядеть такой человек? Этим утром посланники империума объявили, что император намерен лично посетить Калибан. Они сказали, что он находится где-то неподалеку, приблизительно в трех неделях пути. После согласования с высшим руководством ордена, к моменту прибытия императора, было решено построить посадочную площадку в лесах у стен Алдаруха. После чего пошли в ход привезенные имперцами машины, и на месте древних лесов образовалась все увеличивающаяся площадка, где император должен будет впервые ступить на землю Калибана. Ни один Захариэль с нетерпением ожидал появления императора. Этот визит был одной из самых популярных тем в разговорах среди рыцарей с первого же момента, когда на Калибан прибыли гиганты. Немногие верили тому, что о нем рассказывали посланники. Если в словах гиганта была хоть доля правды, император должен был представлять собой воплощение абсолютного совершенства человеческой расы. — Я думаю, он не меньше десяти метров ростом, — с нескрываемым сарказмом заявил Намиэль. — А может и двадцати, если верить тому, что о нем рассказывают. И он должен дышать пламенем и выпускать из глаз смертоносные лучи, словно существа из старинных сказок. А может быть, у него две головы, одна человеческая, а вторая козлиная. Откуда мне знать, как он выглядит? Я в таком же неведении, как и ты. — Осторожнее, — предостерег его Захариэль. — Тиранским гигантам может не понравиться, что ты так отзываешься об их повелителе. Еще решат, что ты хочешь их оскорбить. Как и большинство жителей Калибана, Захариэль был поражен тем, что имперцы не только имели в своем распоряжении такую замечательную технику, но и воспринимали ее как должное. Даже многие вещи, имеющиеся на Калибане и похожие на предметы гостей Стерры, свидетельствовали о широкой пропасти, разделяющей два общества. Доспехи и оружие рыцарей Калибана были выполнены в том же стиле, что и снаряжение Астартес, но цепные мечи и силовые доспехи тиранцев были оснащены гораздо лучше и обладали большей эффективностью, чем любые их разновидности, используемые здесь. Особенно много различий Захариэль обнаружил при изучении брони воинов Стерры. Кроме того, что они отличались размерами, силовые доспехи Астартес во всех отношениях оказались гораздо совершеннее. Броня Захариэля защищала его от ударов и повреждений, наносимых когтями хищников или мечами. Он даже мог закрыть шлем и фильтровать дым или вредный для дыхания запах, вроде ядовитых миазмов сладкого корня, растущего на Калибане. Однако доспехи Астартес обеспечивали гораздо более высокий уровень защиты. Они позволяли своим владельцам видеть в полной темноте, выдерживать воздействие экстремально низких или высоких температур, непереносимых при других условиях. В них имелся автономный источник воздуха. Благодаря такой технологии Астартес могли выживать и сражаться в любой среде, независимо от ее враждебности человеческому организму. Подобные достижения, казалось, были обычным делом для тиранцев, но для жителей Калибана все это было подобно настоящему чуду. Еще более удивительными оказались достижения имперской медицины. Через несколько дней после прибытия тиранцев с одним из претендентов во время тренировки произошел несчастный случай. Мальчик по имени Маниэль практиковался в прохождении спирали с боевым мечом, но поскользнулся и, падая, нечаянно рассек себе колено. Апотекарии ордена сумели остановить кровь и спасли жизнь Маниэля, но ничего не могли сделать для сохранения его ноги. Чтобы предотвратить развитие гангрены, поврежденную конечность пришлось ампутировать. Никто не сомневался, что после ампутации ни один человек не сможет стать рыцарем. Маниэля следовало отослать в его родное селение и оставить на попечение семьи. Но в данном случае вмешались тиранцы, и история обрела более счастливый конец. Прослышав у несчастья, случившимся с мальчиком, апотекарии Терры сами взялись за лечение, которое в данном случае, безусловно, включало в себя эзотерические методы. К всеобщему изумлению, на месте оставшейся после операции культи, выросла новая здоровая нога. Разумеется, имперцы называли Калибан совсем по-другому. Они не могли знать, как люди назовут обретенный мир. Не могли они знать и о состоянии здешнего общества. Тиранцы сразу же познакомились с рыцарскими орденами, и к удивлению и радости представителей обеих культур, выяснилось, что иерархическое строение рыцарских сообществ во многом совпадает с порядками, существующими в легионах Астартес. Да, это было странное и очень интересное время. Претенденты и рыцари ордена под наблюдением Астартес проводили усиленные занятия, и тренировочные залы Алдоруха с утра до вечера звенели от ударов мечей. Гиганты в черных доспехах каждый день расхаживали по учебным площадкам и разговаривали с мастерами ордена, чтобы оценить уровень воинской подготовки и характер каждого члена рыцарского сообщества. Захариэль сегодня уже провел три сражения, и его кожа покрылась испариной, а мускулы горели от усталости. Они вместе с Немиэлем уже прошли через все испытания, предложенные Астартес, и, казалось, вымотались до предела своих возможностей. «А я-то считал, что мастера ордена нас сильно гоняют», — вздохнул Немиэль. Захариэль слабо кивнул. «Если для того, чтобы стать Астартес, требуются такие усилия, я не думаю, что готов к этому». «В самом деле?» — спросил Немиэль, выпрямляясь и с усмешкой потягиваясь. «А мне кажется, я готов пробежать еще несколько кругов. Присоединишься ко мне?» «Отлично», — согласился Захариэль и поднялся на ноги. Несмотря на то, что тренировочный зал был заполнен почти до предела, Захариэль не мог не заметить, что в испытаниях Астартес принимают участие только претенденты и самые молодые из рыцарей. Они с Немиэлем были здесь практически самыми старшими, и Захариэль задумался о цели проводимых занятий. День за днем число участвующих в испытаниях мальчиков постепенно сокращалось, и лишь самым сильным и упорным было предложено пройти следующую стадию проверки. Конечная цель испытаний держалась в секрете, но многие верили, что они соревнуются за место в рядах Астартес. Захариэль напряг связки и мышцы голеней и бедер, потом расслабился, стряхивая напряжение, вызванное утренней тренировкой. «Готов?» — с напускной небрежностью спросил он у Немиэля. Его брат не собирался уступать. Он кивнул и отбросил с олба влажную прядь. «Побежали!» — позвал Немиэль, набирая удобную скорость. «Десять кругов!» Захариэль последовал за ним, быстро догнал брата и принял предложенный темп. Ноги у него уже очень устали, но соперничество с Немиэлем длилось всю его сознательную жизнь, и никакое истощение сил не могло помешать ему воспользоваться шансом посоревноваться с братом. Первые круги по тренировочному залу были пройдены относительно легко, но к четвертому кругу оба юноши вымотались, их дыхание стало прерывистым. В центре зала, под внимательным взглядом Астартес, начинались новые поединки, и Захариэль заметил, что на их гонку уже обратил внимание один из гигантов, доспехи которого отличались более замысловатыми украшениями, чем у собратьев. «Еще не устал?» — выдохнул Захариэль. «Ничуть!» — с присвистом ответил Немиэль, начиная пятый круг. Захариэль старался контролировать дыхание и не обращать внимания на возрастающую боль в груди. Вместо этого он сконцентрировался на скорости бега. Мысль о проигрыше он отбросил как неприемлемую. Он не будет вторым после Немиэля и не станет первым, кто сломается, поддавшись боли. В изречениях говорилось, что боль — это иллюзия чувств, тогда как отчаяние — иллюзия мысли. Оба этих препятствия можно преодолеть, и как только Захариэль обратился к резервам своих сил, он ощутил странную легкость во всем теле, словно мышцы пополнились энергией из загадочного источника, о существовании которого он и не подозревал. К седьмому кругу Захариэль стал обходить Немиэля. Вновь обретенная энергия позволила ему сделать рывок, нарушивший их взаимоположение. Он услышал за спиной хриплое дыхание брата, и это еще больше увеличило его силы. Разрыв между ними становился все ощутимее, и на восьмом и девятом кругах Захариэль твердо надеялся на победу. Второе дыхание не только наполнило его мышцы энергией, но и, казалось, ослабило волю Немиэля. Начиная последний круг, он увидел перед собой спину Немиэля и понял, что, обогнав брата, нанесет немалый урон его гордости. Он снова постарался вызвать скрытые в самой глубине резервы и до предела сократил разрыв. Немиэль бросил отчаянный взгляд через плечо, и Захариэль чуть не рассмеялся, увидев в его глазах неподдельное страдание. Немиэль проигрывал, и эта мысль лишала его последних сил. Захариэль обошел брата и пересек финишную черту метрах в десяти от него. Закончив состязание, он упал на колени, рывком набрал полные легкие спертого воздуха и изо всех сил забарабанил кулаками по горящим от напряжения бедрам. Немиэль, едва держась на ногах, прошел финиш, и Захариэль крикнул ему, «Дистанция пройдена, брат! Отдохни!» Немиэль качнул головой и продолжал бежать. С одной стороны, Захариэль осуждал дурацкую гордость брата, но с другой восхищался его решимостью закончить то, что начал. Хоть у него и не осталось ни капли сил, Захариэль заставил себя подняться и сделать несколько упражнений. Без этого мышцы обязательно сведет судорогой, а кто знает, какое еще испытание уготовили им Астартес. Он закончил первую серию упражнений, когда Немиэль, задыхаясь, пересек линию финиша и рухнул на пол, обливаясь потом и хватая ртом воздух. «Ты не слишком торопился!» — заметил Захариэль с неожиданным для себя раздражением. Немиэль тряхнул головой, не в силах ответить. Захариэль протянул ему руку, чтобы помочь подняться. «Давай, надо расслабить мышцы!» Тот отмахнулся, все еще жадно хватая воздух и даже не открывая зажмуренных глаз. Захариэль опустился возле брата на колени и начал массировать ему ноги, разминая напряженные мышцы жестокими щепками. «Больно!» — воскликнул Немиэль. «Будет еще больнее, если этого не сделать!» — возразил Захариэль. Немиэль закусил губу, дыхание постепенно приходило в норму, а его брат продолжал свои манипуляции, давая возможность мышцам оправиться после непосильного напряжения гонки. Наконец Немиэль смог сесть. Тогда Захариэль занялся его плечами. Видя выражение раненой гордости на лице брата и не желая унизить того еще сильнее, он помалкивал. Однако Немиэль был уже достаточно взрослым, чтобы перенести удар по самолюбию далеко не первые за годы их соперничества. Услышав за спиной тяжелые шаги, Захариэль обернулся и увидел, что возле них остановился Астартес в затейливо украшенных доспехах. «Ты быстро бегаешь, парень», — произнес воин. «Как тебя зовут?» «Захариэль, мой лорд». «Встань, когда говоришь со мной», — приказал тот. Захариэль поднялся и посмотрел в лицо воина. Оно было обветренным и казалось старым, но глаза все еще свидетельствовали о молодости. На доспехах воина было множество символов, значения которых Захариэль не понимал, а в руке он держал золотой жезл, увенчанный каким-то устройством, внешне напоминавшим рогатый череп. «Как ты смог выиграть соревнования?» «Я... я просто бежал быстрее», — сказал Захариэль. «Верно», — кивнул воин. «Но откуда ты черпал силы?» «Не знаю. Наверное, я привлек все свои резервы». «Возможно», — согласился Астартес. «Хотя, как мне кажется, ты и сам не понимаешь, какие именно силы привлек». «Пойдем со мной, Захариэль. Я хочу задать тебе несколько вопросов». Захариэль оглянулся на Намиэля, но тот равнодушно пожал плечами. «Поспеши, парень», — бросил воин. «Или ваши мастера не учат вас послушанию?» «Прости, мой лорд, а куда мы пойдем?» «И прекрати называть меня мой лорд, это меня раздражает». «Тогда как же я должен вас называть?» — спросил Захариэль. «Зови меня, брат библиарий Исрафаэль». «Так куда мы пойдем, брат библиарий Исрафаэль?» «Куда-нибудь», — сказал Исрафаэль. «И там я буду задавать вопросы». «Куда-нибудь оказалось кельей для медитации, куда мастера ордена отсылали провинившихся претендентов, чтобы они поразмыслили над своими поступками. Каждая из таких кельей была предназначена для созерцания и размышления, в каждой имелось одно окошко, выходящее на леса Калибана, и, глядя в него, мальчики обдумывали свое поведение. «Я что-то сделал не так?» — спросил Захариэль, входя в келью вслед за Исрафаэлем. «Почему ты так думаешь? Ты что-то натворил?» «Нет», — ответил Захариэль. «То есть, я так полагаю». Исрафаэль жестом приказал Захариэлю сесть на стоящий в центре комнаты табурет, а сам встал у окна, загородив своей массивной фигурой скудный просвет. «Скажи мне, Захариэль», — заговорил Астартес, — «в твоей короткой жизни были ли какие-нибудь странные явления?» «Странные явления?» — переспросил Захариэль. «Я не понимаю». «Позволь, я приведу тебе некоторые примеры», — сказал Исрафаэль. «Например, вещи, к которым ты не прикасался, начинали двигаться, или ты видел сны, которые впоследствии становились реальностью, или происходило нечто удивительное, чего ты не мог объяснить». Захариэль мысленно обратился к схватке с чудовищем из Андриаго и своей клятве никому не рассказывать о странной победе. Когда-то жители Калибана сжигали людей, обладавших подобными способностями, и он мог только представить, как строго может отнестись к этому Астартес. «Нет, брат Исрафаэль», — сказал он. «Ничего подобного не было». Исрафаэль рассмеялся. «Ты лжешь, парень. Для меня это так же ясно, как день, и даже не требуется прибегать к варп-видению. Я спрашиваю снова, было ли в твоей жизни что-нибудь странное. Прежде чем ответить, вспомни, что я узнаю о твоей лжи, и если ты не будешь отвечать правдиво, ты будешь лишен шанса продолжить развитие и пройти дальнейшее испытание». Захариэль взглянул в глаза Исрафаэля и понял, что Астартес говорит совершенно серьезно. Библиарий мог одним словом исключить Захариэля из числа участников испытаний, а тот был намерен победить и доказать, что достоин большего. «Да», — сказал он, — «было». «Хорошо», — кивнул Исрафаэль. «Я сразу заподозрил в тебе силу. Продолжай. Что это было?» «Это случилось, когда я бился с великим зверем из Эндриаго. Все произошло само собой. Клянусь, я даже не знаю, что это такое». Единым духом выпалил Захариэль. Исрафаэль поднял руку. «Успокойся, парень. Просто расскажи мне, что произошло». «Я... я и сам не знаю», — сказал Захариэль. «Зверь меня почти одолел и собирался прикончить, и тогда я что-то почувствовал. Я не понимаю, как будто моя ненависть поднялась в груди». «И что было дальше?» «Время словно остановилось, и я смог увидеть то, чего не видел раньше». «Что, например?» «Я видел внутренности зверя», — рассказал Захариэль. «Я смог увидеть его сердце и скелет, и смог проникнуть в его тело, как будто передо мной был призрак». «Взгляд ужаса», — констатировал Исрафаэль. «Это большая редкость». «Ты слыхал о таком? Что это было?» «Это форма предвидения», — ответил Исрафаэль. «При помощи своих сил Псайкер заглядывает за пределы физического мира, и часть его плоти перемещается в варп. «Это колоссальная сила, но очень опасная. Тебе повезло, что ты остался жив». «Это сила зла?» — спросил Захариэль. «Зла? Почему ты об этом спрашиваешь?» «За обладание такими способностями людей на колебания когда-то сжигали на кострах». Исрафаэль, понимающий, усмехнулся. «То же самое было и на Терре, только очень давно. Всех, кто чем-нибудь отличался от обычных людей, боялись и преследовали, хотя никто даже не понимал, чего именно они боятся. А что касается твоих сомнений, нет, парень, твоя сила не более злобная, чем обычный меч. Это просто инструмент, который можно использовать и во имя зла, и во имя добра. Все зависит от того, кто ею пользуется и с какими намерениями». «Меня из-за этого исключат из соревнования?» «Нет, Захариэль», — ответил Исрафаэль. «Более того, это дает тебе дополнительный шанс быть избранным». «Избранным?» — воскликнул Захариэль. «Означает ли это, что в процессе испытаний вы выбираете тех, кто сможет стать Астартес?» «Частично», — признал Исрафаэль. «Но еще мы хотим убедиться, что человеческая раса Калибана за период изоляции осталась достаточно чистой, чтобы наш легион и в последующие годы мог набирать здесь рекрутов». «А это так?» — спросил Захариэль, не совсем понимая смысл слов Исрафаэля, но желая узнать как можно больше о легионе и обычаях Астартес. «Пока да», — ответил Исрафаэль. «И это хорошо, потому что примарху было бы нелегко отречься от своего мира». «Примарху?» — переспросил Захариэль. «Кто такой примарх?» Исрафаэль снисходительно улыбнулся. «Конечно, ведь это слово тебе ни о чем не говорит, не так ли? Ваш лорд Джонсон и есть примарх, один из супервоинов, созданных императором в качестве образцовой модели для Астартес. Воины первого легиона были сотворены из его генетической структуры, так что мы в некотором роде приходимся ему сыновьями. «Я понимаю, все это для тебя полная бессмыслица, но со временем ты все поймешь». «Ты хочешь сказать, что есть еще люди, подобные льву?» — спросил Захариэль, не в силах поверить в существование таких же совершенных существ, как Леон Эль Джонсон. «Есть», — подтвердил Исрафаэль, — «их всего девятнадцать». «А где же они?» «Ах», — вздохнул Исрафаэль, — «об этом рассказывают так». Исрафаэль поведал Захариэлю самую удивительную историю из всех когда-либо слышанных юношей. Это было повествование о раздираемом воинами мире и удивительном человеке, который сумел объединить этот мир под своим знаменем, украшенным орлом и молнией. Исрафаэль говорил о событиях, происходивших тысячи лет назад, когда человечество покинуло свою колыбель и распространилось до самых дальних уголков галактики. Тогда наступил блистательный рассвет эпохи исследований и развития, и тысячи тысяч миров покорились людям. Но все это закончилось внезапно и убийственно, временами войны, крови и ужаса. «Некоторые именуют тот период эпохой раздора», — сказал Астартес, «но я предпочитаю термин «древняя ночь». Это более поэтичное название». Что вызвало столь стремительные и кардинальные изменения, Исрафаэль не уточнил, но рассказал о разбитой империи, об осколках цивилизации, из последних сил, цепляющихся за жизнь, о форпостах человечества, рассеянных по всей галактике, словно забытые острова в темном и враждебном океане. Калибан, по его словам, и был одним из таких форпостов, миром, колонизированным во времена Золотого века и оторванным от древа человечества древней ночью. Долгие тысячи лет раса людей находилась на грани исчезновения. Некоторые миры постигло самоуничтожение в результате жестокого варварства его обитателей, другие пали жертвами мириадов враждебных форм жизни, населявших Вселенную наряду с человечеством. Но были и те, которые процветали и становились независимыми источниками прогресса и света, маяками во тьме для будущих поколений людей, способных их отыскать. Но затем мрак древней ночи стал рассеиваться, и император начал строить планы сплетения разрозненных нитей человечества обратно в единый гобелен империума. Исрафаэль ничего не говорил о происхождении императора, но сказал, что он был рожден давным-давно, еще когда Терру раздирали жестокие воины, и жил среди людей дольше, чем любой другой человек. На разоренной поверхности Терры император одержал несметное число побед и, наконец, смог объединить этот мир, прибегнув к помощи первых генетически улучшенных супервоинов. Безусловно, эти существа были грубыми созданиями, но они являлись прототипами Астартес. После овладения Террой император задумал сотворить более совершенных солдат. И все эти события неизбежно вели к созданию примархов. Примархами, как объяснил Исрафаэль, должны были стать 20 легендарных воинов. Эти герои и лидеры станут генералами многочисленных армий императора и воплотят его грандиозные планы покорения галактики. Каждый примарх должен быть могущественным существом, наделенным частицей гениальности императора, обаянием и силой его личности. Каждый примарх станет ожившим божеством на полях сражений, будет вдохновлять людей своим непревзойденным героизмом и поведет их от звезды к звезде, навстречу конечной цели. Захариэль, услышав эту часть истории, тотчас уверился, что Леон Эль Джонсон и есть такое существо. Исрафаэль продолжал рассказ о том, как все кузницы Терры работали на полную мощность, заготавливая оружие, военные машины и прочие предметы для снабжения императорских армий. Но его тон стал более мрачным. В тот момент примархи еще только подрастали глубоко под землей в секретных лабораториях императора. Но еще до начала Великого Крестового Похода, как многие окрестили это грандиозное мероприятие, разразилось величайшее несчастье. Захариэль ощутил необъяснимый гнев, услышав о гнусных происках, в результате которых младенцы примархи были украдены с Терры и разбросаны по звездам. Кое-кто считал, что эта катастрофа положит конец великим замыслам императора, но он продолжал работать, невзирая на все беды, способные сломить любого другого человека. И Великий Крестовый Поход начался. В первую очередь, в ходе бурной кампании, был восстановлен порядок на ближайших планетах, и тогда Астартес пришлось пролить кровь в своих родных мирах. Затем был заключен союз со жрецами Марса, и закончив умиротворение Солнечной системы, император обратил свой взгляд на бескрайнюю бездну галактики. Когда затихли последние отголоски бурь, так долго державших армии в бездействии, он направил звездные корабли в открытый космос, и там положил начало величайшему предприятию в истории человечества – завоеванию галактики. Захариэль с трепетом ждал рассказов о сражениях и битвах, и сердце от волнения едва не выпрыгнуло из его груди, когда Исрафаэль поведал о воссоединении императора с первым из примархов. Этот примарх был известен как Хорус, он вырос и возмужал на унылой, засыпанной пеплом планете, называемой Хтонией, и с радостью возглавил легион, созданный на основе его генетической структуры. Войны Хоруса носили название лунных волков, они много лет сражались бок о бок с императором, покоряли одну планету за другой, и великий крестовый поход уходил все дальше от Терры. В повествовании Исрафаэля настал черед Калибана. Мы должны были высадить на Калибан разведывательный десант, как вдруг получили от императора приказ направить сюда все силы легиона и сообщение, что сам он последует за нами, как только представится возможность. «А почему?» – спросил Захариэль. «Это из-за льва?» «Похоже, что так», – ответил Исрафаэль. «Вот только как император узнал, что он находится именно здесь, остается для меня загадкой». «А когда он прибудет», – выдохнул Захариэль, не в силах сдержать нетерпение перед встречей со столь могущественным человеком. «Император скоро высадится на Калибане». «Уже скоро», – заверил Исрафаэль. Глава пятнадцатая Последующие дни были самыми беспокойными за всю историю Калибана. За необычайно короткий период поверхность и население претерпели множество изменений. Следом за Астартес на планету высадились сотни мужчин и женщин, уроженцев Терры и других миров с экзотично звучавшими названиями. Большинство из них не являлись военными, это были гражданские, чиновники, администраторы, клерки, протоколисты и летописцы. Все они совершенно беспрепятственно рассредоточились по поверхности планеты, рассказывая о славе Терры и благородстве великих стремлений императора. Теперь у очагов недавно образованных поселений звучали различные версии той же истории, что брат библиарии Исрафаэль рассказывал Захариэлю. Повествования о славе Империума и Императора стали самой распространенной темой наколебания, вытеснив все без исключения старинные мифы и легенды. Появились на планете и другие пришельцы, укутанные в плащи с капюшонами существа, состоящие из металла и плоти, которых называли механикумами. Эти загадочные создания были хранителями технологий Империума и часто летали над поверхностью планеты на ревущих крылатых машинах. Кроме истории развития человечества за те несколько тысяч лет, что длилась их изоляция от Терры, местные жители узнали много нового. Пришельцы охотно делились техническими научными достижениями, отсутствующими на колебании, и люди с восторгом перенимали новинки, доселе неведомые в их мрачном и опасном мире. После освобождения от тирании великих зверей, жители Калибана получили возможность свободно заняться усовершенствованием своего мира. При помощи новых технологий Империума они расчищали огромное пространство под сельскохозяйственные культуры, разрабатывали месторождения полезных ископаемых для производства прочных металлов и строили более эффективные заводы, поднимаясь из темных веков своего существования к светлой эпохе Просвещения. Кроме гражданских лиц, на Калибане появилось много представителей воинского персонала, и вот здесь начались первые трения. Основная часть жителей Калибана приветствовала Астартес, в лице которых видела наивысшее воплощение рыцарских орденов испокон века правивших планетой, а сами рыцари отождествляли их с героями древних легенд. Но как не радовались рыцари Калибана совпадением принципов организации легионов и орденов, вскоре выяснилось, что различий между ними больше, чем сходство. Если рыцарские ордены получали удовольствие от разногласий и часто прибегали к вооруженным столкновениям, вместо того, чтобы разрешать споры мирным путем, то Астартес объединяла общая цель и общая воля. Подобную разобщенность нельзя было терпеть, и по договору между Львом и Астартес отдельные рыцарские братства были распущены и отданы под командование Первого Легиона. Столь решительный шаг, безусловно, не был осуществлен за один день, и преобразование не могло не вызвать недовольства, но после обращения Льва в пользу объединения рыцарей, когда он пообещал воинам новую славу на службе императору, недовольные голоса умолкли, хотя и не все. Еще больше трудностей возникло после появления на колебане представителей других подразделений, солдат имперской армии. Проводимые Астартес испытания уже определили наиболее вероятных кандидатов на пополнение рядов Легиона, но значительное большинство жителей планеты было призвано служить императору в армии. До возникновения ордена, привилегией заниматься военным делом пользовались только представители знати, а имперские вербовщики проникли во все слои населения колебана, и каждому предлагали воспользоваться шансом сражаться во славу императора в тысячах разных миров. Они обещали возможность путешествовать, посетить далекие загадочные планеты и стать частью истории. Десятки тысяч жителей колебана стекались на приемные пункты имперской армии, и рыцари недовольно ворчали, что после того, как крестьянам будет позволено принимать участие в боях, пропадет все благородство воинского занятия. Война – занятие для аристократов, а если позволить участвовать в ней людям низкого происхождения, она превратится в ужасную массовую резню. Как только армейские экзакторы набрали достаточное количество рекрутов, по всему колебану были организованы тысячи лагерей, где мастера-муштровки и сержанты начали обучать взрослых жителей колебана имперским способом ведения войны. В течение невероятно короткого времени поверхность планеты из царства непроходимых лесов и замков превратилась в мир, подчиненный нуждам военной промышленности, звенящий от грохота заводских кувалд и топотонок. Население активно готовилось к войне. Это было время великих чудес и надежд, время перемен, но никакие перемены не проходят безболезненно. Захариэль и Немиэль неспеша обходили крепость Алдорух по наружной стене. Они широко шагали и держали спины идеально ровно. Оба, казалось, стали немного выше и держались с большей гордостью, чем накануне. Доспехи юношей сверкали свежей полировкой, и черные пластины брони слепили глаза отраженным светом, а оружие было так тщательно вычищено, словно от этого зависела их жизнь. Не были забыты ни кожаные сапоги, ни белоснежные стихари, наброшенные поверх доспехов, и оба рыцаря, прогуливающиеся по стене, представляли собой внушительное зрелище. «Интересные времена на стеле ты не находишь?» спросил Намиэль, поглядывая вниз, на группу новобранцев, марширующих по обширному плацу, построенному механикумами к прибытию императора. Десятки других таких же отрядов под лучами полуденного солнца занимались строевой подготовкой, отрабатывали приемы боя, а несколько групп проводили занятия внутри крепости, что еще месяц назад даже невозможно было себе представить. Захариэль кивнул, затем спросил, «Разве не ты говорил, что эти дни были сплошным мучением?» «Ну, говорил, а как еще можно было назвать те дни?» «Удивительными», ответил Захариэль, «волнующими, захватывающими». «Что ж, я не стану этого отрицать, брат», согласился Намиэль, «но разве тебя немного не тревожит, как быстро все меняется?» «Нет», — сказал Захариэль и указал на просторную площадку, расчищенную от леса. «Ты только посмотри, что с нами происходит. Мы воссоединились с Террой, о чем мечтали. Не могу сказать, как давно, но с тех самых пор, как появились первые легенды, все, чего мы так сильно желали, воплотилось в жизнь, а ты все еще сомневаешься?» «Нет, не то чтобы сомневаюсь», — взмахнул руками Намиэль в примирительном жесте. «Просто... не знаю. Призываю к осторожности. Это ведь разумно, не более того». «Думаю, да». Не стал спорить Захариэль, скрестил руки на груди и наклонился над парапетом. На горизонте высоко к небу поднимались столбы дыма, и он знал, что там расчищаются громадные пространства для строительства гигантского производственного комплекса и рабочих поселений. Несколько дней назад он съездил верхом к одному из таких сооружений и был поражен размахом работ, производимых механикумами. Склоны гор разорвали глубокие шрамы траншей и тысячи акров леса бесследно исчезли, уступив место перерабатывающему комбинату. Нравится им это или нет, но колебан уже никогда не будет прежним. «Да», — наконец заговорил Захариэль. «Я согласен, все происходит очень быстро, но это ради нашего же блага. Став частью Империума, мы должны посильно участвовать в Великом Крестовом Походе». «Конечно, должны», — согласился Немиэль, подходя ближе. «Но мне стыдно, что все происходит именно так». С этими словами он показал на приземистые сооружения, разбросанные вокруг крепости. Казармы, оружейные склады, столовые и ангары для военных машин. Там же стояли уродливые коробки на гусеницах, которые имперцы называли химерами. Эти шумные и неудобные для езды машины мгновенно превращали землю в грязное месиво. В них не чувствовалось никакого благородства, и даже само название после долгих лет страхов перед подобными существами, обитавшими в темных лесах Калибана, вызывало у него смутное беспокойство. Не станешь же ты утверждать, что счастлив делить Алдорух с этими старыми крестьянами. Новый лорд-символ от одной этой мысли готов взорваться. Не стану возражать, это кажется мне немного странным, но я искренне верю, что все идет к лучшему. Ладно, разве ты не рад, что нас выбрали для финальных испытаний Астартес? Немиэль сверкнул улыбкой, и к нему сразу вернулось все его высокомерие. Конечно, рад, а разве я тебе не говорил, что так и будет? Говорил, братец, усмехнулся Захариэль, и ты снова оказался прав. Это уже входит в привычку, не удержался от колкости Немиэль. Не слишком на нее надейся, предупредил его Захариэль. У меня такое чувство, что чем больше мы узнаем об Астартес, тем чаще можем ошибиться. Как это? Не далее, как вчера, я сказал и с Рафаэлю, что император подобен Богу, и его чуть не хватил удар. В самом деле? Захариэль серьезно кивнул. Да, он взял меня за плечи и приказал никогда больше так не говорить. Объяснил, что их миссия частично состоит и в том, чтобы положить конец глупым суевериям и сказкам о богах, демонах и тому подобному. Они не верят во все это? Нет, решительно ответил Захариэль. Не верят сами, и не хотят, чтобы верили остальные. Это звучит как-то ограниченно. И мне так кажется, признал Захариэль. Но вдруг они правы? Намиэль повернулся к брату. Может, правы, а может и нет, но я считаю, что каждый должен относиться к неведомому без предубеждения. С каких это пор ты стал таким разумным? Улыбнулся Захариэль. Обычно ты без оглядки прыгаешь первым. Намиэль рассмеялся. Да, верно, но, видимо, с возрастом я становлюсь мудрее. Тебе всего пятнадцать, как и мне. Тогда я, вероятно, более внимательно прислушиваюсь. К чему ты прислушиваешься? Прищурился Захариэль. К разговорам членов Ордена, пояснил Намиэль. К словам старших рыцарей. «И что же говорят старшие рыцари?» спросил Захариэль. «Тебе лучше послушать самому», ответил Намиэль, и его серьезный взгляд удивил Захариэля, не раз упрекавшего брата за излишнее легкомыслие. «Что ты хочешь этим сказать? Сегодня ночью будет собрание, и мне кажется, стоило бы на нем присутствовать. А где оно состоится? Подходи к монастырским вратам круглого зала после вечернего колокола, и я тебе покажу». «Звучит загадочно», заметил Захариэль, «и предвещает неприятности. Пообещай, что придешь». Захариэль задумался, прежде чем ответить, но честное выражение глаз брата помогло ему принять решение. «Хорошо», сказал юный рыцарь. «Я приду». «Отлично», обрадовался Намиэль. «Ты не пожалеешь». Как только отзвенело эхо последнего удара колокола, Захариэль остановился у монастырских врат. Лампы уже потушили, и синишали, подметавшие коридоры, разошлись. По какой-то неведомой причине, Захариэль предпочитал, чтобы его никто не видел, хотя о том, что его вылазка должна сохраниться втайне, не было сказано ни слова. Юноша не мог отрицать, что в душе сам испытывает желание принять участие в загадочной встрече, и мятежный дух не был чушь его сердцу. Монастырские врата казались закрытыми, и Захариэль, оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, пересек проход и прикоснулся к теплому дереву створок. Он повернул ручку и ничуть не удивился, обнаружив, что замок не заперт. Надавив плечом, он приоткрыл одну створку. Петли скрипнули, и Захариэль недовольно поморщился, а потом проскользнул внутрь и быстро закрыл за собой дверь. Прижавшись к стене, он повернулся к центру зала. Круглый зал был освещен всего несколькими свечами, горевшими в железных канделябрах вокруг центрального возвышения. Витражные стекла таинственно поблескивали в сумрачном свете. Казалось, что глаза изображенных на них героев обращены прямо на него и обвиняют в посягательстве на их покой. Захариэль молча попросил у них прощения и осмотрелся в поисках Намиэля. Большая часть помещения была погружена во тьму, и слабые лучи свечей не дотягивались дальше первых рядов каменных скамей. «Намиэль!» прошептал юный рыцарь и испуганно замер, когда его голос, усиленный акустикой зала, докатился до самых дальних уголков. Он снова окликнул брата, но темнота опять ответила молчанием. Захариэль тряхнул головой, ругая себя за согласие принять участие в этой дурацкой затее. Какую бы игру ни задумал Намиэль, пусть теперь обходится без него. Захариэль отвернулся от каменных скамей и замер, обнаружив на центральном возвышении Намиэля. «А, вот это!» с усмешкой произнес тот. Намиэль не откинул капюшона, и его лицо скрывалось в тени. И если бы не голос и знакомый силуэт, было бы невозможно определить, кто именно находится на помосте. В руке он держал фонарь с наполовину закрытой створкой, который отбрасывал на пол зала круг теплого света. Захариэль, при виде такой театральности со стороны брата, недовольно поморщился, но не стал показывать своего неудовольствия. «Ну ладно, я пришел», — сказал он. «И что ты хочешь мне показать?» Намиэль жестом пригласил его на возвышение в центре круглого зала, и Захариэль прикусил нижнюю губу. Подъем по ступеням означал бы, что он соглашается принять участие в задуманном мероприятии, и Захариэль понимал, что после этого пути к отступлению не останется. «Ну же, пошли», — поторопил его Намиэль. «Нельзя заставлять собрание ждать». Захариэль кивнул и стал подниматься по истертым ступеням туда, куда разрешалось входить только мастерам ордена. Во время подъема он с удивлением ощутил легкое головокружение, но вскоре вступил на гладкий мрамор возвышения. Оказавшись на одном уровне с братом, Захариэль понял, почему не увидел его сразу, как только вошел в круглый зал. Намиэль стоял рядом с верхней ступенькой каменной лесенки, уходящей вниз по спирали через центр круглого зала. Ясно, что его брат поднялся по ней из какого-то помещения, находящегося гораздо ниже, хотя Захариэль и не имел представления ни о существовании лестницы, ни о расположенных внизу потайных комнатах. «Набрось на голову капюшон», сказал Намиэль. Захариэль выполнил его просьбу. «А куда мы идем?» спросил он. «Под круглый зал», ответил Намиэль. «Во внутренний круг». На винтовой лестнице было совсем темно, если не считать дрожащего огонька фонаря в руке Намиэля. Захариэль шел позади брата и с каждым шагом его беспокойство становилось все сильнее. «Скажи мне, куда мы идем?» снова попросил он. «Ты скоро сам все увидишь», не оборачиваясь, отвечал Намиэль. «Мы уже почти на месте». «А что это?» «Терпение, братец», сказал Намиэль, и Захариэль молча проклял его уклончивые ответы. Но он понял, что больше ничего не добьется, а потому сдержал нетерпение и продолжал спуск. К тому времени, когда они достигли дна, Захариэль насчитал более тысячи ступеней. Винтовая лестница закончилась в зале с низким полукруглым потолком и кирпичными стенами, лишенными каких-либо украшений. Как и зал наверху, это помещение имело круглую форму, и лестница пересекала его от потолка до пола. С четырех сторон со свода свисали четыре масляных лампы, а под каждой лампой стоял человек в белом стихаре с капюшоном. Все четверо стояли совершенно неподвижно, лица скрывали капюшоны, у всех руки были сложены на груди. Захариэль не мог не заметить, что у каждого имелся церемониальный кинжал, похожий на тот, что использовался на первой процедуре вступления в орден. На белых стихарях людей отсутствовали какие-либо знаки различия, и Захариэль перевел взгляд на Намиэля, ожидая разъяснений. «Это твой брат?» спросил один из присутствующих. «Да, это он», подтвердил Намиэль. «Я поговорил с ним и уверен, что он разделяет наши сомнения». «Хорошо», сказал второй. «Если нет, можно ожидать неприятных последствий». Захариэль ощутил, как в нем разгорается гнев. «Я пришел сюда не за тем, чтобы мне угрожали», произнес он. «Я говорил не о последствиях для тебя, юноша», пояснил тот, кто говорил вторым. Захариэль пожал плечами. «Зачем меня позвали? Что здесь происходит?» «Это собрание внутреннего круга», сказал первый. «Мы намерены обсудить будущее нашего мира. Намиэль сказал, что ты пользуешься особым расположением льва, и если это так, ты сможешь стать нашим ценным союзником». «Особое расположение?» переспросил Захариэль. «Мы с ним несколько раз разговаривали, но не стали близкими друзьями, как они с Рютером». «Но вы оба сопровождали его в день прибытия ангелов», произнес третий участник собрания. «И вы будете с ним рядом в качестве почетного караула, когда прибудет император». «Что?» воскликнул Захариэль. «Это заявление стало для него новостью». «Об этом будет объявлено завтра», сказал первый участник. «Теперь ты понимаешь, почему брат пригласил тебя сюда». «Не совсем», признался Захариэль. «Но если вы расскажете, я внимательно выслушаю». «Просто выслушать недостаточно. Прежде чем двинуться дальше, мы должны удостовериться, что все согласны с выбранным курсом. Подтвердив свое единомыслие, мы будем не вправе отступиться от своей цели». «Вот какой цели?» спросил Захариэль. «Не позволить империуму отнять у нас колебан!» энергично воскликнул третий из участников, и под его капюшоном Захариэль успел заметить резкие черты ястребиного лица и выступающий подбородок. «Отнять у нас колебан?» удивился он. «Я не понимаю». «Мы должны остановить их», сказал второй участник. «Если мы этого не сделаем, они нас уничтожат. Все наши мечты, наши традиции, наша культура, все будет разрушено и заменено лживыми обещаниями». «Не только мы понимаем эту необходимость», продолжил третий участник собрания. «Знаешь, я сегодня сделал выговор часовому за невнимательность на посту, а он осмелился мне перечить, никогда не сталкивался ни с чем подобным. Он сказал, что нам теперь нет необходимости охранять стены, потому что нас защитит империум». «То же самое наблюдалось и в моем ордене до того, как братство было распущено», проворчал второй. «Тогда Захариэль понял, что перед ним не только рыцари ордена, но и члены расформированных братств». «Претенденты перестали слушаться своих мастеров, только и думают, как бы пройти испытание Астартес. Похоже, весь мир сошел с ума и позабыл свое прошлое». «Но они указывают нам наших врагов», заметил первый. «Представь, что бы произошло, если бы они честно заявили о своих намерениях и с самого начала дали понять, что собираются нас покорить. Тогда весь колебан восстал бы с оружием в руках, но они действуют более осторожно. Они притворяются, что намерены нам помочь. Они называют себя нашими братьями, и мы приняли гостей с распростертыми объятиями. Это хитрая стратегия, мед, что происходит в действительности, будет слишком поздно что-либо менять. Нога захватчика прочно утвердится на нашей шее, подставленной нами с готовностью». «Верно, но не следует забывать, что их поведение свидетельствует также и об их слабости», вмешался третий участник. «Нельзя не учитывать этот фактор. Если бы они были уверены, что легко смогут завоевать наш мир, в притворстве не было бы необходимости». «Нет, наши враги не столь всемогущи, какими хотят казаться. Пропади пропадом их летающие машины и первый легион. Мы, рыцари Калибана, мы победили великих зверей и сможем выбросить вон этих проклятых захватчиков». Захариэль не верил своим ушам. «Неужели эти рыцари не слышали о великом крестовом походе? Неужели они не знают о грядущей славе и чести? Разве может кто-то не захотеть принять участие в воплощении великих замыслов?» «Это полное безумие», воскликнул Захариэль. «Как вы можете хотя бы подумать о войне против Империума? Их оружие гораздо эффективнее нашего. Стены любой крепости не устоят против него и одного дня». «Тогда мы уйдем в леса», взревел третий участник. «Оттуда можно будет наносить молниеносные удары и отступать, пока враги не успеют подготовиться к контратаке?» «Вспомните слова изречений. Воин должен тщательно выбирать поле для сражения, чтобы усилить собственные возможности и свести на нет усилия противника». «Мы все прекрасно знаем изречение», прервал его первый из заговорщиков. «Я пытаюсь заставить вас понять, что нам не под силу выиграть эту войну в одиночку. Мы должны настроить против захватчиков весь колебан. Только тогда можно надеяться на победу. Нам необходимо создать ситуацию, в которой люди увидят истинное лицо нашего врага», добавил второй. «Надо помочь народу заглянуть за поверхностные улыбки и сладкоречивые обещания, чтобы разглядеть скрывающееся за всем этим зло». «Точно так думаю и я», согласился первый. «И надо действовать быстро, пока враг еще не я уверен, пройдет некоторое время и захватчики наверняка покажут свое истинное лицо народу колебана. Но время не наш союзник, нам придется ускорить события». «Во имя Льва, что же вы предлагаете?» воскликнул Захариэль. «Я хочу сказать, что нашему делу может помочь любое проявление жестокости, но оно должно быть мощным, чтобы обратить всех здравомыслящих людей против агрессоров». «Тогда вам долго придется ждать», усмехнулся Захариэль. «Империум никогда не пойдет на такое, и этот разговор напрасная отрата вашего и моего времени». «Ты неправильно меня понял, юноша», возразил его оппонент. «Я говорю, что мы должны действовать от их лица, так, чтобы каждый мог обвинить в преступлениях пришельцев». В наступившей тишине каждый из собравшихся обдумал это заявление. «Ты предлагаешь решиться на жестокость и обвинить в этом империум?» заговорил Захариэль. «Немиэль, и ты с этим согласишься?» «А что нам остается, брат?» ответил Немиэль, но Захариэль заметил, что брат не чувствует уверенности в своих словах, и все услышанное поразило его так же сильно, как и самого Захариэля. «Империуму нельзя доверять», настаивал первый заговорщик. «Нам известно, что они хотят нас поработить, а наш мир использовать в своих целях. Это бесчестные люди, а потому нам тоже придется прибегнуть к хитрости и обратить их методы против захватчиков. Огонь должна побеждать огнем, только так мы сможем их одолеть». «Вы говорите об убийстве наших людей», возмутился Захариэль. «Нет, мы говорим об их спасении. Неужели ты думаешь, что было бы лучше ничего не предпринимать? Ведь наше бездействие обрекает наших детей и грядущее поколение на рабство. Предложенный мой вариант, безусловно, может привести к гибели сотен, а может и тысяч людей, но в перспективе мы спасем многие миллионы. И что более важно, сохраним нашу планету, наши традиции и образ жизни, завещанный нам предками». Я спрашиваю тебя, неужели это не стоит нескольких смертей. Погибшие станут считаться мучениками, принеся их в жертву, мы сохраним свободу целой планеты. «Да, это неплохой вариант», согласился второй. «Мученики погибнут ради свободы Калибана. Я знаю, наши взгляды сейчас не слишком популярны, Захариэль, но такая идея привлечет к нам людей, и когда настанет время, они все встанут против захватчиков. Насилие покажет наших врагов в самом невыгодном свете и возбудит против них народный гнев». Захариэль недоверчиво переводил взгляд с одного собеседника на другого и изумлялся, как они могли подумать, что он примет участие в их безумных планах. Из четверых собравшихся людей, один до сих пор не подавал голоса, и Захариэль обратился к нему. «А что думаешь ты, брат?» спросил он четвертого участника собрания. «Ты выслушал все эти безумные речи, но предпочитаешь помалкивать. В такое время нельзя отмалчиваться, и я спрашиваю твое мнение, брат. Более того, я требую, чтобы ты высказался». «Я понимаю тебя». После недолгой паузы заговорил четвертый. «Хорошо, если ты хочешь знать мое мнение, послушай, я согласен почти со всем, что тут было сказано, но учитывая мощь противника, придется отказаться от правил честной борьбы. В этой войне мы не можем позволить себе проиграть, и потому придется отбросить угрызение совести и пойти на миры, которые в обычных условиях мы сочли бы безнравственными». «Хорошо сказано, брат», кивнул первый, «но ты хотел добавить что-то еще. Ты сказал, что согласен от твоей возражения?» «Один вопрос тактики», пояснил четвертый заговорщик. «Вы говорили о необходимости спровоцировать жестокость, создать прецедент, настолько ужасный, что он сможет отвратить людей от империума, но я бы выбрал более прямолинейный удар». Захариэлю показалось, что воздух в зале сгустился и стало темнее, словно даже свет бежал от произносимых здесь слов. «Одним единственным актом мы можем нанести вражескому духу сокрушительный удар», продолжал четвертый из заговорщиков. «А если обстоятельства сложатся благоприятно, то один решительный шаг поможет выиграть всю войну». «О каком акте ты говоришь?» спросил первый. «Что это?» «Это ведь очевидно», ответил четвертый. «Вспомните один из первых уроков изречений по тактике, чтобы убить змею, необходимо отсечь ей голову». Захариэль мгновением раньше остальных осознал истину. «Неужели ты говоришь, что...» «Точно», ответил четвертый. «Мы должны убить императора». Слова эхом отдались в голове Захариэля, но он никак не мог поверить, что услышал их. И все же, глядя на четверых людей в низко надвинутых капюшонах, он не мог не сознавать, что их намерения вполне серьезны. От такого предательского плана его затошнило и захотелось убраться отсюда как можно быстрее и дальше. Он развернулся от собрания заговорщиков и, не говоря ни слова, начал подниматься в темноту круглого зала. За спиной послышались возбужденные голоса, выкрикивающие проклятие, но Захариэль не стал обращать на них внимания и продолжал подъем. Ярость горячими углями жгла ему грудь. Как могли эти люди подумать, что он будет участвовать в их безумных замыслах? Анемиэль! Неужели его брат лишился рассудка? Он услышал позади торопливые шаги на ступенях и протянул руку к висящему на поясе кинжалу. Если заговорщики попытаются его остановить, он встретит их на готове и с оружием в руках. Снизу показался свет и впереди его преследователя поднялась тень. Захариэль вытащил кинжал и развернулся, готовясь к схватке. Свет приближался и Захариэль, увидев, что к нему с полузакрытым фонарем в руке приближается Немиэль, выдохнул задержанный в груди воздух. «Постой, брат!» окликнул его Немиэль, заметив блеснувший в темноте клинок. «Немиэль!» отозвался Захариэль, опуская оружие. «Да, это было чересчур решительно», произнес Немиэль. «Как ты считаешь?» «Чересчур, это еще мягко сказано», ответил Захариэль. «Название всему этому «Предательство». «Предательство?» воскликнул Немиэль. «Мне кажется, ты придаешь разговорам слишком большое значение. Эти фанатики просто выпускают пар. На самом деле, они ничего не собираются предпринимать. Тогда зачем они поручили тебе привезти меня?» «Чтобы услышать твое мнение, как мне кажется», рассудил Немиэль. «Послушай, до тебя же наверняка дошли слухи о распуске рыцарских братств. Люди этим недовольны, вот они и ропщут. В любое время, при любых резких переменах находятся недовольные, которые начинают ворчать и строить планы, что они могли бы сделать». «Но они говорили об убийстве императора». «Ой, брось», рассмеялся Немиэль. «Вспомни, как часто после уроков мы говорили, что ненавидим мастера Рамиэля и надеялись, что великий зверь съест его». «Это совсем другое дело». «Почему?» «Мы были детьми, Немиэль, а это взрослые воины. Это совсем не одно и то же». «Может и так, но они вовсе не собираются предпринимать попыток убить императора. Это было бы самоубийством. Ты же видел, какие сильные эти Астартес. Вообрази, насколько крепче и сильнее сам император. Если он так могущественен, как о нем говорят, ему не о чем беспокоиться». «Немиэль, дело даже не в этом, ты же сам все прекрасно понимаешь», сказал Захариэль и снова начал подниматься по лестнице. «А в чем же дело, брат? Если это только разговор, прекрасно, я забуду о том, что ты меня сюда приводил и что я слышал о готовящемся в стенах крепости заговоре, а если нет, я должен поставить об этом в известность льва». «Ты отречешься от меня из-за льва?» обиженно спросил Немиэль. «Если только ты не сумеешь убедить этих людей внизу прекратить подобные разговоры», ответил Захариэль. «Все это слишком опасно и может повлечь гибель людей». «Это всего лишь болтовня», заверил его Немиэль. «Тогда она должна прекратиться сейчас же», потребовал Захариэль, поворачиваясь к брату лицом. «Ты меня понял?» «Да, Захариэль, я все понял», опустив голову, ответил Немиэль. «Пойду и поговорю с ними». «Тогда мы больше не будем к этому возвращаться». «Правильно», согласился Немиэль. «Ты больше не услышишь ни слова, я обещаю». Глава шестнадцатая Наступил день, не похожий ни на один из других дней. Во всей истории Калибана, ни в анналах рыцарских орденов, ни в народных легендах простых людей, не было и не будет такого дня. Безусловно, потом придут другие судьбоносные времена. Будут мрачные дни, знаменующие эру смерти и разрушения, но этот день был другим. Это был день радости, день счастья и волнений, день надежды. В этот день с небес сошел император. И он запомнится, как начало эпохи ангелов, хотя в этот момент это имя еще не было известно. Гиганты, Астартес, Первый легион, все эти названия по-прежнему будут обозначать пришельцев, но со дня появления императора люди Калибана отдадут предпочтение этому имени с мистическим оттенком. И снова станут называть их терранцами. Это название всем нравилось, поскольку оно напоминало об утраченной связи с родным миром и происхождении первых поселенцев, обосновавшихся на Калибане. Две сотни поколений со времен наступления Древней Ночи у очагов Калибана рассказывали истории о Терре. Теперь легенды стали реальностью, они обрели плоть в фигурах, закованных в броню гигантов. Момент первого открытия, момент, когда Астартес вступили в первый контакт с жителями Калибана, уже обрел мифические свойства. Из крошечного зернышка реальности выросло огромное дерево различных историй и противоречивых легенд. И очень скоро все позабудут, как это происходило на самом деле. Но Захариэль знал, что не позабудет истинных событий того дня, поскольку сам был в том лесу рядом с Леоном и Джонсоном и Лютером, когда все только начиналось. Не забудет он и о том, что Лютер первым назвал Астарте с ангелами, потому что они спускались с неба на крыльях огня. Его фраза передавала накал того момента и была вызвана волнением и изумлением, но Джонсон запомнил эти слова и принял их близко к сердцу. Захариэль, как и другие члены отряда, уже был предан забвению. В рассказах о столь знаменательных событиях всегда упоминаются только главные действующие лица. Со временем его имя и его деяния будут окончательно утрачены, исчезнут в наслоениях многочисленных сказов. Захариэля это нисколько не огорчало. Он знал, что самое главное, они участники, находившиеся на заднем плане. В любом случае, сказка всегда далека от действительности. Жителям Калибана легенды были необходимы, они нуждались в них. В этот короткий период произошли столь резкие перемены, что людям нужно было за что-то зацепиться, чтобы не утратить связь с реальностью. Захариэль понимал, что легенды помогают им разобраться в собственной жизни. Нет никаких сомнений, что возникнут десятки легенд, претендующих на истинность, но это в какой-то степени только ускорит исключение его имени. При наличии многих версий событий того дня, каждый человек выберет ту, которая ему подходит больше других. В некоторых историях появится оскорбительный оттенок, другие будут рассказываться с величайшим уважением, одни наполнятся невероятными приключениями, другие будут более прозаичны. Но в одном вопросе все мнения бесспорно сойдутся. Название любой версии этой легенды останется неизменным от далеких северных гор до южных океанов, независимо от выбора варианта изложения. Они станут известны как «Сошествие ангелов». Вслед за пришествием ангелов со звезд спустились люди и принесли с собой удивительные новинки и чудеса. Но самой важной новостью стало то, что на поверхность Калибана во всем своем величии сойдет творец ангелов император. И после его пришествия уже ничто на Калибане не останется прежним. Захариэль смотрел как десятки тысяч людей заполняют огромную арену, расчищенную под стенами крепости монастыря Ордена. Он никогда еще не видел так много народу в одном месте, и картина радостной толпы наполняла его голову звенящим гулом. А если подумать, так и такого простора он тоже никогда не видел, ведь горизонты Калибана всегда были закрыты лесами, пока машины механикумов не начали свою разрушительную работу. Эти же самые машины разворачивались и на обратном пути выкорчевывали пни вместе с корнями, а потом разравнивали землю, пока она не становилась гладкой, словно поверхность клинка. Стволы деревьев складывали на краю образовавшейся площади высокие штабеля, а корни и сучья перемалывались в щепу и сжигались в огромных кострах. Картина получалась почти апокалиптической. Высокие столбы черного дыма, красное зарево и массивные металлические машины совершенно чудовищного вида. Глядя на них, Захариэль невольно вспомнил великих зверей Калибана, хотя и полностью уничтоженных к этому времени. Ему с трудом верилось в невероятную удачу, позволившую присутствовать здесь в этот день из дней, когда все члены ордена и старшие рыцари других братств собрались на площади под знаменем Астартес. В памяти неожиданно всплыли слова людей со скрытыми капюшонами лицами, собравшихся под круглым залом крепости. Несмотря на жаркий день, по спине пробежала дрожь. Этим утром он не виделся с Немиелем и был рад этому, поскольку все еще злился на брата за то, что тот заманил его на опасное собрание озлобленных заговорщиков. Грандиозная воинская мощь, собранная сегодня в одном месте производила неизгладимое впечатление, и хотя рыцари ордена были сильны и горды, по сравнению с Астартес они казались подростками. Высоченные Астартес были людьми великанами, хотя называть их людьми можно было лишь с большой натяжкой, настолько разительно они отличались от остальных представителей человечества. Они намного возвышались над Захариэлем в своих сверкающих полированных черных доспехах и разговаривали такими низкими раскатистыми голосами, на какие не способна ни одно человеческое горло. Астартес были огромны даже без своей брони. Более того, пока их тела оставались скрытыми, Захариэль почти поверил в то, что большую часть внутреннего пространства занимают вспомогательные механизмы, но увидев гиганта без доспехов, он убедился в неверности своих предположений. Мидрис стал первым Астартес, который предстал перед Захариэлем без брони в простом облегающем одеянии кремового цвета. Его массивное и узловатое тело сплошь состояло из мощных мышц и крепких костей, так что казалось почти квадратным. Руки и ноги воина напоминали могучие стволы деревьев из северной чащи, а мышцы плеч равномерно поднимались к голове без малейшего намека на шею. Даже один Астартес производил сильнейшее впечатление, а сегодня больше тысячи гигантов черными статуями возвышались над площадью и еще несколько сотен окружали большой амфитеатр в центре созданной механикумами площади. Сегодня император сойдет на землю Калибана и Захариэль с трудом сдерживал волнение. Немиэль будет завидовать тому, что Захариэля включили в почетный караул льва, но дружба и соперничество давным-давно чередовались в их жизни. Доспехи Захариэля блестели словно зеркало, хотя изготовленные по древней технологии намного уступали броне Астартес. Но в этот день из дней подобные различия не имели значения. Небольшой наклон площади и плотно стоящая вокруг толпа не позволяли Захариэлю видеть льва, но он и так знал, что гроссмейстер ордена шагает во главе процессии. Приветственные крики и восторженные лица также ясно отмечали путь льва, как маяки в море указывают путь кораблю. Правитель столь высокого ранга нечасто выходил к народу Калибана, однако Лютер предложил пройти по площади, чтобы император видел его единение с людьми и всеобщую любовь. В толпе возникла настоящая давка, поскольку всем хотелось взглянуть на столь могущественного рыцаря, Астартес и возбуждал в народе неподдельное восхищение. Воина столь величественного, энергичного и могучего, что он собирался отправиться на повторное завоевание галактики, нельзя было не уважать и даже бояться, ведь кто знает, в какой момент и на какую цель может обратиться его гнев. Эта мысль непрошенно возникла в мозгу Захариэля, и он снова подумал о тайном собрании, состоявшемся накануне ночью. Лицо омрачилось при одном воспоминании об ужасных замыслах, но он успокоил себя тем, что положил конец предательским разговорам рыцарей, собравшихся в подземном зале крепости, пригрозив доложить обо всем льву. При виде блестящих доспехов толпа расступалась перед ним, и Захариэль признательно кивал, радуясь уважению соответствующему его статусу рыцаря. Лихорадочное возбуждение окружающих было почти осязаемым, их волнение быстро передалось юноше, и словно электрический заряд встряхнуло все его тело. Все собравшиеся здесь люди понимали, что вот-вот станут свидетелями поворота судьбы всей планеты, а такие события крайне редко позволяли обычным обитателям Калибана ощутить себя причастными к ходу истории. Наконец Захариэль добрался до внутреннего кольца рыцарей, окружавших льва, и вступив в ряды собратьев, почувствовал, как участился его пульс. Хоть он и был здесь младше всех, воины уважительно расступились, давая ему возможность выйти на свободное пространство между наружными и внутренними кругами. Вокруг льва, словно молодые претенденты, собрались рыцари самого высокого ранга. Несмотря на свою величественную и царскую осанку, они по сравнению с могущественным воином в центре казались почти детьми. Захариэль никогда не сомневался, что Леон Эль Джонсон самая одаренная и выдающаяся личность среди всех живущих. Каждый раз, глядя на льва, он чувствовал одно и то же. В его присутствии какая-то загадочная сила, казалось, создает в осознании мистическое давление, формирующее чувство надежды и доверия. Более того, это чувство было всеобъемлющим. Благоговение. Он ощущал благоговение. Лев действительно был образцом в физическом отношении. Гигант почти трехметрового роста, казалось, был сделан совсем из другого материала, чем все остальные люди. Его тело отличалось превосходными пропорциями и в полной мере соответствовало его росту. Он обладал мощным сложением, был мускулистым, но стройным. Благодаря тому, что большая часть людей Калибана были темноволосыми, его золотисто-рыжеватая грива притягивала внимание в первую очередь. Однако, даже неординарная физическая привлекательность бледнела в сравнении с неуловимыми свойствами его личности. Джонсона окутывала такая атмосфера величия, такая невыразимая аура властности, что все сразу понимали, почему Лютер дал ему такое имя. Ни одно другое ему бы просто не подошло. Он был львом. Никакое другое слово не могло бы его охарактеризовать полнее. Джонсон обернулся к подошедшему Захариэлю и коротко кивнул ему, без слов подтверждая существующую между ними братскую связь. Захариэль приветствовал товарищей по ордену рыцарей, долгие годы остававшихся для него недосягаемыми силуэтами, исполненными могущества и силы. Теперь они стали его братьями по духу и по оружию. Его ничего не значащая прошлая жизнь закончилась. Новая жизнь члена ордена началась с кровопролития и, несомненно, им же и закончится. Ну, наконец-то все собрались, можем идти, произнес лорд-символ и в его решительном голосе послышались нотки нетерпения. Торопиться некуда, заметил лев. Его звучный и мелодичный голос буквально проникал под кожу каждого, кто его слышал, и возбуждал все нервные окончания. Император еще не прибыл. Тем не менее, мы должны быть готовы, возразил лорд-символ. Мы должны следовать соответствующим традициям и обычаям, и тем более сейчас, в это время перемен. Захариэль улыбнулся. В голосе нового лорда-символа, высокого рыцаря, стоявшего рядом со львом, он услышал нотки нетерпения, а его взгляд выражал откровенную радость. С другой стороны стоял сар Лютер, неизменный товарищ и любимый брат Джонсона с того самого дня, когда он обнаружил в лесу неистового дикаря. При всем своем величии, Лютер все так же сильно проигрывал льву, но его широкие плечи и открытое лицо свидетельствовали о том, что этот человек не питает ни тени неприязни к более могучему брату. «Готовы?» спросил Лютер. «Мне кажется, сегодня предстоит интересный день». «Интересный», повторил Захариэль. «Будем надеяться, что он не станет чересчур интересным». «Что ты имеешь в виду?» удивился Лютер. «Ничего», ответил Захариэль, «просто пытаюсь поддержать разговор». Лютер с любопытством взглянул на него, явно подозревая, что Захариэль знает больше, чем говорит, но не стал выпытывать его секреты. «Пошли», настаивал лорд-символ, «уже пора». Захариэль посмотрел вверх. Высоко над облаками разгоралось смутное сияние. По толпе прокатилась дрожь волнения, и все лица обратились к небу. Только Астартес, окружившие огромную арену темным кольцом, по-прежнему неотрывно наблюдали за толпой, и у Захариэля сложилось отчетливое впечатление, что они кого-то или что-то ищут. Даже на планете, народ, который с распростертыми объятиями встречал и самих Астартес, и императора, эти воины не ослабляли бдительности и продолжали выполнять свой долг. Захариэль не мог не восхищаться великими воителями с далеких звезд. Наконец, лев направился к амфитеатру в центре расчищенной площади, вдоль двойной линии рыцарей, сдерживающих приветствующую его толпу, и размышления Захариэля были прерваны. Он едва не сбился с шага, следуя за процессией, но быстро опомнился, и его оплошность никто не успел заметить. Со всех сторон его окружали освещенные радостью лица людей, готовых воссоединиться со своими давно утраченными братьями, потомками прародителей их общей культуры. А над их головами развивались яркие праздничные знамена. Обитатели Калибана слишком долго жили в страхе перед великими зверями, страдали от непрекращающихся стычек между рыцарскими орденами, и испытывали множество других опасностей, способных прервать их существование. Но теперь у них появилось будущее. Впереди вставала заря эры процветания, ведь с технологиями и возможностями Империума они были готовы к любым свершениям. Каких славных высот можно достичь с такими машинами и с такими людьми? Головокружительные мечты настолько заняли мысль Захариэля, что он едва не пропустил внезапно налетевшее странное ощущение предвещавшего опасность холодка, пробежавшего по спине. По необъяснимой причине его вдруг охватило беспокойство, и тут Захариэль заметил лицо, выделявшееся из радостно возбужденной толпы. Человек отличался от всех остальных сосредоточенным видом, и каждая черточка его лица, каждая морщинка говорили о мрачной решимости. Взгляд человека был прикован к марширующей почетной страже, и Захариэль заметил, что он пробирается сквозь толпу вслед за рыцарями, направляясь к центру арены. В его облике было что-то знакомое, но Захариэль никак не мог вспомнить, где и когда видел это лицо, пока на него не упала тень, выделив ястребиный профиль и выступающий вперед подбородок. Человек с подозрительной легкостью лавировал в толпе, но под простым шерстяным одеянием на мгновение блеснули доспехи. Тогда Захариэль понял, в чем дело, и тотчас вспомнил, где мог видеть этого воина. Перед его глазами встала сводчатая комната под круглым залом, четыре лампы на потолке и одетые в стихари заговорщики, вынашивавшие чудовищные планы. Да, их лица были скрыты капюшонами, но один из них неосторожно повернулся лицом к свету, и тогда Захариэль увидел это лицо. А сейчас тот же самый человек, преследуя свои зловещие цели, продвигался к высокому амфитеатру, где лев должен был лицом к лицу встретиться с императором. Тысячи мыслей бились в голове Захариэля, словно тело беспомощного пловца, которого река бросает от одной скалы на другую и увлекает кривущему водопаду. Юношу охватил страх, он понял, что его слова, сказанные Намиэлю, оказались не настолько убедительными, как он надеялся, и собравшиеся в подземелье воины не поверили его угрозе выдать заговор. Он уже повернулся, чтобы выкрикнуть предостережение, но слова застряли в горле, как только он осознал, что обвинение в злобном умысле этого человека падет и на них с Намиэлем. Кто поверит, что их присутствие на тайном собрании было совершенно пассивным, что его заманили туда перспективой обсудить будущее Калибана? При мысли о том, что может произойти, Захариэль почувствовал, как его телом овладевает всепоглощающий ужас, а к горлу подкатывает горячая волна тошноты. Чувство вины примешивалось к страху, и Захариэль принял смелое решение. Он покинул строй своих братьев. Его поступок вызвал удивленные возгласы, и Захариэль спиной ощутил разъяренный взгляд лорда-символа, но с мрачной решимостью продолжал двигаться к цепи рыцарей, сдерживающих напор ликующей толпы. Все воины стояли в закрытых шлемах и на двинутых капюшонах стихарей, но по их напряженным позам Захариэль не мог не почувствовать охватившее их удивление. Не зная, что делать, они просто раступились, и он ринулся в толпу, окидывая взглядом лица людей. На одно ужасное мгновение ему показалось, что намеченный противник исчез, но через секунду он определил жертву, поскольку голова мужчины двигалась поперек потока людей. Захариэль, расталкивая народ одной рукой, а второй, придерживая Эфес меча, рванулся вперед. Душу его переполняла странная смесь страха и удивления. Как может этот предатель не сознавать колоссального значения своего замысла? Неужели он не понимает, насколько глупы его намерения? Расстояние между ними понемногу сокращалось, и казалось, что человек заметил преследование. Он торопливо оглянулся, их глаза встретились над морем смеющихся лиц. В небесах разгорался таинственный свет. Все глаза были устремлены вверх, головы запрокинуты, лица по-прежнему выражали восторг и радостное волнение, но у Захариэля не было времени любоваться этой картиной, все его внимание было поглощено преследованием. Подозрительный воин, хотя и шел целенаправленно, сильно нагибался вперед, словно нес за спиной значительный груз, и его шаги были гораздо медленнее, чем шаги Захариэля. Погоня встревожила незнакомца, и он стал энергичнее пробираться сквозь толпу, явно намереваясь смешаться с ней. Но люди были поглощены созерцанием разгоравшегося в небе зарева, и человек в конце концов остановился. Дальше ему было не пройти. Захариэль тотчас заметил представившуюся возможность и ринулся вперед, расчищая себе путь кулаком и плечами, не обращая внимания на то, что своими ударами может кого-нибудь покалечить. Вслед ему неслись гневные выкрики, но он игнорировал ругательство и изо всех сил старался догнать свою добычу. Человек снова попытался пробиться через толпу, но люди, встревоженные неожиданным натиском незнакомца, сплотились вокруг него и образовали непреодолимый барьер рассерженных лиц и злобных голосов. Захариэль, вытянув руку, схватил незнакомца за плащ и резко дернул, лишая равновесия. Тем временем свет в небе все разгорался, окутывая поверхность золотистыми бликами, и уже казалось, что над их головами показался пылающий сгусток. «Отстань от меня!» зарычал незнакомец. Из-под распахнувшегося плаща блеснули сверкающие доспехи. Как и опасался Захариэль, перед ним был рыцарь ордена. «Я не позволю тебе этого сделать!» крикнул Захариэль и обрушил в лицо человека сильнейший удар левой рукой. Тот отлетел назад, но стена людских тел не дала ему упасть. «Ты не понимаешь!» протестовал человек, пытаясь ускользнуть от Захариэля. Толпа в испуге немного раступилась, Захариэль подскочил вплотную к противнику и они сошлись в рукопашной. «Это должно быть сделано!» Рыцарь был крупнее и выше юноши, а также намного опытнее, но раскрытие замысла лишило его уверенности. Он повернулся, снова пытаясь вырваться, плащ соскользнул с плеча и Захариэль увидел, что за спиной у него висит холщовый мешок, в котором явно находится что-то тяжелое. Нож осковывало движение рыцаря и, несмотря на весь опыт и превосходство в физической мощи, не позволяло ему действовать эффективно. Захариэль снова нанес удар в лицо, так, что сломал противнику нос, и струйка крови крутой дугой взметнулась в воздух. Люди вокруг испуганно закричали, и Захариэль, зацепив ногой колено незнакомца, резко толкнул его плечом в грудь. Рыцарь упал, увлекая за собой и Захариэля, оба покатились по земле, не прекращая осыпать друг друга ударами. Матерчатый мешок от тяжести груза и резких движений порвался, и на землю со звоном вывалились шесть цельнометаллических матовых дисков. Они выглядели довольно просто, каждый был около тридцати сантиметров диаметром и несколько сантиметров толщиной. На одной стороне каждого диска имела серебристая рукоятка. Хотя Захариэль и не помнил, как называются эти предметы, он все же провел достаточно много времени с инструкторами империума, чтобы узнать пиктографические символы на их поверхности, означавшие взрывоопасность. При падении на землю Захариэль локтем ударил рыцаря в челюсть, а потом он еще добавил удар по щеке правым кулаком. «Все кончено!» закричал юноша. «Это же просто разговоры! Вы должны были остановиться!» Противник не мог отвечать, поскольку все его лицо превратилось в кровавое месиво, освещенное золотистым сиянием с небес. Но, несмотря на повреждения, его глаза внезапно широко открылись от удивления и наполнились слезами. Захариэль невольно повернул голову, чтобы понять, что привлекло внимание избитого рыцаря, и от неожиданности сам открыл рот. С небес к земле плавно приближался целый город. Напоминающий оторвавшуюся от базальтового хребта горную вершину, город сиял разноцветными огнями, а его размеры превосходили все вообразимые пределы. Гигантский золотой орел с распростертыми крыльями венчал нос города корабля, а на корме могучими башнями выселись оборонительные укрепления, похожие на величественные сталагмиты. Противник еще слабо сопротивлялся под Захариэлем, но на их схватку уже не обращали внимания. Взгляды толпы были прикованы к колоссальному кораблю над Калибаном и стае судов меньшего размера, круживших рядом. Над планетой пронесся внезапно налетевший вихрь. Неизвестно, какая сила удерживала в воздухе огромное сооружение, но она вызывала мощный поток воздуха. Захариэль увидел перед собой чью-то тень и поднял голову. Над ним угрожающе нависла массивная темная фигура. Астартес. Хотя в наружности воина ничего не изменилось, Захариэля внезапно охватил непреодолимый ужас перед его физической мощью. До сих пор Астартес были добродушными гигантами, хотя и обладающими нескрываемым потенциалом силы, но теперь эта сила проявилась в полной мере. Бронированная перчатка сомкнулась на шее Захариэля и оторвала его от противника. Его ноги повисли в воздухе, воздух перестал поступать в легкие, а давление на горло еще возрастало. Колоссальная мощь Астартес была уже известна всем, и Захариэль ничуть не сомневался, что гигант способен одним незаметным движением сломать ему шею, словно сухую ветку. Слабеющий взгляд еще заметил других Астартес бесцеремонно схвативших врага. «Мидрис, кого ты поймал?» спросил один из подошедших. Астартес взглянул прямо в глаза Захариэля, и тот, уже теряя сознание, ощутил, как ненависть воина огнем прожигает красные линзы его шлема. «Предателей» бросил Мидрис. Глава 17 Захариэль очнулся и обнаружил, что находится в сверкающей келье с голыми металлическими стенами, освещенной мягким, почти белым светом из невидимого источника. Он лежал на металлической полке, прикрепленной к стене, и едва попытался сделать глубокий вдох, как сразу поморщился от соднящей боли в горле. Он вспомнил, как Астартес по имени Мидрис, держал его на вытянутой руке, словно ненужную тряпку, и ощущение ярости, исходившее от воина сокрушительной волной. Он вспомнил и слово «предатель», брошенное ему в лицо, и поспешно сел, припомнив драку в толпе и попытку покушения на жизнь императора. А вдруг при сошествии ангелов присутствовали и другие заговорщики? Что, если их зловещий план удался? Грудь сжалась от леденящего ужаса, и Захариэль, с трудом переводя дыхание, поднес руку к горлу. Даже не видя себя, он знал, что шея почернела от кровоподтека, оставленного мощной ладонью Мидриса. Ноги у него не доставали до пола, и если эта металлическая полка служила в келье кроватью, она явно была предназначена для кого-то гораздо более рослого. Захариэль огляделся, но не обнаружил ни источника света, ни каких-либо признаков выхода. Ничем не прикрытые металлические стены были абсолютно гладкими. «Эй!» – прохрипел он. Попытка заговорить вызвала сильную боль, и его голос прозвучал не громче, чем обычный шепот. «Здесь есть кто-нибудь?» Не получив ответа, Захариэль соскользнул с металлической койки на пол и отметил, что доспехи с него сняли, переодев простое одеяние пенитента. Означало ли это, что он был уже осужден? Захариэль медленно обошел комнату и попытался отыскать выход или хоть какое-то средство для общения со своими тюремщиками. Не обнаружив ничего похожего, он забарабанил кулаками по стенам, но звук везде был одинаковый и ничто не указывало на существование двери. Наконец, он прижался щекой к стене напротив койки и, глядя вдоль поверхности, отыскал два параллельных стыка, вероятно, обозначавших дверь, но так и не сумел ее открыть. В одном он был уверен, он находился не на колебании. Неужели это один из кораблей, на котором первый легион странствует среди звезд? Стены слегка дрожали от едва заметной вибрации, и он даже услышал отдаленные удары, которые могли быть биением могучего сердца корабля. Несмотря на затруднительное положение, Захариэль не мог удержаться от волнения при мысли, что оторвался от поверхности родной планеты. Невозможность связаться с внешним миром и заявить о своей невиновности разочаровала его, и Захариэль вернулся к койке. Он же остановил предателя и сорвал попытку покушения, неужели они этого не поняли? Ему совершенно нечем было занять мысли, и воображение тотчас нарисовало самые мрачные картины. Возможно, император убит, и его Астартес обрушили на Калибан всю тяжесть возмездия, стирая с планеты своими могучими орудиями все города и крепости. Возможно, рыцари ордена в этот момент находятся в заключении в таких же кельях, и от них пытками добиваются признания вины. Мысль о том, что Астартес могут выступать в роли палачей показалось ему смешной, но Захариэль не мог удержаться от дрожи, представив себе раскаленное железо, ножи и прочие инструменты, которые могли быть пущены в ход. Делать было совершенно нечего, и Захариэль снова лег, но едва он опустил голову, как ощутил легкое движение воздуха. Юноша поднял взгляд и увидел, что через странную дверь в керью входят двое Астартес в простых черных доспехах. Они бесцеремонно стащили его на пол и поволокли к выходу. Снаружи их поджидали брат Исрафаэль и еще один воин в белых доспехах с очень большой перчаткой на правой руке. Захариэля поволокли по коридору с такими же голыми металлическими стенами, как и в келье, хотя и не так ярко освещенному. «Пожалуйста!» взмолился Захариэль. «Что вы делаете? Куда вы меня тащите?» «Замолчи!» приказал ему один из Астартес и он узнал голос Мидриса, того самого воина, который оторвал его от поверженного мятежника. «Брат Библиарии Исрафаэль, прошу, скажи, что происходит?» «Захариэль, сейчас тебе лучше бы помолчать», откликнулся Исрафаэль. Затем они свернули за угол и направились ко входу в темное помещение. Едва оказавшись внутри, Захариэль ощутил, как понизилась температура воздуха. В ноздри ударил какой-то резкий запах и он увидел, как дыхание превращается в пар. Свет в комнату поступал только из коридора, но когда все вошли и дверь за ними закрылась, стало совсем темно. Руки в бронированных перчатках поставили его на ноги и оставили одного в полной темноте. «Что случилось?» снова спросил Захариэль. «Почему вы мне не скажете, что происходит?» «Тихо!» послышался чей-то незнакомый голос. Захариэль подпрыгнул от неожиданности, ведь он был слеп, как если бы глаза вырвали из глазниц. Он слышал вокруг себя шаги, но не мог понять, сколько человек находится в помещении. Он знал, что здесь оставались Исрафаэль, Мидрис и второй воин, тащивший его, а также Астартес в белых доспехах. «Но кто еще?» «Захариэль», раздался из темноты голос Исрафаэля. «Это твое имя?» «Ты знаешь, что мое?» «Исрафаэль, прошу тебя, скажи, что случилось!» «Ничего», ответил Исрафаэль. «Ничего не случилось. Заговор провалился, и с мятежником работают дознаватели. Скоро мы узнаем имена тех, кто задумал причинить нам зло, и тогда разберемся с ними. «Я не имею к ним никакого отношения!» воскликнул Захариэль в страхе, стискивая кулаки. «Я остановил его!» «И только по этой причине ты еще не на пыточном столе, и сведения из тебя не выбиты!» проворчал Мидрис. «Расскажи нам все, не пропуская ни единой мелочи, иначе это плохо для тебя закончится. Начни с того, как ты узнал о планах брата Ульянта». «Брат Ульянт? Вот как его зовут, я даже этого не знал». «Тогда почему ты бросился за ним в толпу?» спросил Мидрис. «Я увидел его лицо, оно как-то, не знаю, оно отличалось от других». «Отличалось от других?» повторил Исрафаэль. «И это все, одно лицо в многотысячной толпе, и ты смог его заметить?» «Я чувствовал, что что-то не так», объяснил Захариэль. «Я просто знал, что в толпе что-то происходит, а когда окликнул этого человека, он побежал». «Вы видите?» воскликнул Мидрис. «Он лжет, надо прибегнуть к боли и добиться вразумительного признания». «Признание?» крикнул Захариэль. «Нет, я пытаюсь рассказать вам о том, что произошло». «Ложь!» бросил Мидрис. «Признайся, ты с самого начала принимал участие в заговоре, ты прекрасно знал о планах Ульянта, а потом испугался». предатель и трус». «Я не трус», возмутился Захариэль. «Но ты не отрицаешь, что ты предатель?» «Конечно отрицаю, ты извращаешь мои слова». «Он говорит, как настоящий заговорщик», сказал Мидрис. «И зачем мы только тратим на него время?» «Ну, заговорщик он или нет, он может знать личности других соучастников», заметил Исрафаэль. «Так или иначе он нам все расскажет». «Пожалуйста, брат Исрафаэль», закричал Захариэль. «Ты же знаешь, что я не предатель, скажи им!» Голоса продолжали преследовать его из темноты, и каждый выпад невидимого противника ранил Захариэля ужасными обвинениями. С каждой новой жестокой фразой в груди его все сильнее разгоралась ярость. Если уж они намерены казнить его за какое-то воображаемое предательство, он не собирается доставлять им удовольствие и молить о пощаде. «Я не совершил ничего плохого!» крикнул Захариэль. «Я рыцарь ордена!» «Ты ничтожество!» взревел Мидрис. «Ты смертный, посмевший примкнуть к врагам Империума! Для такого, как ты, ни одна казнь не будет слишком жестокой!» «Я же остановил его, разве не так?» протестовал Захариэль. «Неужели вы так глупы, что не понимаете этого?» В темноте к его горлу взметнулась рука, и хотя Захариэль не мог ее видеть, он ощутил угрозу и едва не вскрикнул от боли в поврежденном горле. «Я тебя убью за такие слова!» прорычал Мидрис. «Уложи его, Мидрис!» послышался голос из Рафаэля. «Я загляну в него». Захариэля бросили на металлический пол темного зала, и он мгновенно скорчился, почувствовав приближение еще одного воина. Тяжелые шаги затихли рядом с его головой, а от усилившегося холода по телу пробежала дрожь. «Брат Ис-Рафаэль?» неуверенно спросил он. «Да, Захариэль, это я», ответил Астартес. Захариэль почувствовал, как на голову опустилась обнаженная рука с массивными пальцами, которые слегка подрагивали от странного внутреннего движения. Внезапно пучок энергии, словно выброс адреналина, пронзил тело юноши, и Захариэль невольно вскрикнул. Он почувствовал, что становится каким-то сонным и безвольным, попытался бороться с этим, но силы быстро иссякали, и он с трудом удерживал сознание, а чье-то постороннее вмешательство уже просеивало его воспоминания. На языке появился металлический привкус, хотя губы были плотно сжаты от боли. Мозг Захариэля заполнился ослепительно ярким светом, неведомая сила, используемая Исрафаэлем, пыталась проникнуть в самые потаенные мысли. Чьи-то раскаленные пальцы шарили внутри его черепа, Захариэль снова пронзительно вскрикнул и обратился к той самой силе, которая помогла ему победить зверя из Андриаго. «Убирайся из моей головы!» закричал он, и вторгшаяся сила немного отступила перед его решительностью. В голове вспыхнули мерцающие образы, перед глазами появилась светящаяся серебристая паутина лучей, потом проявились силуэты воинов в тяжелых доспехах, и их тела возникли в том же виде, в каком некогда предстало чудовище. Захариэль повернул голову и увидел, что находится в круглой комнате, почти точно такой же, как круглый зал на колебании. Грани всех поверхностей испускали неяркое сияние, словно над ними плясали мерцающие пылинки, и Астартес он видел совершенно отчетливо, как будто каждый был ярко освещен. «Я вас вижу», произнес он. Он увидел, как Астартес в замешательстве переглянулись, удивляясь его растущей силе. Но в следующее мгновение серебристые контуры померкли, и его мозг ощутил мощное давление посторонних сил. «Осторожнее, Захариэль!» услышал он успокаивающий, но какой-то бесплотный голос, и от этих слов моментально затихла боль, пронизывающая каждый нерв. «Ты еще не умеешь пользоваться своей силой, а с ней нельзя обращаться опрометчиво. Даже самые могущественные существа из нашего племени не ведают всех опасностей подобных вещей». Несмотря на то, что Захариэль ясно слышал этот голос, он был уверен, что слова предназначаются только ему, не достигая слуха ни Мидриса, ни Исрафаэля. Как голос находил дорогу в его мысли, он не мог даже представить, однако подозревал, что это та самая сила, благодаря которой он убил великого зверя из Андриаго, та самая, которой невидимый собеседник пропитал его тело. Голос исчез, едва успев прозвучать, и Захариэль вздрогнул, когда к нему снова обратился брат Исрафаэль. «Знаешь, я могу извлечь из твоей головы все необходимые сведения и без твоего согласия, но от тебя тогда останется гораздо меньше, чем было, а может и вовсе ничего. Для тебя будет лучше, если ты сам добровольно все расскажешь». Давление на мозг прекратилось, и Захариэль, мучительно застонав, распростерся на металлическом полу. «Хорошо», сказал он, «я все вам расскажу». Захариэль заставил себя подняться на ноги и гордо выпрямился перед своими обвинителями, твердо решив не показывать страха. При вступлении в Орден на первом же испытании он противостоял допросу учененному Львом, Лютером и Лордом-символом, и это дознание решил встретить с не меньшей отвагой. Серебристое сияние к тому времени окончательно рассеялось, и свой рассказ Захариэль излагал в полной темноте. Он рассказал о тайном собрании заговорщиков в подземелье под круглым залом Алдаруха, но опустил участие в этом мероприятии своего брата Намиэля. Он сознавал, что даже одно упоминание его имени вызвало бы проклятие со стороны Астартес. Ошибка Намиэля была обусловлена наивностью, так же, как и участие самого Захариэля, и он надеялся, что воины ему поверят. Лучше пусть они увидят в нем молодого и глупого мальчишку, чем убежденного предателя. Он рассказал о четверых мятежниках, чьи лица скрывались под капюшонами, и о том, как той ночью случайно увидел черты лица одного из воинов, что впоследствии помогло определить его в толпе. И еще Захариэль поведал о странном ощущении грозящей беды, когда вместе с остальным отрядом почетной стражи шагал вслед за львом к месту встречи императора. На этот раз никто не сомневался, что он мог узнать в толпе брата Ульянта, хотя Захариэль заметил, что его таинственное предвидение опасности сильно заинтересовало брата Исрафаэля. Потом ему снова и снова задавали одни и те же вопросы, и каждый раз Захариэль давал одни и те же ответы. И он ощущал в голове присутствие силы брата Исрафаэля и его неослабное внимание в поисках обмана или скрытности. Если Исрафаэль и уловил его уклончивость в отношении причины присутствия на собрании, он ничем этого не показал, и Захариэль внезапно понял, что брат Исрафаэль не хочет углубляться в эту часть истории. Интуиция подсказала юному рыцарю, что Библиарий желает оправдать его, чтобы продолжать обучение использованию загадочной силы. Это открытие придало Захариэлю храбрости, и его рассказ стал еще более уверенным. Он в очередной раз закончил отчет схваткой с братом Ульянтом, и тогда враждебность, еще недавно ужасавшая его своей интенсивностью, постепенно рассеялась и уступила место зарождающемуся восхищению. Наконец мысленное прикосновение брата и с Рафаэля исчезло, из сознания Захариэля будто свалилась огромная тяжесть, о которой он до этого момента и не подозревал. В комнате постепенно стало светлее, но на этот раз свет поступал из внешних источников. Белые шары, висевшие на стенах, начали накаляться, и Захариэль, лишь мельком взглянув на стоявших вокруг тюремщиков, прикрыл глаза ладонью. «А ты храбрый парень», произнес Мидрис, совершенно позабыв о недавней злости. «Если твой рассказ правдив, мы многим тебе обязаны». «Я говорил правду», подтвердил Захариэль, стараясь ощутить благодарность, но все еще испытывая боль, причиненную руками Астартес. «Лучше спроси у брата из Рафаэля». Библиарий рассмеялся, и в его словах, к радости Захариэля, прозвучало его оправдание. «Он не лжет, Мидрис», подтвердил брат из Рафаэль. «Я не нашел в его рассказе никакого обмана». «Ты уверен?» «Разве я когда-нибудь ошибался?» «Нет, но все когда-нибудь бывает впервые». «Он не ошибся», раздался за спиной Захариэля еще один голос. Обернувшись, Захариэль зажмурился от сияния отполированных доспехов высокого воина, появившегося в дверном проеме. Голос этот уже звучал в его голове перед тем, как Захариэль начал свой рассказ. Его тональность ласкала слух, а звук был глубоким, как океанская впадина. Захариэль попытался рассмотреть освещенную сзади фигуру, но его глаза после долгой темноты еще не привыкли к свету, и он видел только окруженный ярким золотым сиянием силуэт. Все Астартес вокруг него упали на колени и склонили головы перед величественным воином, и Захариэль, как не хотелось ему рассмотреть лицо пришедшего, понял, что не достоин такой чести. «Не надо кланяться», произнес загадочный воин. Он шагнул вперед, и казалось, что вместе с ним в круглую комнату ворвался свет. «Встаньте!» Астартес поднялись с коленей, а Захариэль словно прирос к полу, и его опущенный взгляд не отрывался от какой-то невидимой точки. Исходящий от воина золотой свет, как океанский прилив, заполнял всю комнату. «Выходит, что я обязан тебе, юный Захариэль», сказал золотой воин, «и я тебе очень благодарен. Со временем ты обо всем этом позабудешь, но пока твои воспоминания остаются при тебе, я хочу, чтобы ты об этом знал. Я хочу поблагодарить тебя за твой смелый поступок». Захариэль пытался подыскать ответ, но его губы даже не шевельнулись, а язык словно прилип к гортани. Никакие силы в галактике не могли бы заставить его поднять взгляд на золотую фигуру. Как при встрече с хранителями во тьме, он знал, что стоит взглянуть в лицо этого воина, как он тотчас лишится рассудка. Юноша снова попытался подобрать слова, но каждый раз, как только ответ формировался в мыслях, они разлетались, словно сухие листья, подхваченные ураганом. Захариэль не мог вымолвить ни слова, но сознавал, что золотой воин читает его мысли так же легко, как свои собственные. Его присутствие давило на мозг невероятным могуществом и силой, которая не уничтожала всех присутствующих только потому, что сдерживалась крепкой, словно скалы Колебана, волей. Захариэль ощущал, как возрастает присутствие посторонней энергии в его голове, и если вмешательство брата Исрафаэля можно было сравнить с легким касанием или пламенем свечи на ветру, то теперь Захариэля словно окутала толстое одеяло, и это ощущение нельзя было назвать неприятным. Его коснулась сила, произнес Золотой воин, и душа Захариэля воспарила от восторга при этих словах, несмотря на то, что предыдущее замечание его несколько испугало. Да, мой повелитель, откликнулся Исрафаэль, это первый кандидат для Либрариума. Верно, согласился воин, присмотри за ним, но позаботься, чтобы он ничего об этом не помнил, нельзя допустить никаких подозрений о несогласии с легионом. Мы должны быть едины, иначе проиграем. Все будет выполнено, мой повелитель, заверил его Исрафаэль. Хотя Лев и находился на расстоянии полукилометра, Захариэлю казалось, что стоит ему протянуть руку, и он коснется его плеча. Сегодня, на том возвышении, где неделю назад стоял император, собрались старшие рыцари ордена. Площадь перед ними заполнили тысячи рыцарей в безукоризненно отполированных доспехах, неподвижно замерзших по стойке смирно. Яркий свет сулил многообещающий день. На чистом голубом небе ярко сияло золотое солнце. Имена были названы, списки вывешены, и адепты с закрытыми капюшонами лицами при помощи генетических тестеров подтвердили личности избранных. Каждый приглашенный на это собрание был выбран в ходе долгих испытаний среди самых лучших представителей воинской касты Калибана. Захариэль стоял плечом к плечу с теми, кто не раз доказал свое бесстрашие, чьи выносливости сила стали предметом зависти для остальных непрошедших отбор. Здесь собрались самые отважные и способные воины Калибана, и юный рыцарь по праву гордился своими достижениями. После великолепного обращения императора к народу Калибана, все события в мозгу Захариэля слились в неясное пятно. По правде говоря, он мало что мог вспомнить и из самой речи, мимолетное видение воина в золотых доспехах, слова, проникавшие прямо в сердце, и сильнее всего чувство причастности. С того самого дня он знал, именно знал, что грядет какое-то великое событие. И когда от Лютера стало известно о том, что Астартес сделали свой выбор кандидатов для усиленных тренировок и последующего вступления в их ряды, в Алдарухе творилось нечто невообразимое. Мальчишки устремились выяснять, кто из них оказался в числе избранников. Когда Захариэль добрался до списков и начал их внимательно читать, у него сердце едва не выскакивало из груди, хотя где-то в глубине души конечно в списках оказались и его имя и имена Немиэля, Аттиаса и Элиота. Захариэль бросился искать брата, но на поиски потребовалось целых два дня. Немиэль казался необычно притихшим и Захариэль никак не мог понять его сдержанные реакции на такие отличные новости. В который раз соперничество между братьями привело их к столь знаменательному успеху. Спустя некоторое время Немиэль немного расслабился, но причина его беспокойства так и осталась для Захариэля загадкой. Он списал необычное поведение брата на волнение относительно выбора Астартес и забыл об этом, поскольку у него имелись более интересные темы для размышлений. Всем, кого выбрали Астартес, было приказано собраться на Большой площади рядом с Алдарухом, чтобы выслушать обращение Льва и его напутствие будущим воинам Империума. На площадь допускались только избранные, и все пространство вокруг крепости ощутимо искрилось едва сдерживаемым волнением и ожиданием важной речи гроссмейстера Ордена. Захариэль и Немиэль пришли на площадь вместе с остальными рыцарями, прошедшими испытания Астартес. Гордость и военная выправка каждого наполняла всех непередаваемым чувством братства, превосходившим даже чувство причастности к Ордену. Хотя на площади собрались несколько тысяч рыцарей, Захариэль знал, что здесь представлена элита всех рыцарских орденов Калибана. Сотни тысяч рыцарей участвовали в отборе, но невероятно строгим стандартам Астартес смогли соответствовать лишь эти несколько тысяч. Нетерпение рыцарей, ожидавших выхода Льва, становилось почти непереносимым. Большинство присутствующих юношей были младше, чем Захариэль и Немиэль, представляющие самую старшую группу избранников. И они лихорадочно гадали, какие превращения уготовили им Астартес, набравшие столь юных претендентов. Но вот, на возвышение в сопровождении Лютера поднялся Лев. Следом за ними появились лорд-символ и группа Астартес в черных доспехах и церемониальных стихарях ордена цвета слоновой кости. Приятно было видеть, что столь великие воины перенимали традиции ордена, и Захариэль, обернувшись к Немиэлю, в волнении заключил его в братские объятия. В ожидании вступления в новое братство все былые обиды и ревность между ними казались абсурдными. Фигура льва казалась громадной даже рядом с Астартес, гроссмейстер возвышался над воинами в бронированных доспехах и подавлял их своим величием. На площади была установлена целая сеть усилителей, чтобы донести слова льва до самых дальних рядов слушателей, но он не нуждался ни в каких механизмах, его голос легко проникал в сердце и душу каждого из присутствующих. «Братья!» заговорил лев, а потом немного помолчал, пережидая восторженные приветствия собравшихся. «Мы стоим на пороге новой эры Калибана. Совсем недавно мы жили на своей маленькой скале и считали, что мир ограничен горизонтом, но теперь знаем, что он простирается намного дальше, чем может проникнуть наше зрение. Перед нами открываются просторы галактики, и хотя это мрачное и опасное место, но мы воины императора, а он повелевает нести его свет в самые темные уголки вселенной, что принадлежит нам по праву рождения. Кажется, целая жизнь прошла с тех пор, как я объявил крестовый поход, чтобы очистить леса Калибана от великих зверей. И эта цель считалась грандиозной. Теперь я понимаю, что просто подражал замыслам величайшего из людей, моего отца, императора человечества. Слова льва вновь вызвали шквал восторженных криков, ведь он впервые открыто назвал императора отцом, хотя на Калибане давно об этом говорили. Лев поднял руки, требуя тишины, и продолжил свою речь. Теперь мы представляем часть огромного целого. Мы представляем не только нашу планету. Мы представляем в галактике всю человеческую расу. Великий крестовый поход императора только начинается, и нам предстоит освободить и вернуть в лоно империума сотни, даже тысячи миров. Вы удостоились чести быть избранными в величайший воинский орден, какого еще не знала галактика. Вы станете сильнее, быстрее и опаснее, чем были до сих пор. Вам предстоят бесчисленные воины, и вы будете уничтожать врагов человечества вдали от нашего любимого колеба. Но мы с радостью пойдем на это, поскольку мы люди чести, и нам известно, что такое долг, превосходящий любые личные привязанности. Каждый из вас был рыцарем, воином и героем, но теперь вы представляете собой гораздо больше. С этого дня вы станете солдатами легиона, все остальное не имеет значения. Главное это легион. Красноречие льва так захватило Захариэля, что он сжал Эфес меча. Он едва сдерживал восторженное волнение при одной мысли, что будет сражаться за императора в самых дальних уголках галактики, что станет членом братства, ставящего своей целью ни больше, меньше, чем восстановление наследия человеческой расы. Мы первый легион, продолжал лев, избранные сыны льва, и мы не можем идти в сражение без имени, которое будет вселять ужас в сердца врагов. Наши легенды рассказывают о великих воинах, которые разили ужасных чудовищ в далеком прошлом, а теперь и мы призваны сражаться во имя императора и будем разить врагов империума. Мы станем темными ангелами. Часть четвертая. Великий крестовый поход. Глава восемнадцатая. Они превратили его в гиганта. Даже много времени спустя, после того, как он вроде бы привык к проведенным изменениям, Захариэль не успевал удивляться преобразованием своего тела. Это всегда проявлялось в каких-то мелочах. То он замечал размах своих рук, то бурление псионической энергии в теле, то прислушивался к ритму биения обновленной крови в груди. Все эти детали снова и снова напоминали ему, насколько изменился его организм. Совсем недавно он был человеком. Он был мужчиной, рожденным женщиной, и, подобно всем остальным людям, мирился с физическими ограничениями. Его мускулы были недостаточно сильными, органы чувств далекими от совершенства, а кости хрупкими. Срок жизни человека не превышал пятидесяти или шестидесяти лет, а в большинстве случаев был намного короче. На колебания людям грозило немало опасностей. Даже в простейший порез могла попасть опасная инфекция, и тогда царапина превращалась в смертельную рану. Он был всего лишь человеком, а это означало, что причиной гибели могли стать тысячи различных обстоятельств. Все изменилось с приходом империума. В тот день, когда Захариэль был посвящен в рыцаре ордена, его перерождение было чисто символическим. После появления империума перерождение стало реальным. Он стал совершенно другим. И мысли, и тело претерпели изменения и теперь сильно отличались от человеческих. Благодаря чудесам имперской науки и применению генного семени, он был преобразован и воссоздан в более совершенной форме. Братес Рафаэль познакомил его с Либрариумом Легиона, где Захариэль узнал о Варпе, о его опасностях и силах, которыми могут пользоваться одаренные особыми способностями. Он узнал, что и сам принадлежит к такого рода исключениям, что его таланты отличаются от возможностей обычных представителей людской расы, и теперь его долг использовать свой дар на благо империума. Он предпринял первые шаги по пути к грандиозным достижениям, но его успехи в новой области оказались значительно слабее, чем проявление загадочной силы в бою против чудовища из Андриаго. Несмотря на то, что его способности ставили Захариэля в особое положение в легионе, в первую очередь он был воином, обязанным завоевывать авторитет в гарниле битв. Он больше не был обычным человеком и не стал просто исключительным воином. Империум дал ему возможность стать чем-то большим, его усовершенствовали для битвы. Он стал божеством сражений, одним из Астартес. Он стал космодесантником, темным ангелом. Он служил великому крестовому походу. Захариэль помнил, что является лишь ничтожной шестеренкой в грандиозном механизме великих замыслов, незначительным статистом в колоссальной драме человеческой энергии, но такие подробности его не огорчали, ведь империум преследовал благородные цели преобразования галактики, и он стал частью военной силы, которая воплощала мечты о лучшем будущем. То было время оптимизма и высоких идеалов, век открытий, частью которого Захариэль ощущал себя. Первые дни – великие дни. Впоследствии он станет вспоминать их как самое счастливое время в своей жизни. У него появилась цель. Он выполнял особую миссию, он стал инструментом воли императора и готовился принять участие в сражениях на благо всего человечества. И он не был одинок в своей борьбе. Ему не пришлось выполнять великую миссию в одиночестве. Все время, пока шли преобразования, рядом с ним оставался Немиэль. Летописцы, описывающие их отлет Скалибана, говорили об их общей фортуне, и Захариэль не мог с ними не согласиться, поскольку казалось, что они с Немиэлем были предназначены судьбой, чтобы плечом к плечу противостоять всем жизненным испытаниям. С самых первых дней жизни в родном мире они были связаны братскими узами, еще до того, как стали ангелами. И процесс превращения в Астартес только укрепил эту связь. Временами могло показаться, что одна душа по превратности рождения расщепилась на два отдельных тела. Захариэль и Немиэль по-прежнему в совершенстве дополняли друг друга, словно фрагменты одной головоломки. Захариэль, несмотря ни на что, оставался идеалистом, а Немиэль впечатлительным прагматиком. После той ночи, когда под круглым залом состоялось собрание мятежников, ни один из них не заговаривал об этом случае. Оба понимали, что любое упоминание разбередит былую рану и откроет плотину взаимных обвинений, закрыть которую будет уже невозможно. В их дружбе этот инцидент оставался болезненной занозой, хотя воспоминания Захариэля о том дне были достаточно туманными и постепенно сглаживались в памяти. Они стали представителями первого поколения Астартес, набранного на колебания. Точнее говоря, они были одними из первых, кто стал носить на плече новую эмблему легиона, крылатый меч, и первыми стали называть себя темными ангелами. Впоследствии это обстоятельство определит отличие между ними и их товарищами по оружию. Старшие воины происходили Стерры и помнили то время, когда первый легион императора еще не носил нынешнего названия, а те, кто пришел после Захариэля и Намиэля, не знали ничего другого. Но в те времена им казалось, что впереди встает заря Золотого века. Их жизнь освещала перспектива сражаться рядом со Львом и Лютером. Став темными ангелами, они отдавали все свои силы новой службе в составе 22-го ордена под командованием магистра Хадариэля. Они служили легиону и империуму в полную силу своих возможностей. Колебан остался в прошлом, и хотя они любили родной мир и надеялись когда-нибудь снова его увидеть, он превращался в воспоминание. Настоящим для них была новая жизнь и великий крестовый поход. Первая кампания вызвала у всех немало волнений, ведь это был их первый шанс донести свет Великого Крестового Похода до дальних уголков галактики, первая возможность доказать свою преданность и верность императору. 22-му ордену темных ангелов предстояло встретиться с 4-й имперской экспедиционной флотилией на высокой орбите мира, обозначенного в каталогах Великого Крестового Похода под номером 4-3. Хотя обитатели планеты, составлявшие развитое человеческое общество, сумевшее сохранить в неприкосновенности культуру и технологии, называли свой мир по-другому. Они дали ему имя Сараш. «Это и есть наша цель!» воскликнул Немиэль. «Из-за нее мы пересекли десяток звездных систем. Выглядит не слишком впечатляюще!» «Ты должен бы знать, что для нас не имеет значения, как выглядит мир», возразил Захариэль. «Помнишь, как мы проходили подготовку на Геликоне-4? Мне кажется, эти миры тебя тоже не очень-то впечатляли, пока не началась стрельба». «Это другое дело», пожал плечами Немиэль. «Тогда нам по крайней мере выпал шанс увидеть настоящие боевые действия, и это были новые миры. А ты читал сводки донесений? Нам придется несколько месяцев ждать в полном безделье, пока какие-то чиновники будут решать, стоит ли объявлять планету приведенной к согласию. Захариэль, мы же темные ангелы, а не сторожевые псы, мы способны на большее». Они стояли у иллюминатора обзорной палубы ударного крейсера Ярость Калибана. Через окно Захариэль мог видеть планету Сараш, значительно увеличенную благодаря хитроумным приспособлениям, встроенным в прозрачное вещество. Если Немиэль разглядывал голубой шар нового мира с плохо скрываемым отвращением, Захариэль созерцал его красоту не без удовольствия. Он любовался просторами бирюзовых океанов и огромными материками, еще недавно скрытыми слоями меняющихся облаков. На фоне непроницаемо темного космоса и в окружении мерцающих звезд, планета казалась похожей на круглый отполированный драгоценный бархате среди россыпи крошечных бриллиантов. Захариэль в своей жизни в составе Великого Крестового Похода видел с орбиты не так уж много миров, но Сараш был среди них самым поразительным. «Я читал сводки», сказал он. «Согласно донесениям, обширные области планеты покрыты лесами, и мне это нравится. Я бы не прочь посетить мир, хоть немного напоминающий Калибан, и снова оказаться в лесу. Эта встреча может быть испорчена смертельно опасными хищниками, не говоря уж о ядовитых растениях и грибах», фыркнул Немиэль. «Кроме того, мы не так давно покинули дом, чтобы предаваться ностальгии, но ты не слушал, когда я говорил о нашей предполагаемой миссии. Суть в том, что задание не принесет нам никакой славы. Можно сколько угодно называть эту группу четвертой экспедиционной флотилией, но на самом деле это немногим больше, чем второстепенная команда внедрения. Ее оставили после того, как все сражения были закончены и потребовались группы, наблюдающие за окончательной зачисткой. Они считают, что мы еще не готовы». «Я слышал тебя», возразил Захариэль. «Я понимаю твое негодование, но смотрю на эту проблему с другой стороны. Не пойми меня превратно, мне не меньше твоего хочется получить приказ о десантировании в самую гущу сражения, но ты сам об этом сказал. Мы, темные ангелы, мы созданы для войны, однако наша первая обязанность исполнять свой долг, а долг велит нам вести наблюдение за планетой Сараж, пока она не будет окончательно приведена к согласию». «Долг» саркастически бросил Немиэль и закатил глаза. «Тебе не кажется, что этот разговор был между нами и раньше? Примерно семь миллионов раз, по моим скромным подсчетам? Ладно, признаю себя побежденным. Ты прав, а я ошибался. Я согласен признать что угодно, лишь бы не выслушивать еще одну длинную речь о нашем долге. Ты можешь кого угодно заговорить до смерти на любую из тем. Я же слышал, как ты вчера вдохновлял воинов своего отделения. Мне стало их жалко». «Это называется риторика», усмехнулся Захариэль, услышав привычное сетование. «Разве ты не помнишь, что говорится в изречениях? Под воинскими науками подразумевается не только механика боя, которые могут пригодиться, чтобы стать лидером во время кризиса. Я все помню», проворчал Немиэль, и на его лице неожиданно появилось напряженное выражение. «Но ты не должен забывать, что мы уже не в ордене. Все это осталось позади. Прежние пути пройдены. Я говорю вполне серьезно. Старое время умерло в тот день, когда на Калибан ступил император, и мы узнали об истинной сущности льва. С того момента мы стали темными ангелами, и пора оставить прошлое позади». «Прошу меня извинить, благородные господа», раздался рядом голос, не давший Захариэлю ответить. «Я надеюсь, вы простите мое вмешательство». Захариэль и Немиэль, обернувшись, увидели появившегося рядом Сенешаля. Поверх черного комбинезона на нем была серая накидка, отмеченная знаком легиона темных ангелов. Сенешаль застыл, опустившись на одно колено и уважительно склонив голову. «Магистр ордена Хадариэль шлет вам свое приветствие», заговорил человек, как только Немиэль дал ему знак продолжать. «Он напоминает, что передача командования пройдет на борту флагманского корабля «Непобедимый разум» через два часа. Он обращает ваше внимание на необходимость присутствовать на церемонии и выражает надежду, что ваше поведение будет соответствовать лучшим традициям легиона. «Передай магистру ордена нашу благодарность», ответил Немиэль. «Можешь его заверить, что мы будем присутствовать на церемонии передачи и в соответствующих одеяниях, как того требует обычай. Мы понимаем, насколько важно оказать уважение воинам братского легиона». Сенешаль поднялся, отвесил еще один поклон и удалился. Немиэль, едва заметно усмехаясь, повернулся к Захариэлю. «Тебе не кажется, что магистер ордена боится, как бы мы не поставили его в неловкое положение?» тихо произнес он, как только слуга отошел на порядочное расстояние. «Не принимай близко к сердцу», посоветовал Захариэль. «Ему и так нелегко. Он отличный воин, но не истинный Астартес. Даже после всех прошедших лет с этим трудно смириться, особенно при встрече с нашими братьями». «Верно», с кислой улыбкой ответил Немиэль. «Остается только надеяться, что белые шрамы оценят его усилия». Захариэль поднял руку в предостерегающем жесте. «Осторожнее, помни, что на кону наша честь. Если ты скажешь хоть что-нибудь оскорбительное в их адрес, это может плохо отразиться на Хадариэле, нашем ордене и всем легионе». Немиэль тряхнул головой. «Ты слишком сильно беспокоишься. У меня нет ни малейшего намерения кого-то оскорбить, особенно воинов белых шрамов. Они наши братья, и я не испытываю к ним ничего, кроме уважения. Кроме того, они правильно поступают, что покидают эти места и отправляются навстречу настоящим сражениям. Если я и был несколько раздражен, то только потому, что кто-то назначил нас сторожевыми псами вместо них». Тремя неделями ранее магистр ордена Хадариэль собрал своих старших офицеров за широким столом на стратегической палубе ярости Калибана. «Мы получили новые приказы», сказал он. «Наши силы разделяются. Часть региона продолжит путь к Феонису, а остальные свернут к планете под названием Сараш и сменят там белых шрамов». «Это что, срочный призыв о помощи?» спросил Дамас. Ротный мастер Дамас вечно открывал рот раньше, чем успевал подумать, вот и сейчас он высказался первым. «Неужели наши братья Астартес оторвали кусок, который оказался им не по зубам?» «Нет», ответил Хадариэль, и его лицо, хранящее непроницаемое выражение, не выдало никаких эмоций. «По всем оценкам, ситуация Насараша вполне мирная, это больше похоже на перераспределение сил. Мы отбываем Насараш, чтобы дать возможность белым шрамам исполнить свой долг в каком-нибудь другом районе галактики». Немиэль задал следующий вопрос, занимавший мысли многих присутствующих. «Простите, магистр, но отсюда следует, что белые шрамы для великого крестового похода важнее, чем темные ангелы, если нас переводят на второстепенную позицию только с той целью, чтобы позволить белым шрамам принять участие в настоящей войне». Верный себе Дамас подхватил тему. «Лев никогда бы на это не согласился!» Хадариэль хлопнул ладонью по столу и звук прозвучал как выстрел. «Тихо! Ты говоришь мне очереди, мастер Дамас, и демонстрируешь свой дурной нрав! Еще одна такая выходка, и я освобожу тебя от твоих обязанностей! Возможно, пара дней медитации немного исправит твой характер!» «Прошу прощения, магистр!» опумнился Дамас и склонил голову. «Я был неправ!» «То-то же! А что скажешь ты, брат Немиэль?» Взгляд Хадариэля переместился словно луч лазера. «Я был о тебе лучшего мнения. Если мне потребуется твое мнение по какому-то вопросу, особенно в толковании приказов, я тебя непременно спрошу. Тебе все понятно?» «Понятно, магистр!» неохотно ответил Немиэль. «Хорошо!» кивнул Хадариэль. «Как сказал Дамас, вы оба были неправы, и даже больше, чем сами себе представляете. Приказы пришли от Льва и Лютера, и если наши лидеры требуют от нас службы в районе Сароша, нам не пристало с ними спорить!» «Это нелегкая обязанность», сказал Шанг Хан, старший командир Белых Шрамов. «Это задание не сулит славы и не принесет радости ни одному Астартес. Это тяжкая, но необходимая работа. Здесь не выиграть битву, по крайней мере, такую битву, ради каких мы созданы. А вне сражений мы не видим перед собой цели. Мы чувствуем себя ненужными и несовершенными». Шанг Хан стоял лицом к лицу со львом на обзорной палубе непобедимого разума, флагманского корабля 4-й имперской экспедиционной флотилии. По обе стороны от них, в качестве свидетелей церемонии, заняли места Лютер и Белый Шрам по имени Кургис, а остальные Астартес из обоих легионов, так же, как и делегация старших офицеров, наблюдали за передачей командования с почтительного расстояния. Захариэль вместе с Намиэлем смотрели, как торжественно проходят последние стадии церемонии, и их легион принимает на себя задачу поддержания закона и порядка на Сарыша. «Так велит нам долг», продолжал Шанг Хан. «Тяжесть его ложится на наши плечи, но острее всего мы чувствуем ее в душе. Брат, готов ли ты принять эту ношу?» Белый шрам подал Льву украшенный чеканкой медный цилиндр со свернутым пергаментом внутри. «Я принимаю ее», ответил тот, протянул руку и взял цилиндр. «Моей жизнью и жизнью моих людей перед моим легионом и императором клянусь выполнять свою задачу с честью. Засвидетельствуйте мои слова». «Клятва принята!» хором откликнулись Захариэль и один из воинов белых шрамов. «Вот и хорошо», кивнул Шангхан. Белый шрам скрестил руки на груди в знамении Аквилы, салютуя Захариэлю и магистру ордена. «Добро пожаловать, Леонель Джонсон из Темных Ангелов. От имени легиона белых шрамов приветствую тебя на Сароше». Они называли это действие церемонией, но оно едва ли заслуживало столь громкого названия. Вознаменование передачи командования белыми шрамами Темным Ангелам был вручен свиток и принесена клятва. Во всяком случае, как бы ни были скудны атрибуты обряда, сопутствующие событию, они перевешивали значимость самого перехода власти. Четвертая флотилия была одной из самых немногочисленных во всем Великом Крестовом походе и объединяла всего семь кораблей. Флагман непобедимый разум, транспортники доблестный оплот и храбрый возщик, фрегаты бесстрашный и отважный, эсминец арбалет и ударный крейсер быстрый наездник, который и должен быть заменен кораблем Темных Ангелов Ярость Колебана. Передача контроля от одного легиона к другому прошла с соответствующей торжественностью и уважением к обычаям, но сам факт присутствия здесь контингента Астертес казался абсурдным. Строго говоря, четвертая флотилия была все так же второстепенным подразделением. В силу недостаточности огневой мощи и отсутствия надлежащей подготовки и ресурсов, флотилия была не способна организовать полноценную кампанию против враждебного мира, поэтому ее обязанностью было наблюдение за привидением к согласию миров, которые уже проявили лояльность целям Империума. Но с Сарашем возникли проблемы. Первый контакт с этой планетой был установлен почти год назад, и население на поверхности было настроено вполне дружелюбно. Они встретили представителей Империума с распростертыми объятиями и громко декларировали свое желание принять имперские истины. Но двенадцать месяцев спустя не было достигнуто никакого прогресса в приведении мира к согласию. Не было ни открытого сопротивления, ни актов неповиновения, но каждая процедура, начинаемая имперскими представителями, чтобы ускорить приведение к согласию, неизбежно заканчивалась полным провалом. Каждый раз выдвигались новые инициативы, и правительство Сароша обещало сделать все, что в его силах, для обеспечения успеха. Но каждый раз обещанная поддержка отсутствовала. Правительство приносило свои самые искренние извинения. Оно выражало свое сожаление, ссылалось на недостаток понимания, вызванный различием традиций и наречий, и каждый раз переговоры заходили в тупик. Правительство сетовало на непримиримость государственной бюрократии и напоминало о пяти тысячах лет стабильного и упорядоченного государственного строя, родившего бюрократическую систему, которая приобрела гигантские размеры и стала совершенно неповоротливой. Конечно, в их заверениях имелась доля истины, и опытные представители империума, осуществлявшие подобные процессы в десятках миров, только сердито качали головами, сталкиваясь с очередными проволочками бюрократического аппарата Сараша. Проблема была еще и в том, что чиновники Сараша работали неполный день. Законы этого мира освобождали своих граждан от значительной части налогов, если они соглашались часть времени посвятить бюрократической службе. Согласно данным последней планетарной переписи, тот или иной пост в аппарате управления государством занимали приблизительно 25% взрослого населения, а остальные граждане просто не смогли пройти строгий экзамен на соответствие требованиям бюрократической пригодности. Исходя из сведений той же переписи, можно было сделать вывод, что в аппарате управления Насараша трудились не менее 180 миллионов человек. При таком количестве бюрократов, принимающих участие в процессе, имперские представители ничего не могли поделать. И согласие правительства уже не играло никакой роли, поскольку закон, чтобы вступить в силу, должен был пройти через бесконечные барьеры местных чиновников, различных составителей прошений, нотариусов, сборщиков налогов, уполномоченных по подписям, толкователей резолюции, законников, систематизаторов, согласователей и надзирателей за правомочиями. Хуже того, система бюрократии за последние пять тысячелетий настолько усложнилась, что даже сами чиновники не представляли, как заставить ее работать. По общему мнению всех, кто так или иначе принимал участие в приведении Сарыша к согласию, за последние двенадцать месяцев не было достигнуто никакого маломальски заметного прогресса. Планета оставалась такой же далекой от истинного согласия, как и в тот день, когда она была обнаружена. В течение всего этого времени, пока имперские представители пытались пробиться сквозь заслоны бюрократии Сарыша, быстрый наездник стоял на высокой орбите. Он находился там с момента открытия планеты в надежде, что присутствие мощного отряда Астартес окажет влияние на умы правителей Сарыша и заставит их быстрее завершить приведение к согласию. Вместо этого Белым Шрамам пришлось провести весь этот долгий период времени в вынужденном бездействии. Это их совсем не устраивало. Флотское командование испытывало ужас при мысли, что Шангхан на одном из еженедельных собраний пожелает узнать, сколько еще его людям бездельничать на орбите. Особое презрение командир Белых Шрамов испытывал к избранному лорду-правителю Харладу Ферсту, человеку, которому предстояло править территориями Сарыша от имени Императора, когда планета будет приведена к согласию. Окружающие не раз слышали, как он кричал на избранного лорда-правителя. Если эти люди выражают свою покорность, заверяй приведение к согласию, чтобы мы могли покинуть это место. Если они сопротивляются, скажи об этом мне, и мы заставим их пожалеть о своей глупости. Выбирай что-нибудь одно, но только прими хоть какое-нибудь решение. Лорд Ферст и его помощники так и не сделали выбора. Ловко пользуясь искусством бюрократических проволочек, они изо дня в день откладывали принятие окончательного решения под любыми предлогами. Весьма скоро их увертки вызвали у белых шрамов стойкое отвращение ко всем гражданским лицам, сопровождавшим флотилии Великого Крестового Похода. Таким образом прошло 12 месяцев непродуктивного ожидания, пока белые шрамы не послали сигнал Леону Эль Джонсону, в котором ему и его темным ангелам предлагалось остаться на орбите Сараша еще на два месяца, чтобы дать возможность белым шрамам исполнить свой долг в другом месте. Тем временем и лорд-правитель Ферст получил донесение, в котором ему напоминали, что присутствие четвертой имперской экспедиции требуется не могут вечно оставаться на орбите Сараша. В этом послании также говорилось о предельном сроке для выполнения поставленной задачи. Для решения вопроса о согласии Сараша ему давалось два месяца. Если избранный лорд-правитель за это время не управится, он будет лишен своих полномочий, а определять судьбу Сараша будет Леон Эль Джонсон. Позже, когда церемония закончилась, наступил черед неизбежного официального празднования. Астартес смешались с остальными присутствующими, и началось неформальное общение и разговоры. А слуги в ливреях флотилии курсировали по залу с серебряными подносами, уставленными бокалами вина и различными закусками. Захариэль, как обычно, неуютно чувствуя себя на подобном мероприятии, старался держаться на заднем плане. Вскоре он оказался перед громадным панорамным иллюминатором обзорной палубы, и как несколько часов назад, когда вместе с Немиелем стоял на борту ярости Калибана, стал наблюдать за медленно вращающимся шаром Сараша. Возможно, в тот момент проявилась особая специфика склада ума темных ангелов, но самое большое впечатление на Захариэля произвели колоссальные размеры обзорной палубы непобедимого разума, по сравнению с тем же отсеком ярости Калибана. В силу частично сохранившихся монастырских традиций, темные ангелы во всем тяготели к аскетической суровости. На их кораблях использовался каждый квадратный сантиметр пространства. От контрольного пункта артиллеристов, откуда велось управление главными боевыми орудиями, до тренировочных камер, где Астартес оттачивали свое мастерство, все служило боевым целям. Но обстановка этого корабля настолько отличалась, что больше напоминала Захариэлю интерьер роскошных дворцов знати, а не военный корабль. Он предполагал, что корабль был украшен в соответствии с могуществом и возможностями Империума, но все же, на его взгляд, обильные украшения, покрывавшие каждую пять внутренней поверхности, были для боевого судна слишком роскошными или даже вычурными. Конечно, на кораблях темных ангелов тоже имелись украшения, однако переборки и двери непобедимого разума сплошь покрывала золоченая резьба. Если архитектуру представить разговором между построившим помещение мастером и людьми его использующими, то эта обзорная палуба постоянно кричала десятками разных пронзительных голосов. Помещение палубы было огромным, с высоким куполом вместо потолка и напоминало храмы древнего Калибана. Напротив обзорного иллюминатора возвышалась стена, господствующая над всем залом. Представленная на ней панорама была более 60 метров высотой и состояла из множества сводчатых панелей, напоминавших цветные стекла в окнах языческих святилищ. Но внимание привлекала даже не огромная витражная стена, а изображенные на ней картины. На обзорной палубе боевого корабля, по мнению Захариэля, уместно смотрелись бы послания Империума, картины славных побед, а также посмертные портреты каждого из капитанов, управлявших судном за его двухсотлетнюю историю. Но здесь имелись еще и некоторые элементы идолопоклонства, от которого жители Калибана отказались еще в ранние века. Напоминает приемную куртизанки, раздался за спиной Захариэля грубоватый голос, предлагая другой аспект толкования интерьера. Улучшенный слух еще до того, как фраза была произнесена, уловил приближение брата Астартес. Обернувшись, Захариэль увидел перед собой Кургиса с двумя бокалами вина, казавшимися в огромных руках белого шрама наперстками. «Прости, я тебя не совсем понял, брат». «Это место...» Кургис обвел взглядом обзорную палубу. «Я хотел сказать, что согласен с тобой, брат. Слишком много блеска, слишком много золота. Все это больше похоже на покои в городском борделе палатина, а не на военный корабль». «Неужели ты случайно не один из библиариев вашего легиона?» «Нет», усмехнулся Кургис. «Я не псайкер. Некоторые люди имеют дар скрывать свои мысли от других, и можно хоть тысячу лет смотреть на их лица и никогда не догадаться, о чем они думают. Но ты не из их числа. Я заметил, с каким мрачным видом ты осматривал зал и сделал вывод о твоих размышлениях». «Твоя догадка оказалась верной», признал Захариэль. «Мне помогли мои собственные ощущения. Я и сам думаю об этом месте точно так же. Но хватит об этом. Я принес тебе выпить. Когда братья встречаются, им не помешает принести клятву на глотке вина». Кургис протянул ему бокал, а второй приподнял, готовясь произнести тост. «За темных ангелов», произнес он, «из-за их примарха Леона Эль Джонсона». «За белых шрамов», ответил Захариэль, «из-за примарха Джагатая Хана». Они осушили бокалы, и Кургис, допив вино, бросил свой в стену. Резкий звон заставил вздрогнуть некоторых из стоящих поблизости чиновников. «Такова традиция», пояснил белый шрам. «Чтобы клятва на вине обрела крепость, накивнув, последовал его примеру и швырнул свой кубок в стену. «Я рад нашей встрече, брат, и хотел бы с тобой поговорить, поскольку мы все вам благодарны». «Благодарны?» удивился Захариэль. «За что?» Кургис жестом обвел нескольких воинов легиона белых шрамов, находящихся в зале. «Ты и твои братья нас освободили. Я сожалею лишь о том, что нашу прежнюю позицию займут такие благородные воины, кучи мусора, называемые миром». «Мы с радостью принимаем новое назначение», сказал Захариэль. «Это наш долг». «Да, долг», вздохнул Кургис и вопросительно приподнял бровь, отчего сильнее проявились многочисленные шрамы, пересекавшие его лицо. «Но ты слишком дипломатичен, брат. Я понимаю. Я уверен, что полученные приказы были встречены хором недовольных голосов. Темные ангелы, слишком отважные и решительные воины, чтобы с радостью принять подобное назначение». «Как сказал Шанг Хан, это тяжкая ноша для любого из Астертес. Мы все воины и лучшие воины императора. Мы созданы для того, чтобы странствовать по галактике и сражаться с врагами, а вместо этого приходится выполнять работу сторожевых псов». Внезапно он замолчал и пристально взглянул в лицо Захариэля. «Что это?» спросил Белый Шрам. «Ты это?» Захариэль покачал головой. «Ничего смешного. Нет, просто именно эти слова я чуть раньше слышал от своего друга. Он тоже сказал, что из нас пытаются сделать сторожевых псов». «В самом деле, твой друг разумный человек». Кургис обернулся и окинул взглядом просторный зал. «Как я понял, вы привезли с собой немало воинов. Я спрашиваю лишь потому, что удивлен видеть во главе Астартес магистра Ордена». «Нами командует Лев и Лютер», сказал Захариэль. «Это мне известно, но линейным офицером назначен Сар Хадариэль, не так ли?» Проследив за взглядом собеседника, Захариэль посмотрел на магистра Хадариэля, беседовавшего с Шангханом и несколькими офицерами флотилии. Шанги, сопровождавшие его Астартес, были намного выше, магистр Захариэль заметил, что во время разговора Хадариэль много жестикулировал, словно желая показать, что ничуть не смущен физическим превосходством белых шрамов. Такую сцену юноша и раньше видел не один раз и был уверен, что сам Хадариэль едва ли задумывается над этим. Как и прежде, он ощутил прилив теплых чувств по отношению к ветерану. До пришествия императора на Калибан Хадариэля в Ордене считали одним из самых способных боевых рыцарей. Захариэль хорошо помнил, как сражался под его командованием при взятии крепости Братства Волка. То было отличное и очень важное для истории Калибана победа, но появление сил империума стало не слишком благоприятным для Хадариэля обстоятельством. Астартес выбрали его и пригласили присоединиться к легиону темных ангелов, но вместе с тем, несмотря на оказанную честь, он был слишком стар для генной модификации. Хадариэль и ему подобные рыцари, включая Лютера, были подвергнуты серии интенсивных хирургических и химических вмешательств, предназначенных для увеличения их силы, выносливости и усиления рефлексов. Они стали выше и мощнее, чем обычные люди, но все же не превращались в Астартес. И никогда не смогут этого сделать. Такому человеку, как Хадариэль, должно быть приходится нелегко, заметил Кургис. Да, согласился Захариэль, но мой командир исключительный воин. Даже не обладая преимуществами Астартес, он занимает в легионе высокое положение. Лев учитывает его заслуги в прошлом? Захариэль покачал головой. У льва никогда не было фаворитов. Хадариэль стал магистром ордена только благодаря собственным заслугам. Если ему есть о чем пожалеть, то лишь о том, что он не совсем на своем месте. Что ты хочешь этим сказать? Захариэль не знал, стоит ли ему продолжать, поскольку Кургис принадлежал к другому легиону, а темные ангелы дорожили своей репутацией, но все же чувствовал, что белому шраму можно доверять. С самого первого дня назначения мантия лидера слабо держалась на плечах Хадариэля. Он постоянно спорит с другими офицерами и магистрами орденов и чересчур болезненно реагирует на любые часто воображаемые обиды, словно убежден в пренебрежительном отношении всех окружающих. Я подозреваю, что это происходит из-за того, что Хадариэль не смог воспользоваться преимуществами Геносемени. Возможно, согласился Захариэль. С другой стороны, его восхождение по служебной лестнице могло быть обусловлено желанием самоутверждения, а не только преданностью имперским идеалам. Он не стал рассказывать о ходивших слухах насчет неоднократных внушений со стороны Льва по поводу раздражительности Хадариэля. Каковы бы ни были успехи магистра ордена, Хадариэль не мог избавиться от убеждения, что все смотрят на него сверху вниз, потому что он не стал истинным Астартес. «Мастер Хадариэль всегда вел нас за собой, когда наш орден отправлялся на битву», сказал Захариэль. «Он предпочитает все увидеть своими глазами». «Мудро с его стороны», кивнул Кургис. Кургис перевел взгляд в окно, за которым виднелся Сараш, и несколько секунд молча смотрел на планету, словно взвешивая свои следующие слова. «Не доверяй им», наконец произнес Белый Шрам. «Кому?» «Людям Сараша», пояснил Кургис. Не отводя взгляда от окна, он указал на шар планеты. «Ты еще не встречался с ними, брат, и я подумал, что должен тебя предостеречь. Не доверяй им, и никогда не поворачивайся к ним спиной». «Но я считал, что они вполне миролюбивы, согласно донесениям, население с самого начала встретило нас с радостью». «Да, так оно и было», подтвердил Кургис. «И все же я бы не стал им доверять, и тебе не советую, если у тебя есть голова на плечах». «И донесениям тоже не стоит верить. Во всех документах слишком сильно чувствуется влияние избранного лорда-правителя Ферста и его приятелей». Он быстро повернулся и бросил короткий сердитый взгляд на Седовласова, увешанного множеством медалей сановника, стоявшего недалеко от двери в окружении целой толпы спутников. «Это и есть избранный лорд-правитель Ферст?» спросил Захариэль. «В свое время он был великим полководцем», пожал плечами Кургис. «По крайней мере так говорят. Иногда такое случается. Человек становится большим начальником, и вскоре его статус становится для него самым важным в жизни. Он перестает замечать любого, кто не пытается ему льстить и поддакивать, и со временем начинает слышать только то, что хочет услышать». «И так произошло на Сароше?» «Несомненно». Сердито поджал губы Кургис. «Если бы Ферст сохранил способность соображать, он бы спросил себя, в чем причина такой медлительности сарошанцев? Если они действительно хотят стать частью Империума, как клянуться, можно было бы подумать, что они готовы сдвинуть с места звезды, лишь бы выполнить наши требования. А вместо этого получаются сплошные проволочки и несогласования. Их даже нельзя упрекнуть, эти сарошанцы всегда безупречно вежливы. Едва в процессе проведения к согласию намечается очередная проблема, они в отчаянии начинают размахивать руками и рыдают, словно женщины, оплакивающие гибель главы рода. Послушать их, так все дело только в невезении и неблагоприятном стечении обстоятельств. Вот почему я не склонен им доверять. Или они намеренно затягивают процесс приведения к согласию, или это самые неудачливые люди на свете. Не знаю, как ты, брат, а я не верю в судьбу, ни в плохую, ни в хорошую. Я с тобой согласен, сказал Захариэль. Он накинул взглядом всех собравшихся на обзорной палубе, но не обнаружил ни одного незнакомого мундира. Но на этом собрании я не вижу ни одного сарашанца. Ты увидишь их завтра, заверил его Кургис. На завтра запланировано празднество. Сарашанцы хотят отметить наше прибытие в их мир точно так же, как год назад отмечали наше появление. Будет торжественный пир, представление и все такое. Праздник пройдет и на борту непобедимого разума, и внизу, на поверхности Сараша. Я уверен, будет очень весело. Не сомневаюсь, что вы услышите много обещаний от правителей планеты. Например, что приведение к согласию не за горами. Они поклянутся работать день и ночь, чтобы выполнить поставленные империумом задачи. Они будут льстиво заверять в своей приверженности курсу империума и говорить о том, как счастливы, что вы спасли их от невежества. Не а не по словам. Но пока, согласно этому правилу, сарашанцы не заслуживают ни малейшего доверия. А ты не догадываешься об их мотивах? Спросил Захарей. Как считаешь, сарашанцы затягивают процесс приведения к согласию по какой-то определенной причине? Я не знаю. В моем родном мире есть одна поговорка. Если человек идет по волчьим средам, рано или поздно он встретится с волком. Но я ничем не могу подтвердить свои подозрения, брат. Я только думаю, что должен по-дружески тебя предостеречь. Остерегайся этих людей. Не доверяй им. Белые шрамы скоро покинут это место. Шанг Хан уже приказал готовиться к выходу в космос, к новому месту назначения. Через четыре часа быстрый наездник покинет эту систему. Кургис улыбнулся, хотя в его улыбке не было и намека на веселье. А потом вы останетесь одни. Глава девятнадцатая Что представляют собой твои ангелы? Спросил ее Дусан из-под неподвижной золотой маски, закрывающей все лицо. Послушать их итераторов, так темные ангелы самые отважные и воинственные. Они странствуют среди звезд и сеют разрушения. Надо ли нам их бояться? Вам нечего бояться, ответила Рианна Сорель, проклиная в душе болтунов Скалибана и их склонность к преувеличениям. Она едва удержалась, чтобы не нахмуриться, но вовремя вспомнила, что Дусан может видеть ее лицо, хотя сам скрывается за маской. Да, темные ангелы воюют против врагов императора, но людей Сароша это не касается. Вы часть империума, вы наши братья. Звучит обнадеживающе, кивнул Дусан. Развернувшись, он взмахом руки указал на город. Мы приложили немало усилий, чтобы подготовиться к их прибытию и встретить гостей подобающим образом. Если они пришли разрушить наш город, это было бы огромной трагедией. Ведь он так красив, не правда ли? Он достоин твоего собирателя образов. Более чем достоин, ответила она, поднимая пиктограф, висевший на ремне через плечо. С твоего позволения, я хотела бы сделать несколько пиктов, пока не изменилось освещение. Позже, когда я буду писать отчет, они мне очень помогут. Как пожелаешь. Они стояли на балконе, под которым простирался Шалаул, планетарная столица Сараша. Рианна прибыла к Сарашу почти двенадцать месяцев назад, но в первое время ей редко позволяли спускаться на поверхность планеты. Несмотря на дружелюбное поведение обитателей Сараша и очевидное сходство их общества с культурой Терры, этот мир еще не был официально приведен к согласию. Было очевидно, что имперские военные чины неохотно допускают на Сараш гражданских лиц. Более того, как подозревала Рианна, значительное влияние на них оказывали руководители Астартес, в результате чего почти все прошения о посещении планеты были отклонены. Она не имела представления, была ли такая ситуация общей для всего крестового похода, но Астартес четвертой флотилии всячески старались пресечь любые попытки запечатлеть состояние общества в мирах доимперского периода. Рианна была композитором. Она слышала, что народные песни Сараша характеризуются незабываемыми мелодиями, исполняемыми на нескольких типах музыкальных инструментов, уникальных для этого мира, но вся информация поступала к ней из вторых рук, только из бесед с солдатами имперской армии, часто посещавшими планету. До сих пор ей еще не приходилось слышать музыку Сараша, но Рианна уже лелеяла мысль о создании симфонии, в которой местные напевы соединились бы с помпезной музыкой империума, которая в данный момент пользовалась большой популярностью. Но до тех пор, пока она сама не услышит эти мелодии, невозможно определить, насколько реален ее план. А пока, в поисках вдохновения, она занялась съемкой города. Дусан прав, Шалаул великолепен. Солнце уже садилось, и в ответ на сгущавшиеся сумерки город самым прекрасным образом начинал сиять по мере зажигания ярких светящихся шаров. В отличие от других городов, Шалаул не обладал общей осветительной системой. Вместо этого, по приказу отцов города, каждый житель при выходе из дома обязан был иметь при себе три парящих в воздухе шара фонаря, освещавших путь. Мужчина, женщина или ребенок, любой житель Шалаула выходил на улицу только в сопровождении трех ярких огней, висящих над головами. Сейчас, когда тысячи людей направлялись в закусочные, бары или просто совершали вечерние прогулки, с балкона, где стояла Рианна, зрелище производило ошеломляющее впечатление. Казалось, весь город был населен далекими танцующими огоньками, как будто внизу слегка колыхалось целое море спустившихся с неба звезд. Это было очень необычно, но на этом чудеса не заканчивались. В противоположность многим городам, виденным Рианной на Терре или в других районах галактики, Шалаул не казался тесным. Это был город открытых горизонтов. И он не был грязным. С первого же мгновения знакомства с Шалаулом Рианна поняла, как легко здесь жить. Город изобиловал широкими бульварами и открытыми площадями, парками и зелеными газонами, красивыми статуями и великолепными дворцами. Рианна была знакома с городами ульями, с теснотой и убожеством скученной жизни, когда все живущие постоянно ощущают давящее присутствие своих соседей. В Шалауле не было ничего подобного. Из всех, что она успела повидать, это место казалось самым приятным и располагающим к спокойствию. Сарашанцы утверждали, что уже более тысячи лет не знали воин, и архитектура их городов в полной мере подтверждала это заявление. По периметру города не было никакой стены, не было видно и других оборонительных сооружений. В тех редких случаях, когда Рианне удавалось получить разрешение посетить город, она не испытывала и намека на смутное беспокойство или какую-то угрозу, обычно ощущаемую в первое время в чужих городах. Улицы Сараша дышали спокойствием и безопасностью. Возможно, Астартес противились всем попыткам увековечить образ местного общества как раз из-за этой гармонии и упорядоченности. Даже с первого взгляда становилось очевидно, что Шалаул превосходное место для жизни. То же самое можно было сказать и об остальной территории Сараша. Вероятно, Астартес опасались неизбежных сравнений между прошлым и настоящим, которые могли возникнуть после приведения планеты к согласию и установления законов Империума. Рианна удивилась своим странным мыслям. Она была такой же подданной Империума, как и Астартес, и все-таки сомневалась в целесообразности их миссии. Люди Сараша казались вполне довольными своей жизнью. Какое право имперцы имели ее изменять? Она решила, что на ее мысли влияет город. Это место очаровывало, и дело не только в архитектуре и парящих фонарях, очарование ощущалось абсолютно во всем. По обе стороны от балкона стены были украшены вьющимися растениями с пышной темно-зеленой листвой и яркими пурпурными цветами. Они источали пьянящий аромат, который распространялся в ночном воздухе и, казалось, обладал успокаивающим действием. Легко было представить, что это место и есть рай. «Ты удовлетворена?» спросил ее Дусан. «Удовлетворена?» Он показал на пиктограф в ее руках. «Ты перестала работать на своей машине. Ты получила все, что хотела?» «Да», кивнула Рианна. «Но эта машина записывает не только изображения. Она может записать и звуки. Я надеялась услышать несколько примеров вашей музыки». «Моей музыки» лицо Дусана под маской увидеть было невозможно, но вопросительные нотки в его голосе были такими же очевидными, как и его слабое знакомство с грамматическими нормами готика. «Это какая-то метафора? Я ведь не музыкант». «Я имела в виду музыку вашего народа», объяснила Рианна. «Мне говорили, что она особенная. Надеюсь, я что-нибудь услышу». «На сегодняшнем торжестве будут музыканты», заверил ее Дусан. «В честь прибытия темных ангелов наши правители организовали всепланетное празднество. Уверен, когда мы посетим торжество, ты услышишь музыку, достойную записи. Это известие тебя радует?» «Да, я рада», ответила Рианна. Она уже заметила некоторую напряженность в разговоре сарашанцев, еще не совсем освоившихся с тонкостями недавно изученного наречия. В некоторых других мирах, как только объявлялось, что местное население обязано выучить готик и использовать его в качестве государственного языка, часто возникала враждебная реакция. На Сараши, напротив, государственный язык империума встретил самый теплый прием. Рианна уже видела в Шалауле несколько дорожных знаков, написанных на готике, и, как говорили, ученые уже приступили к переводу на официальный язык империума самых известных литературных трудов. Этот факт еще раз подтверждал добрую волю народа Сараша, проявленную с момента появления на орбите имперских кораблей. И Рианна снова поразилась несуразности возникшей ситуации. Несмотря на добродушный прием, оказанный жителями Сараша силам империума, их планете до сих пор отказывали в официальном подтверждении согласия. Рианне были известны распространившиеся по флотилии слухи о чудовищной бюрократии Сараша, но она считала, что имперская бюрократия ничуть не лучше. Сарашанцы снова и снова демонстрировали свою добрую волю и миролюбивое намерение и всячески подтверждали свое желание стать частью человеческого братства. Как же можно было им не доверять? Кургис настаивал, что сарашанцам нельзя доверять. И уже после неполного дня, проведенного на орбите Сараша, Захариэль и сам почувствовал, что белый шрам дал ему дельный совет насчет обитателей этой планеты. У него не было никаких доказательств подтверждения этой догадки. Всего лишь инстинктивное ощущение, предчувствие, рожденное его растущим псионическим потенциалом. Если бы Захариэля попросили высказать свое мнение о Сарше, он бы не нашел ничего, что оправдывало бы его сомнение. Обычно он был более доверчив, он был благородным человеком, но одним из его недостатков, из-за которого он частенько попадал в ловушки, была вера в благородство всех окружающих. Намиэль обладал более подозрительным складом характера и всегда пытался разузнать о мотивах других людей. Захариэль принимал всех такими, какими он их видел. Как истинный воин, он питал отвращение к лицемерию и двусмысленности. И все же, не имея ничего, что оправдывало бы его реакцию, он с первой же встречи отнесся к сарашанцам с недоверием. Возможно, причиной тому были их маски. Постоянное ношение масок являлось для взрослых и детей сарашана нормой общественного поведения. За исключением самых интимных и личных моментов жизни, сарашанцы всегда скрывали лица, не только на публике, но и в собственных домах. Захариэль слышал о многих необычных традициях в заново открытых мирах, но привычка сарашанцев постоянно носить маски казалась ему самой удивительной. Эти личины были твердыми и украшались золотом. Они полностью закрывали лицо, оставляя открытыми лишь уши и волосы, и каждая маска обладала привлекательными чертами стилизованного лица, одинакового и для мужчин, и для женщин. Они напоминали Захариэлю принятые в некоторых мирах посмертные глиняные слепки, снятые с голов только что усопших людей. Подобные изображения всегда оставляли в его душе ощущение какой-то пустоты. Они повторяли размеры и очертания лица, но после смерти не могли передать истинную сущность человека, с которого снимался слепок. В них недоставало жизни, выразительности, мелких деталей, что превращало посмертные маски почти в карикатуры. Те же самые чувства вызывали маски сарашанцев. Захариэль был уверен, что поэт смог бы отыскать стихотворные метафоры и объяснить, что те скрываются за своими масками от жизни, но сам он видел только существующие в обществе обычаи всеобщей скрытности. Захариэль не был поэтом, но и он понимал, что лицо это важный элемент человеческого общения. Оно тысячами мимолетных изменений выдавало настроение и чувства своего владельца, а в общении с сарашанцами представителям империума было отказано в источнике важной информации и приходилось иметь дело с пустыми, постоянно улыбавшимися фасадами. Нет ничего удивительного, что в процессе приведения к согласию возникли трудности. Кроме того, источником сомнений стало уголовное делопроизводство Сараша, вернее, его полное отсутствие. И на этот факт внимание Захариэля обратил Кургис. «У них нет тюрем», сказал Белый Шрам на праздновании передачи командования. «Одна из наших наблюдателей заметила это, исследуя результаты съемок Шалаула с воздуха. Она проверила карты всех других поселений и обнаружила то же самое. Никаких тюрем, ничего похожего на места содержания заключенных». «Не во всех мирах преступников держат в тюрьмах», заметил Захариэль. «Верно», кивнул Кургис. «Мы и сами так поступали на Хагорисе. В прошлом, еще до прихода Империума, мы следовали простому закону. Это был суровый обычай, обусловленный местными обстоятельствами. Человек, совершивший преступление, мог быть до смерти забит камнями, или ему подрезали сухожилия, воды, пищи и оружия. Если кто-то убивал другого человека, он становился рабом и служил в семье погибшего на протяжении нескольких лет, пока не отработает долг крови. Но сарашанцы считают себя цивилизованной нацией. Насколько я знаю, простейшее правосудие не применяется в развитом обществе. Люди обычно усложняют процесс». А никто не спрашивал у них объяснений по этому поводу. По словам сарашанцев преступления в этом мире случаются крайне редко. А когда правонарушения все же совершаются, виновных обязывают работать дополнительные часы на бюрократической службе. «Даже убийц?» – нахмурился Захариэль. «Это ни на что не похоже». «Есть еще кое-что. В процессе приведения к согласию логисты нашей флотилии запросили на Сараши данные переписи за последнее десятилетие. Я плохо запоминаю цифры, брат, командованию осталось в памяти. Основываясь на уровне рождаемости и количестве смертей, указанных в сведениях, было установлено, что число жителей на Сараши должно быть больше, чем указано. Когда мы задали вопрос, правители Сараша стали клясться, что в перепись вкралась ошибка». «А о какой цифре шла речь?» – спросил его Захариэль. «О 8%» – ответил Кургис. «Знаю, на первый взгляд может показаться, что это не так уж и много, но если подсчеты верны, это означает, что на Сарше за последние 10 лет пропало не меньше 70 миллионов человек». Ночь выдалась великолепной. Она шла по улицам и бульварам Шалаула и любовалась прекрасными и непривычными видами. Празднество, о котором говорил Дусан, было в полном разгаре. Толпы людей в масках заполнили улицы, по проезжей части ритмично двигались ослепительно яркие процессии танцоров в диковинных костюмах с воздушными змеями и развивающимися бумажными лентами. Рианна увидела жонглеров и клоунов в раскрашенных масках, акробатов и фокусников, шутов и мимов, встретила карликов и великанов, шпагоглотателей и укротителей огня, а кроме всего этого она услышала музыку. Странные звуки донеслись из карнавальной толпы. Песни сарошанцев оказались красивыми и сложными. В них беспрестанно менялась тональность, от сложного рисунка гармонии мелодия переходила к явному диссонансу, выражая попеременно то печаль, то бурную радость. Рианна услышала звучание, о существовании которых даже не подозревала, словно эта необычная музыка загадочным образом расширила диапазон ее слуха. И в основе музыки, почти незаметные, звучали изумительные ритмичные вариации, каких она никогда не встречала. Прислушиваясь к звукам сароша, Рианна впервые в жизни поняла, насколько великолепной и совершенной может быть музыка. Она всю свою жизнь училась законам композиции, но ничего из написанного ею и отдаленно не могло сравниться с изумительными звуками, огласившими улицы города. Дусан шел рядом с ней, придерживал за локоть и направлял в толпе. Еще днем, перед самой высадкой, Рианна узнала, что сарошанцы приставили к каждому из них персонального проводника, чтобы гости не заблудились. Она подозревала, что Дусан намеревался также выполнять роль охранника, он не отходил от нее ни на шаг и ограждал от мелких неприятностей. В самом начале, когда они только встретились, Рианна спросила его, чем он занимается, и Дусан ответил, что он профессиональный толкователь. Насколько она поняла, его профессией являлось толкование различных документов. Из-за непомерно разросшегося чиновничьего аппарата, правители Сароша нередко и сами бесповоротно запутывались, разбирая донесения десятков и сотен чиновников, у каждого из которых имелось собственное мнение по поводу законов и уставов. Подобные ситуации иногда вызывали затяжные дискуссии, продолжавшиеся по 20 лет и более, так что и сами участники споров нередко забывали, какой вопрос вызвал столь упорное разногласие. В таких случаях приглашали профессионального толкователя, который исследовал все материалы диспутов и давал объяснения спорящим сторонам, пока они снова не улавливали суть дела. Эта система могла показаться очень странной, зато у Рианны никогда еще не было столь приятного эскорта. В первые месяцы присутствия имперцев, в тех редких случаях, когда она получала разрешение на посещение поверхности, Рианне приходилось ходить в сопровождении половины отделения солдат имперской армии, шагавших за ней следом, словно надоедливые сердитые тени. Это раздражало само по себе, не говоря уж о том, как трудно было установить контакт с местными жителями, когда у тебя за спиной маячит отряд вооруженных людей. К счастью, в последние несколько месяцев по настоянию избранного лорда-правителя Ферста, командование флотилии установило менее жесткий порядок. Пусть планета Сараши не была на сто процентов приведенной к согласию, ее признали достаточно безопасной, чтобы разрешить имперским представителям посещать поверхность без вооруженного эскорта. В то же время, надеясь навести мосты между местным населением и подданными империума, командование армии и флота разрешило своим воинам спускаться в увольнение на поверхность Сараши. «Пойдем сюда», сказал Дусан. В какой-то момент поздним вечером он стал настойчиво направлять ее на определенные улицы, словно стремился к какой-то цели. Пальцы Дусана крепче сжимали ее локоть, но Рианна этого почти не замечала. Опьяненная музыкой и ароматом пуркурных цветов, она некоторое время позволяла себя вести. «А куда мы идем?» Наконец, спросила Рианна, смутно осознавая, что ее речь становится неразборчивой. «Здесь есть место, где музыка будет еще лучше», ответил Дусан из-под маски. «Надо пройти еще немного». Он ускорил шаг, и Рианне приходилось торопиться, чтобы поспеть за проводником. Она оглянулась вокруг и вдруг поняла, что просторные бульвары сменились путаницей узких извилистых улочек. Стало темно. Летающие фонари, еще недавно парящие над их головами, остались позади, на каком-то из перекрестков. Они оказались одни на улице, освещенной только неярким сиянием серебристого серпика луны. Несмотря на темноту, Дусан не замедлял шага. Казалось, он точно знал, куда направляется. «Дусан, мне здесь не нравится». Рианна обнаружила, что с трудом ворочает странно онемевшим языком. «Я хочу вернуться». Он ничего не отвечал. Уже не пытаясь что-либо объяснить, Дусан буквально тащил ее за собой, и Рианна ощущала, как тело постепенно перестает ее слушаться. Она поняла, что Дусан каким-то образом сумел ее отравить. От сильного запаха цветов стало трудно дышать. Цветы, возможно, их аромат всему виной. Женщина спотыкалась и с трудом переставляла ноги. О борьбе с Дусаном не могло быть и речи. «Дусан», собственный голос слышался откуда-то издалека. «Почему?» «Прости, иначе было нельзя. Малахи, мы объявили вас нечестивым народом. Нельзя допустить, чтобы ваши лживые ангелы нас осквернили. Ты будешь нашим оружием против них, и, боюсь, тебе будет больно. Это может показаться жестокостью, знаю, но, будь уверена, ты послужишь высокой цели». Они свернули за угол и оказались во дворе. Рианна увидела впереди ручную тележку, с каких во время праздников обычно продавались бутылочки с напитками. Рядом с тележкой виднелись две фигуры в мешковатых костюмах, украшенных бантами и лентами. Завидев их, Дусан разжал пальцы, и Рианна беспомощно рухнула на каменный пол. Она услышала, как Дусан бросил несколько резких приказов на местном наречии, а потом обе фигуры направились к ней. В их движениях отчетливо чувствовалось нечто странное, даже просторные костюмы не могли скрыть неправильной походки. Оба существа шли как-то боком, а их руки и ноги сгибались под необычным углом. Их вид наводил на мысли о рептилиях. Эти существа казались Рианне нереальными. Чем ближе они подходили, тем больше она убеждалась, что перед ней не люди. Но тело оказалось окончательно парализованным, и она могла только смотреть, как странные фигуры остановились по обе стороны от нее. Два наряженных клоунами существа одновременно нагнулись, чтобы ее поднять, и в этот момент маска на мгновение соскользнула с головы одного из них. Она увидела его истинное лицо. Несмотря на паралич, Рианна испустила вопль. Глава двадцатая Не хочу казаться легкомысленным там, где речь идет о возможной человеческой трагедии, заговорил Намиэль. Но помнишь, ты говорил о предполагаемом исчезновении семидесяти миллионов людей на Сарше? Помню. Так вот, мне кажется, я знаю, что с ними случилось. Глядя на это, я бы сказал, что их съели лидеры нации. Он обратился к Захариэлю по закрытому каналу, соединявшему только два Вокса, так что никто больше не мог слышать их разговора. Захариэль со своей стороны был даже рад, что надел шлем. Если бы не это, чиновники и функционеры, наводнившие палубу, могли бы заметить его неожиданную улыбку. Встреча проходила на пусковой палубе непобедимого разума. Но только что прибывшая делегация представителей правительства Сараша высаживалась из шаттла, а Лев приказал приветствовать их соответствующей торжественностью. Возглавлять почетную стражу для делегации Сараша был выбран Захариэль, а вместе с ним назначен Немиэль и избранные бойцы из лучших отделений других род. Это было серьезное задание, по крайней мере, с точки зрения командующего легионом. Захариэль всегда чувствовал себя крайне неловко в присутствии высокопоставленных лиц, но преданность долгу требовала принять назначение без всяких отговорок. И он приготовился провести церемонию с подобающей серьезностью, если бы не голос брата, тайно нашептывающий ему на ухо шутливую клевету на гостей и предположения относительно их важности. «Ты только взгляни на него!» продолжал Немиэль, обращаясь исключительно к Захариэлю. «Он почти такой же высокий, как Астартес, а какой огромный живот! По мне, так люди спокойно могут называть своего лорда его широкоблагородием». Против слов Немиэля трудно было что-то возразить. Его высокоблагородие лорд Экзальтер, так полностью звучал его титул, был непомерно толст. Захариэль предположил, что его рост приближается к двум метрам, но из-за огромного живота правитель был больше похож на шар с руками и ногами, а не на человека. Такое телосложение тем более казалось необычным, что все остальные жители Сарыша, которых Захариэлю довелось видеть, отличались худощавостью и стройностью. Если бы не их неприятная привычка всегда носить маски, он мог бы назвать сарашанцев вполне симпатичными людьми. За исключением экстравагантных золотых масок, сарашанцы придерживались умеренности и в одежде. Мужчины и женщины носили одинаковые сандалии и простые свободные одеяния, скрепленные металлическими пряжками на плече и поясом на талии. Из того, что успел узнать Захариэль, они следовали тому же принципу и в повседневной жизни, и вели мирное, спокойное существование, избегая войн и любых проявлений жестокости. Согласно донесениям имперских наблюдателей, некоторое проявление эмоций наблюдалось только во время регулярных празднеств вроде того, что проводилось в этот день на поверхности планеты в честь прибытия имперской флотилии темных ангелов. Во время таких карнавалов допускались некоторые отклонения от принятых общественных норм, в том числе буйное веселье, чему немало радовались военные, отпущенные в это время в город. Как всякий Астертес, Захариэль ничуть не переживал по этому поводу, но он знал, что офицеры, вынужденные остаться ради встречи делегации вместо того, чтобы отправиться на праздник, испытывали глубочайшее разочарование. Захариэль выстроил своих людей в две шеренги лицом к лицу, оставив широкий проход для его высокоблагородия лорда Экзальтера и его свиты. Лев предлагал послать за делегацией Сарыша одну из грозовых птиц темных ангелов, но его высокоблагородие настоял на том, чтобы воспользоваться собственным шаттлом с огромными двигателями, который не без труда преодолел силу гравитации планеты и только что прошел сквозь барьер защитного поля, предотвращавшего выброс атмосферы корабля в открытый космос. Захариэль даже не пытался заранее представить себе, как должен выглядеть верховный политический лидер Сарыша, но образ рыхлого, грузного существа, появившегося из шаттла, точно не мог бы прийти ему в голову. Детство и юность Захариэля прошли в довольно суровых условиях Калибана, и потому он ни разу не встречал тучного человека до тех пор, пока не покинул родной мир и не посетил общины людей на других планетах. Что было еще удивительнее, его высокоблагородие лорд Экзальтер, в отличие от своих соплеменников, не носил маску. Его лицо оставалось открытым, демонстрируя залитые потом расплывшиеся черты человека старше среднего возраста с лягушачьей шеей. Кроме того, он явно не был способен на более быстрый шаг, чем церемониальная поступь. На лбу правителя Сараша имелся нанесенный синей краской символ, круг, в основании которого развернулись два крыла разного размера. По обе стороны его, словно какого-то варвара, сопровождали молодые женщины с корзинами пурпурных цветов. Женщины усыпали цветами дорогу правителя, и под тяжелыми шагами лепестки превращались в ароматную жижу. «Гости на борту!» крикнул Захариэль, включив общую вокс-связь, когда его высокоблагородие лорд Экзельтер ступил в промежуток между двумя шеренгами Астартес. «Почетный караул! Отдать честь!» Темные ангелы по его команде единым движением скрестили руки на груди в знамении Аквиллы. «Мы приветствуем вас, ангела Империума!» произнес лорд Экзельтер, помахивая на ходу пухлой рукой. «Слава Императору и всем его начинаниям! Добро пожаловать на Сараш!» «А я приветствую вас на борту флагманского корабля «Непобедимый разум!» ответил Лев, сделав шаг навстречу правителю. Рядом с ним, как всегда, шел Лютер, выглядевший не более довольным этой церемонией, чем сам Захариэль. Примарх Темных ангелов явился навстречу в парадных доспехах в свежеотютюженном стихаре, на котором красовался символ Легиона, вышитый алой нитью. «Я Леонель Джонсон, командующий Первым Легионом Темных Ангелов!» «Командующий Легионом?» повторил правитель и вопросительно приподнял подкрашенную бровь. «Значит, ты Автарх? Эти ангелы служат тебе?» «Они служат Императору!» поправил его Лев. «Но если ты спрашиваешь, кто ими командует, то это я». «Я рад нашей встрече, Повелитель Ангелов. Мы должны многое обсудить. Мои люди с нетерпением ждут законопослушания, так, кажется, вы это называете. Слишком много времени было потрачено впустую, потеряно из-за общественных различий и недопонимания. Сегодня можно начать новую страницу в наших отношениях. А где же остальные лидеры твоего флота? Я надеялся обратиться ко всем сразу и рассказать, насколько полно Сараш подготовлен к тому, чтобы предпринять последние шаги к воссоединению с Империумом». «Заверяю тебя, они будут рады это услышать», ответил Лев и повернулся, чтобы увезти его высокоблагородие лорда Экзальтера с пусковой палубы. «Прошу следовать за мной и принять участие в приеме, где мы можем встретиться со всеми командирами флотилии. Там ты сможешь свободно высказать свои мысли и просветить нас относительно дальнейших перспектив». «Просветить? Это означает принести свет?» улыбнулся Толстяк. «Да, это хорошее слово. Вам надо многое узнать о моих людях. Надеюсь, я донесу свет до каждого из вас». На пусковой палубе всегда было многолюдно, но после ухода льва и его высокоблагородие лорда Экзальтера со свитой могло показаться, что огромное помещение опустело. Как только гости ушли, рабочие бригады и сервиторы, составлявшие постоянный персонал пусковой палубы, вернулись к своим повседневным обязанностям, прерванным из-за прибытия делегации Сароша и церемонии встречи. Корабельная команда, дождавшись ухода пришельцев, стремилась наверстать упущенное время и удостовериться, что все малые суда заправлены топливом, готовы к запуску и находятся в отличном состоянии. Захариэль тоже задержался на пусковой палубе, тогда как Намиэль и остальные воины последовали за примархом и членами делегации в зал, где должна была решаться судьба Сароша. Независимо от исхода переговоров, темным ангелам вскоре предстояла высадка на поверхность планеты и Захариэль, зная об этом, решил остаться и закончить приготовление к десантированию. Высадка на поверхность любой планеты всегда таила в себе опасность и Астартес еще до встречи с противником, если бы до этого дошло на Сароша, надо было предусмотреть миллион разных мелочей. Вскоре Захариэль с головой ушел в работу, проверяя и подготавливая вооружение и броню, так что он не услышал приближающихся шагов, пока над головой не послышались слова. «Ждать уже недолго», раздался дружелюбный голос. Захариэль, обернувшись, увидел рядом массивную фигуру Лютера, еще одетого в церемониальные черные с золотом доспехи. «Я имел в виду десант», пояснил он. «Я тоже так думаю», ответил Захариэль, и поэтому решил подготовиться к старту. Лютер кивнул, а Захариэль почувствовал, что его командир хотел бы сказать что-то еще, но не знает, как перейти к беспокоящему его вопросу. Наконец, Лютер похлопал его по плечу. «Пойдем посмотрим на шаттл, что доставил сюда сарашанцев». Захариэль оглянулся на довольно ветхий аппарат, но корабль, привезший отвратительно толстого пассажира, не вызвал у него никакого интереса. «Выглядит не слишком привлекательно, не так ли?» заметил Лютер, пересекая пусковую палубу. Захариэль последовал за заместителем льва. «Механику мы, по-видимому, наблюдали за ним, пока шаттл приближался. Они сказали, что это устаревшая конструкция, известная на Терре еще до начала объединительных войн, после чего утратили всякий интерес», сказал Захариэль. «А, им совершенно чужда романтика истории, Захариэль», сказал Лютер, обходя вокруг изрядно потрепанного корабля с огромными двигателями и выпуклой рубкой. «Ты же понимаешь, ему не одна тысяча лет, сколько же поколений механикумов трудились, чтобы сохранить его в рабочем состоянии?» «Тогда ему место в музее», предположил Захариэль, а Лютер тем временем нагнулся, заглянул под крыло и внимательно осмотрел нижнюю часть судна. «Возможно», согласился он, «Это последняя функционирующая реликвия ранней эпохи, единственный корабль на Сароше, еще способный совершать путешествия в безвоздушном пространстве». «Так зачем надо было им пользоваться?» спросил Захариэль. «Почему они не приняли предложенную львом грозовую птицу?» «Кто знает», произнес Лютер и нахмурился, явно обнаружив нечто интересное. «Возможно, сарошанцы так заботились о нем, поскольку предвидели, что корабль может понадобиться в будущем». «Для чего?» Лютер пролез под днищем шаттла на другую сторону, а когда выпрямился, Захариэль увидел, что заместитель командира легиона сильно побледнел. Его лицо стало пепельно-серым, и Лютер смотрел на челнок с непонятным Захариэлю выражением. «Что-то случилось?» спросил Захариэль. «М?» протянул Лютер и взглянул на высокие арочные двери, через которые вышел лев, уводя за собой делегацию Сарыша. «А, Захариэль, извини, я немного отвлекся». «Все в порядке?» снова спросил Захариэль. «Ты плохо выглядишь, мой лорд?» «Все хорошо, Захариэль», заверил Лютер. «А теперь иди, догоняй своих боевых братьев. Не стоит слишком долго оставаться вдали от них, если скоро может придется отправиться в бой. Знаешь, это плохая примета». «Но я еще не все здесь закончил», возразил Захариэль. «Неважно», настаивал Лютер. «Иди, оставайся со своей ротой и не возвращайся, пока я тебя не позову. Ты меня понял?» «Да, мой лорд», ответил Захариэль, хотя, по правде говоря, он никак не мог объяснить внезапные перемены в настроении Лютера. Он направился к выходу спусковой палубы, оставив заместителя командующего легиона, пристально разглядывавшего прилетевший с Сараша шаттл. «У вас существует обычай набирать в командование людей небольшого роста?» весело спросил его высокоблагородие лорд Экзальтер, вместе со своей свитой, остановившейся у огромного иллюминатора обзорной палубы. «Я так спросил, потому что человек, которого вы все называете магистром ордена, не так высок, как люди, состоящие у него в подчинении, и то же самое я заметил, знакомясь с другими людьми, представленными как лидеры флотилии. Правитель указал на армейских офицеров, капитанов кораблей и других имперских представителей, собравшихся на эту встречу. «И они меньше, чем ваши ангелы», продолжал он с самым простодушным и бесхитростным выражением. «Это такая традиция посылать в бой только тех, кто рожден гигантами, а людей меньшего роста назначать офицерами». «Дело вовсе не в традициях», дипломатично ответил Лев, тогда как стоявший рядом магистр ордена Хадариэль сердито нахмурился. «Не все из нас рождены гигантами, темные ангелы принадлежат к братству Астартес, мы стали такими в результате научных работ императора, для усиления физических способностей в наших организмах проведены некоторые изменения». «А, так вы изменены», медленно кивнул его высокоблагородие лорд Экзайтер. «Вы искусственно выращены, теперь я понимаю, а как же ты, сар Хадариэль, ты выше обычных людей, но не настолько, чтобы сравняться со своими воинами, пожалуйста, скажи, почему так вышло?» «Мне не повезло», ответил магистр. «К тому времени, когда я был избран, я был уже слишком стар, чтобы воспользоваться преимуществами геносемени, вместо этого мое тело подверглось хирургическим изменениям, и физическое состояние было улучшено». Немиэль вместе с остальными воинами почетного караула стоял в другом конце зала, но достаточно близко, чтобы усиленный слух уловил суть разговора. Выбранная правителем Сараша тема заставила его поморщиться. Конечно, его высокоблагородие лорд Экзальтер не мог знать, насколько сильно магистр ордена переживает тот факт, что ему Сарашанцев наверняка непреднамеренно затронул эту тему, но она могла вызвать резкий ответ и несколько подпортить отношения между сторонами. К чести Хадариэля, он удержался от любых высказываний и не дал повода заподозрить, насколько сильно его оскорбили слова гостя. Но Лев, все же опасаясь с его стороны эмоционального взрыва, решил переменить тему. «Ты упомянул термин искусственно выращенное, а в вашем обществе используются методы генетических изменений?» «Да, но я пришел сюда ради обсуждения более важных вопросов». Правитель Сараша взмахнул рукой, словно отметая несущественную тему, и повернулся к обзорному окну. Выглянув наружу, он распростер руки, словно обнимая видневшийся внизу голубой шар Сараша. «Не правда ли этот мир прекрасен? Мне еще никогда не доводилось смотреть на него с такого расстояния. Конечно, в наших исторических книгах сохранились снимки планеты, сделанные с орбиты, но Шаттл не поднимался над поверхностью уже более ста лет до сегодняшнего дня. Даже если бы я приказал подняться в космос, иллюминаторы в челноке едва ли больше моей ладони. Если бы не Империум, я бы никогда не увидел столь величественной картины. Благодарю вас за это. Когда я смотрю со стороны на знакомый с детства мир, вижу его океаны и континенты, передо мной открываются новые грандиозные перспективы. И это только начало ваше высокоблагородие, произнес избранный лорд-правитель Ферст. Он, вероятно, ощутил возникшую напряженность и шагнул вперед, поближе ко льву. Невозможно представить, какие чудеса мы будем творить в этом мире, когда он будет приведен к согласию. Ах, да, согласие, поморщился толстяк. Очень интересный выбор слова. Термин означает процесс приведения планеты в соответствии с требованиями или предложениями империума. А еще он означает уступки, гибкость, послушание. А если мы не проявим послушание, что тогда? Вы натравите на нас своих ангелов, лорд-правитель. Уничтожите нас, если мы не выполним ваши пожелания. Ну, я... Ферст откровенно смутился. Как бы это сказать? Решение будет принимать не лорд-правитель, прервал его лев. Решение остается за мной. Твой вопрос подразумевает существование каких-то сомнений, лорд-экзальтер. Но ты должен понимать, что целью нашего крестового похода является воссоединение утративших связи островков человечества. Нам бы не хотелось применять силу для приведения твоего мира к согласию, но опыт подсказывает, что в некоторых случаях это необходимо. Иногда в силу своего невежества или потому, что их контролирует неподобающее правительство, люди вновь открытого мира пытаются оказать сопротивление. Но это не имеет никакого значения. Мы пришли вас спасти. Хотите вы этого спасения или нет, результат не зависит от вашего желания. А что вы скажете о нашем правительстве? спросил его высокоблагородие лорд Экзальтер. Представитель Сараша отвел взгляд от иллюминатора и повернулся лицом ко льву и имперскому командованию. Как вы оцениваете правительство Сараша? Вы находите его подобающим? Решение еще только предстоит принять, сказал лев. Должен сказать, мне нравится такой откровенный разговор. Как я слышал, ваш народ отличается склонностью к некоторого рода неопределенности. Да, мы до сих пор не определились, признал его высокоблагородие лорд Экзальтер, стойко выдерживая взгляд льва. Но теперь поняли, что настало время сделать окончательный выбор. Как я понимаю, империум не поклоняется никаким богам. Более того, это запрещено. Это правда? Правда, ответил лев, несколько озадаченный столь резким поворотом в разговоре. Но я не вижу, как это может влиять на наши проблемы. Мне говорили, что жители Сараша разделяют нашу точку зрения на религию. У вас нет ни священников, ни мест поклонения. А вот здесь вы ошибаетесь, возразил лорд Экзальтер. Наши храмы находятся в тайных убежищах, в лесах и пещерах, где с избранными представителями, возвышенными. Мы более тысячи лет следуем их указаниям, и в результате построили совершенное общество. И я узнаю об этом только сейчас, раздраженно бросил лев, поворачиваясь к избранному лорду-правителю и другим представителям империума, но те были изумлены ничуть не меньше. Лев снова обратился к лорду-экзальтеру. Вы скрыли это от нас? Да, скрыли. Подтвердил его высокоблагородие. В этом нам помог тот факт, что вероисповедание для нашего народа очень личное дело. Когда на нашей планете появились первые разведчики империума, они не увидели в нашем мире никаких признаков религиозности, никаких грандиозных соборов или монастырей. Наши священные места остаются скрытыми, но только потому, что так приказали мелахимы. Мелахимы? Ошеломленно повторил «Это наши боги. Они обращаются к возвышенным, поскольку только те способны слышать божественные голоса. Но боги говорят лишь тогда, когда возвышенные покидают цивилизацию и удаляются в глушь. Боги говорят возвышенным, что должно быть сделано, и затем их слова доносятся до остальных членов нашего общества. Таким образом, мы узнаем волю богов». «Какая глупость!» воскликнул не на шутку рассердившийся лев. «Вы же рациональные люди технологически развитого общества. Вы должны были видеть, насколько неразумны подобные суеверия». «Вы слишком рано показали свое истинное лицо», продолжал лорд Экзальтер. «Когда появились ваши разведчики, они с важным видом рассказывали, как разрушили власть религии и объявили ее детским суеверием. С того самого момента мы поняли, что вы носители зла. Ни одно общество не может быть признано справедливым, если оно не признает верховенство божественной силы. Мирские истины лживы. Как только мы услышали, что император объявил всех богов ложными, мы тотчас поняли его сущность. Он лживый демон, воплощение обмана, посланник темных сил, сбивающий человечества с пути истинного. Захариэль шагал по корабельным коридорам к временной казарме своего отделения и перебирал в уме все, что надо было сделать перед возвращением на ярость Калибана и десантом на поверхность Сароша. Он ни на минуту не сомневался, что высадки войск на планету ждать осталось недолго, и предостережения Кургиса о том, что сарошанцам нельзя доверять, постоянно звучали в его ушах. Внезапно он снова вспомнил странное выражение лица Лютера, когда тот вылез из-под шаттла сарошанцев и стал гадать, что мог увидеть заместитель командующего легионом, чтобы так что нервничать. Захариэль, не замедляя шага, опять вызвал в памяти бледное и растерянное лицо Лютера. Что же могло смутить такого героического воина, как Лютер? Чем больше он вглядывался в мысленный образ, тем пристальнее всматривался в его глаза, тем дальше проникало его сознание. Он увидел в нем боль и печаль долгих лет, прожитых в тени другого человека. Природные чувства Захариэля, усиленные тренировками под руководством брата Библиария из Рафаэля, помогли понять смысл переживаний владевших Лютером. Не доверяй им, не поворачивайся к ним спиной. Захариэль резко остановился от внезапно сильного приступа тошноты. Он ведь был астартес и никогда не страдал от каких-либо болезней, поскольку улучшенный метаболизм автоматически компенсировал все отклонения, способные вызвать неприятные ощущения. Однако в данном случае дело было не в физических отклонениях. Приступ вызвало сильное и внезапное предчувствие близкой угрозы. Что еще хуже, он был абсолютно уверен, что об этой угрозе догадывается не он один, но только он намерен ее предотвратить. На пусковой палубе было совсем тихо, что само по себе казалось необычным. Захариэль шагнул через порог противовзрывной двери и огляделся в поисках постоянного персонала, техников, механикумов и грузчиков, обычно наполнявших помещение громкими голосами. Но единственными звуками были легкий скрип, свист гидравлики и постоянный гул двигателей, и Захариэль тотчас понял, что его подозрения не были беспочвенными. Что-то определенно пошло не так, как следовало. Он пересек пусковую палубу и обошел вокруг шаттла сарашанцев, пытаясь найти в нем нечто необычное. Как он уже раньше сказал Лютеру, перед ним была устаревшая и почти забытая модель с громоздкими для такого маленького корабля двигателями. Он заглянул под одно из крыльев, даже встал на четвереньки, надеясь увидеть то, что так взволновало Лютера. Снизу от шаттла пахло машинным маслом и гидравлической жидкостью, пластины металла были привинчены довольно грубо, рабочие явно не заботились ни о красоте, ни о качестве. Поначалу Захариэль не обнаружил ничего необычного и решил забраться дальше, под самое днище. Он нагнул голову, чтобы не стукнуться об отвисшую пластину и, обернувшись, он внимательно осмотрел металлическую полосу. Крепление покрывал слой ржавчины. Захариэль покачал головой. Просто чудо, что шаттл пробился сквозь атмосферу, но вряд ли можно ожидать, что он сумеет вернуться. Продолжая осматривать днище, он вдруг понял, что необычно в этом шаттле. По крайней мере, частично. Корабль не был предназначен для космических полетов, поскольку в днище не имелось тепловых щитов. Это было обычное воздушное судно, построенное для передвижения в пределах атмосферного слоя, чем и объяснялся увеличенный объем двигателей. Вероятно, их переделывали, чтобы шаттл смог дотянуть до орбиты. Любой, кто решился бы спускаться на поверхность без тепловых щитов, не дожил бы до приземления. При вхождении в плотные слои атмосферы, корабль должен был обратиться в пылающий факел, и выделяемое тепло испепелило бы каждого, кто находился внутри, а затем и сам шаттл мог расплавиться, прежде чем рухнуть на землю. Люди, прилетевшие на этом корабле, явно не собирались возвращаться на поверхность планеты. Значит, их миссия должна закончиться здесь. Захариэль выбрался из-под шаттла и ужаснулся. Они приняли на борт врагов, притворившихся друзьями. Он снова взглянул на старинный корабль, впервые увидев в нем вражеское транспортное средство. Но чего они надеялись добиться? Тихо спросил он себя. Горстка сарашанцев, высадившихся на борт непобедимого разума, едва ли могла справиться с одним темным ангелом, а на корабле их было достаточно много. Так с какой же целью они предприняли свой визит? Захариэль опять двинулся вокруг шаттла, постукивая кулаком по исцарапанному фюзеляжу, тихо урчавшим двигателем и выпуклой передней секцией. Дойдя до крайней передней точки, он снова удивился странной форме носовой части. Ее контур никак нельзя было назвать удачным в атмосфере. Захариэль не был авиаинженером, но он достаточно учился, чтобы понимать влияние очертаний носа и крыльев воздушного корабля на его подъемную силу, а такая тяжелая передняя секция явно противоречила здравому смыслу. Внимательный осмотр носовой части подсказал, что корабль был надстроен, поскольку краска и структура материала здесь заметно отличалась от остального корпуса. Захариэль сделал шаг корабль и сразу понял, что к первоначальному варианту сверху и спереди была добавлена целая секция. Захариэль ухватился за крышку одного из лючков и потянул. Как он и опасался, крышка оказалась приваренной, но Захариэль уже был уверен, что внутри скрыто нечто ужасное. Он сделал глубокий вдох, уцепился покрепче и дернул изо всех сил. Металл прогнулся и треснул, но даже сварка не устояла перед мощью одного из лучших воинов императора, и крышка в конце концов выскочила из гнезда. Захариэль отшвырнул вырванную пластину и через образовавшееся отверстие заглянул внутрь передней секции. Он увидел множество толстых металлических брусков, установленных вокруг центрального стержня приблизительно метровой толщины. Стержень был закреплен массивными опорами из того же металла, а рядом мигало огоньками какое-то устройство. «Это своего рода оружие», произнес кто-то рядом с ним. «Я думаю, атомная боеголовка». Захариэль рывком развернулся и уже был готов нанести удар кулаком. Рядом стоял Лютер, на его лице застыло выражение боли и грусти. «Атомная боеголовка?» переспросил Захариэль. «Да», ответил Лютер, подошел ближе и заглянул в образовавшуюся пробоину. «Полагаю, что весь этот корабль одна гигантская ракета». «Ты знал об этом?» спросил Захариэль. «Почему ты ничего не сказал?» Лютер отвернулся, его плечи уныло опустились, словно он признал свое поражение. Затем он вновь взглянул на Захариэля, и тот поразился, увидев на глазах командующего слезы. «Я почти решился, Захариэль», произнес Лютер. «Я хотел сказать, но потом подумал, что все может стать моим. Легион, командование, колебан, все стало бы моим, и я больше не должен был бы делиться с тем, чья тень падает на все мои деяния». «Лев?» воскликнул Захариэль. «Его подвиги велики, но и твои тоже». «Может быть, они были бы великими, но в другой эпохе», возразил Лютер. «Только если бы я не жил в одном отрезке времени с таким человеком, как Лев?» «Только в этом случае слава выводящего колебан из тьмы была бы моей, но вместо этого вся она досталась моему брату. Ты не можешь себе представить, как грустно быть самым выдающимся человеком своей эпохи, а потом в один момент лишиться всего». Захариэль видел, что Лютер не в силах сдержать поток слов. Преграда благородства и самообладания сдерживали эти чувства более десяти лет, но дамба рухнула и истинные переживания Лютера хлынули наружу. «Я никогда не подозревал об этом», сказал Захариэль, и его рука опустилась на эфес меча. «И никто об этом не догадывался. Я и сам многого не понимал», признался Лютер, до того момента, когда увидел шаттл. «Мне бы не пришлось даже пальцем пошевелить. Надо было просто уйти, и все, чего я жаждал, стало бы моим». «Так почему же ты вернулся?» «Я приказал всем покинуть пусковую палубу и вышел сам», рассказал Лютер, прикрыв глаза рукой. «Но не прошел и десяти шагов, как понял, что не могу так поступить». «И ты вернулся, чтобы предотвратить это?» С огромным облегчением спросил Захариэль. «Да», кивнул Лютер, «так что можешь не хвататься за свой меч. Я понял, что служить столь великому воину, как лев, большая честь, и я счастливейший из людей, поскольку могу назвать его братом». Захариэль повернулся к шаттлу и содержавшемуся в нем смертельно опасному грузу. «И как же мы его обезвредим?» «Ах», вздохнул Лютер, дянулся за парадным мечом, висевшим у него на боку. «Нет, это вы зашли слишком далеко», возразил лорд Экзальтер. «Вы все мерзавцы, все до единого!» Выпалил он с такой решимостью, что затряслись толстые щеки. «И единственная причина, по которой я терплю ваше общество, это возможность высказать мнение моего народа. Ваш империум выдумка злобных «Вы трусливы и бесчестны, а ваши ангелы, ваши ангелы еще хуже, они произошли от скверных зверей, это ложные ангелы, омерзительные и нечистые». «Хватит!» взревел лев. Командующий темных ангелов пришел в ярость, его пальцы так сильно стиснули офис оружия, что побелели суставы. «Именем императора, я плюю на твоего императора!» крикнул стяг, и все собравшиеся чиновники империума от такого оскорбления затаили дыхание. «И я плюю на Леона Эль Джонсона!» Его высокоблагородие лорд Экзальтер поднял руки, скрестил три пальца правой руки с пятью пальцами левой и прикоснулся ими к символу, начертанному на его лбу. «Вы не люди! Вы недостойны быть лидерами! Вы...» Ему не дали закончить. Лев речь лорда Экзальтера рассек тело толстяка от плеча до самых бедер. Захариэль все еще смотрел на загадочное устройство в передней секции шаттла, как вдруг огоньки замигали чаще и в центре сферы возникло пульсирующее красноватое сияние. Двигатели пробудились к жизни и их гудение стало намного громче. «Проклятие!» воскликнул Лютер. Глава двадцать первая Мигание огоньков становилось все чаще и в центре устройства возник второй источник красного света. Сфера начала распространять пронзительный гул, который не только отдавался в ушах, но и ощущался в костях и постепенно усиливался так, что заглушал даже рев двигателей, набиравших обороты. И двигатели, и устройства внутри раскалились так, что Захариэль и Лютер были вынуждены отступить от шаттла, а сам корабль внезапно приподнялся над палубой, вероятно приведенной в движение автоматической системой управления. «Как же мы его остановим?» крикнул Захариэль, стараясь заглушить рев двигателей. «Я не знаю», ответил Лютер и показал на устройство внутренней корабельной связи, установленное на стене. «Но мы должны предупредить льва!» Захариэль, понимающий, кивнул, и Лютер снова попытался подобраться к шаттлу сквозь ревущие струи перегретого воздуха, извергаемого двигателями, и непереносимую завесу жара, исходящего от устройства. Полубные системы безопасности отреагировали на быстро растущую температуру и уровень радиации, и в помещении вспыхнули тревожные огни, и раздался вой сирен. «Я не могу к нему подойти!» закричал Лютер. Захариэль разбил предохранительный щиток на стене и нажал кнопку «Общая тревога», посылая предупреждение по всему кораблю. «На первой пусковой палубе находится вражеское судно!» крикнул Захариэль, стараясь преодолеть вой сирен и все возрастающий рев двигателей. У него на глазах шаттл выбросил облако раскаленных газов и взлетел над полом. Захариэль услышал крик боли. Лютер, шатаясь, отступил от ракеты. По-другому этот аппарат уже нельзя было назвать. «Повторите!» потребовал голос с вокс-станции. «Вражеское судно?» «Да!» заорал Захариэль. «Корабль сирошанцев! Это какая-то ракета или бомба!» К нему подошел Лютер. От опаляющего жара его доспехи обгорели и местами даже оплавились. Захариэль следил за поднявшейся ракетой. Ее нос разворачивался на какой-то невидимый маяк, невидимый маяк в самом сердце корабля. В ответ на тревожный вызов противовзрывные двери на палубу распахнулись и в помещение ворвалась команда противопожарной службы. Техники с оранжевыми ранцами мгновенно отреагировали на интенсивный источник повышенной температуры и нацелили свои установки вверх. От непереносимого жара появились в алдыре, он понимал, что до того, как двигатели вражеской ракеты зальют палубу убийственной плазмой и бросят боеголовку вглубь корабля, у них остаются считанные секунды. В это мгновение он понял, что надо сделать. Он оставил Лютера у ВОК-станции, а сам побежал вдоль стены к панели управления пусковой палубой, стараясь не обращать внимания на бой, хотя волосы на голове уже обгорели. На поверхности доспехов начала пузыриться краска, контакты механизмов оплавились, каждый шаг давался с огромным трудом. Захариэль с мрачной решимостью двигался вперед, сознавая, что у него есть единственный шанс спасти корабль и всех, кто находится на борту. Доспехи словно налились свинцом, и он едва передвигал ноги, но, несмотря на боль от ожогов, все-таки добрался до вмонтированной в стену панели управления. Он еще успел оглянуться через плечо и увидел, что нос ракеты развернут в направлении жизненно важных систем корабля, и как раз туда, где проходят переговоры льва с лордом экзальтером Сараша. Наконец, Захариэль дотянулся до контрольной панели, ударом кулака разбил плексигласовый щиток и рывком опустил рычаг, запирающий противовзрывные двери всей пусковой палубы. Массивные пластины дверей с глухим ворчанием начали закрываться, но едва они опустились до половины, Захариэль нажал кнопку генератора защитного поля. К общему шуму на палубе добавился вой сирен, еще более громкий и пронзительный, чем остальные звуки. Из динамиков раздался оглушительный голос. Внимание, защитное поле слабеет! Внимание, защитное поле слабеет! Захариэль снова нажал кнопку выключения генератора и не отпускал ее, надеясь ускорить процесс. Аварийные команды в панике бросились к закрывающимся дверям. Внимание, защитное поле слабеет! Внимание, защитное поле слабеет! Да знаю я! крикнул Захариэль. Выключай скорее, ради льва! Словно в ответ на его просьбу, мерцающее сияние, окружавшее генераторы по всему периметру входного шлюза, исчезло, и звезды проявились более отчетливо. Воздух спусковой палубы неистовым ураганом устремился в открывшееся отверстие, унося с собой все, что не было прочно закреплено. Резкий порыв подхватил Астартес, словно сухие листья, и потащил к зияющему шлюзу. Захариэль вцепился в поручни, идущие вдоль края пусковой палубы, и изо всех сил сопротивлялся мощному потоку воздуха. Ящики, коробки с инструментами, связки обмундирования, подхваченные вихрем декомпрессии, вылетали из шлюза и по спирали уносились в бездну. За мгновение до того, как вцепиться в поручни, он успел активировать магнитные подошвы, и теперь его прижимала к палубе вся тяжесть доспехов. Топливные шланги развивались, словно огромные змеи, а оторвавшиеся кабели рассыпали быстро уносящиеся облака искр. Шаттл сарашанцев вместе с его смертельным грузом тоже был подхвачен ураганом, декомпрессионный поток обрушился на него и вытолкнул из корабля в тот самый момент, когда двигатели заработали на полную мощность. Лишенные управления шаттл описал широкий виток и вывалился из шлюза. Рабочие спасательной команды и аварийные техники, не успевшие выскочить с палубы, тоже были мгновенно вытолкнуты в бездну, их крики потонули в реве вытекающего воздуха, а исковерканные и замерзшие тела разлетелись вокруг корабля. Захариэль смотрел, как шаттл сарашанцев медленно удаляется от непобедимого разума и внезапно чуть не ослеп, когда скрытая в нем боеголовка взорвалась. Снаружи, на фоне равнодушной и холодной тьмы могло показаться, что боевой крейсер выстрелил миниатюрным солнцем. В одну тысячную долю секунды ослепительно белый шар вспыхнул у самого корпуса, раскалился до предела и бесследно исчез. Несмотря на то, что корабль мог выдерживать вражеский артиллерийский обстрел, многие иллюминаторы на корме не выдержали силы взрыва и лопнули, а осколки закаленного стекла унеслись в бездну сверкающими алмазами. Взрывная волна прокатилась по всему кораблю, и лишь автоматические системы контроля предотвратили его полное разрушение. В ответ на внезапную декомпрессию герметичные створки перегородили все помещения. Корабль задрожал, словно схваченный мощной рукой Левиафана, повреждения вызвали новую серию завываний тревожных сигналов. Захариэль ощутил ударную волну каждой косточкой своего тела. Наконец ужасная вибрация прекратилась, и он в изнеможении рухнул на палубу, застонав от мучительной боли, причиняемой ожогами. Захариэль пролежал так несколько минут и почти не слышал, как над ним раздаются крики спасателей и продолжают завывать сирены. «Брат, ты ранен?» Захариэль повернул голову и улыбнулся, увидев, что Лютер остался в живых. «Я думал, ты погиб!» крикнул Лютер, перекрывая оглушительный вой. «Доспехи меня спасли!» ответил Захариэль. «Тебе здорово повезло, парень!» «Что? Повезло? Как ты можешь такое говорить?» спросил Захариэль, и его голос стал слегка неразборчивым под действием обезболивающих препаратов из системы жизнеобеспечения доспехов. «Оглянись вокруг!» вздохнул Лютер. «Эти мерзавцы с Сарыша почти сумели уничтожить и корабль, и все командование флотилии, но ты их остановил!» Но Захариэль видел только безжизненные тела, усеявшие палубу, и чувствовал, как в нем при виде подобной жестокости разгорается гнев, который, впрочем, был подавлен так же быстро, как и появился. Моральная подготовка Астартес предусматривала жесткий контроль над эмоциями, обеспечивая оптимальный выбор и эффективность действий в любых обстоятельствах. Ярость была бы оправдана на поле боя, но сейчас надлежало сохранить ясную голову. С помощью Лютера он поднялся на ноги и прислонился к стене, жадно вдыхая прохладный восстановительный воздух. Лютер переключил стенное вокс-устройство на капитанский мостик непобедимого разума. Говорит темный ангел Лютер, передал он. На пусковой палубе много раненых. Прошу немедленно прислать бригады медиков. Капитанский мостик, вы меня слышите? Это капитанский мостик. Слышим. Мы вас поняли. Раздался безликий, потрескивающий помехами голос. Мы получили донесение о повреждениях кормовой части вашего уровня. Аппараты наблюдения показывают, что обстановка контролируется. Все правильно, капитанский мостик, подтвердил Лютер. Повреждения нанесены делегацией сарашанцев, прибывшей на борт полчаса назад. Челнок на пусковой палубе был начинен атомной боеголовкой. Все сарашанцы, еще остававшиеся на борту, должны быть немедленно арестованы. Угроза жизни устранена. Лютер окинул взглядом разрушения и прошептал Захариэлю. Примерно минуту назад мы начали войну против Сараша. Из вокс-устройства, настроенного на капитанский мостик, послышался другой голос, и Захариэль тотчас узнал Льва. Я объявляю военный совет для всех командиров и заместителей на борту непобедимого разума. Сбор через полчаса. Все поняли? Я понял, мой лорд, ответил Лютер, и они с Захариэлем обменялись тревожными взглядами. Атака на непобедимый разум была только началом. По всей флотилии, во всех городах и землях Сараша, граждане Империума внезапно подверглись нападению людей, еще недавно провозглашавших своих гостей героями. Они пришли на Сараш избавить его жителей от невежества, сохранившегося во времена Древней Ночи. Они принесли с собой свет Императора и его чудеса. Но сарашанцы отвергли Империум и проповедуемые им идеи. Они отвергли все с неописуемой жестокостью и предпочли ужас кровопролития. Они совершили ужасное преступление, прибегнув к повсеместному террору. В момент начала восстания, в увольнении на поверхности планеты по поводу проходящего праздника находились больше тысячи служащих имперской армии и флотилий. Некоторые из них были убиты сразу, но большинство стали жертвами похищения. Они исчезли среди ночи, не оставив следа или каких-либо свидетельств, указывающих на личность похитителей или место заточения. Ситуация прояснилась еще больше, когда обнаружилось, какая судьба постигла имперские учреждения, уже переведенные на Сараш. В течение 12 месяцев, еще до полного приведения Сараша к согласию, с флотилией на поверхность перебрались десятки разных организаций. Как и можно было ожидать, избранный лорд-правитель Ферст устроил себе резиденцию в одном из дворцов административной части столицы Сараша Шалауле. Поблизости, в ожидании неизбежного разрастания силовых структур, разместились десятки посреднических контор. Но в момент взрыва шаттла разъяренная толпа атаковала и резиденцию правителя, и все имперские заведения. Нападавшие быстро расправились с немногочисленными солдатами имперской армии, стоявшими на страже, всех обитателей выволокли на улице, где кровожадные мятежники забили их до смерти ножами и топорами. Исковерканные и обезглавленные тела были преданы огню, поскольку восставшие подожгли занимаемые империумом дома и побросали туда останки. Лишь нескольким гражданам империума удалось избежать убийства и похищения. Позже, когда эти свидетели рассказывали о своих злоключениях, выяснилось, что все население планеты внезапно охватило жажда крови и разрушений, и этот взрыв эмоций стал такой же трагической неожиданностью, как и взрыв шаттва, едва не уничтоживший непобедимый разум. Оставшиеся в живых рассказывали, что первобытная жестокость проявилась в людях Сарыша без всякого предупреждения. Только что они вели себя со своим обычным обаянием, а в следующий момент набрасывались на гостей с потрясающей и невиданной яростью. И в то же самое время нельзя было сказать, что взрывы жестокости возникали стихийно или бесконтрольно. Согласно рапортам выживших очевидцев, все было совсем наоборот. В поведении восставших наблюдались ужасающая целеустремленность и спокойствие. Сарашанцы все прекрасно организовали, как будто каждый из мятежников заранее тайно согласился на отведенную ему роль и точно знал время для выполнения своих задач. Что еще страшнее, и многие деятели Империума находили это обстоятельство особенно тревожным, время операции было согласовано с удивительной механистичностью. Никто никогда не обнаружил средств связи между заговорщиками Шалаула и их сообщниками в различных районах планеты, и все же они могли с точностью до секунды координировать свои действия. Даже когда провалилась первая часть плана, оставшиеся агенты смогли быстро приспособиться к новым обстоятельствам, несмотря на очевидное отсутствие средств общения с единомышленниками. Это оставалось неразрешимой загадкой, но внимание командования темных ангелов пока было приковано к другим проблемам. Прошу помощи! Это быстрый наездник! Корпус разрушен! Мы теряем атмосферу! Требуется транспорт со всеми доступными ремонтными бригадами и медицинская помощь с кораблей флотилии! Нам нужна помощь! Ярость Кальбана вызывает флагман! Требуем немедленно дать информацию о состоянии наших командиров! Конец связи! Докладывает храбрый возщик! Атака бунтовщиков отбита! Ситуация под контролем! Арбалет! Говорит непобедимый разум! Немедленно снимайтесь с якорной стоянки и переходите на позицию бета! Иначе вы будете расстреляны как вражеское судно! Это последнее предупреждение! Капитанская рубка непобедимого разума буквально гудела. Захариэль, едва войдя в помещение вслед за лютором, тотчас уловил витавшую в воздухе напряженность. Десятки офицеров и рядовых беспокойно ерзали на своих местах, передавали приказы и вели переговоры по разным каналам вокс-связи со всеми кораблями флотилии. В хоре беспрестанно звучавших голосов отчетливо слышалась мрачная решимость. Именно этого Захариэль и ожидал от командиров в случае, когда ситуация еще не до конца определилась и исход битвы неясен. Это были голоса людей, беспрекословно выполнявших свой долг, несмотря на опасения, что война в любой момент может прервать их работу, а может и жизнь. Это были голоса воинов, находящихся на грани паники. Но все звуки затихли, когда послышался крик часового. «Командир на капитанском мостике!» Захариэль поднял голову. Через другую дверь на мостик вошел лев, его лицо пылало яростью, а в руке поблескивал окровавленный меч. Захариэль никогда не видел командующего первым легионом в таком гневе, и при мысли о характере предстоящей войны у него все внутри сжалось. Следом за львом вошел Немиэль, и его лицо в точности отражало чувство льва. Оба прошли прямиком к капитану флотилии, который разговаривал с корабельным остропатом. Захариэль и Лютер, превозмогая боль, направились к старшим офицерам. Капитан флотилии повернулся навстречу подошедшему льву и коротко отсалютовал. Капитан с теней без предисловий обратился к нему лев. Доложить обстановку, мне необходимы все данные. Капитан жестом указал настоящую рядом с ним слепую женщину. «Это госпожа Аргента, старший остропат корабля. Я счастлив видеть тебя, лорд Эль Джонсон. Я надеюсь... Быстрее, капитан с теней!» Прервал его лев с оттенком раздражения в голосе. «Да, конечно», сказал с теней, поклонился и повернулся к сервитору, оперировавшему у ближайшего пульта. «Поднять жалюзи!» Послышался щелчок, затем негромкое жужжение и массивные жалюзи, защищавшие выпуклые стекла капитанской рубки, скользнули вверх и спрятались в углублениях, открыв вид на космос. «Мы из предосторожности опустили их», пояснил с теней. «Из-за атаки на наш корабль, а потом на храбрый войщик, я решил, что лучше привезти корабль в боевую готовность. К счастью, самое страшное уже позади». «Атака на храбрый щек?» воскликнул Лютер. «Что за атака?» Лев обернулся на голос брата и прищурился, заметив, что и он, и Захариэль ранены. Он ничего не сказал по поводу их состояния, явно намереваясь расспросить позже. Захариэль через передний иллюминатор выглянул в космос и ужаснулся при виде парящих в холодной бездне тел. Мимо окон капитанской рубки в ужасном параде проплывали сотни предприняли три попытки нападения на корабли флотилии, доложил с теней. В каждом случае это были небольшие группы, не более полудюжины человек на своих кораблях. В основном атаки были подавлены до того, как противники сумели нанести значительные повреждения, но в арбалет успели выпустить торпедный залп, а потом обстреляли храбрый возщик и пробили корпус. Тела за бортом есть пострадавшие с транспортника. Как только началась стрельба, я отдал по флотилии приказ увеличить дистанцию между судами. Часть тел с храброго возщика должно быть подхватила инерционными струями наших двигателей, поэтому они и дрейфуют вокруг непобедимого разума. Каковы повреждения на храбром возщике? Спросил Лев. Пробоина в корпусе, отрапортовал капитан с теней. Большая часть тел это солдаты армии, их выбросило за борт в результате декомпрессии. Он пожал плечами. Могло быть и хуже. Я послал туда шаттл с дополнительной бригадой ремонтников. Из первых донесений ясно, что все не так плохо, чтобы возникла угроза жизнеспособности в космосе, но корабль будет полностью управляемым только через несколько дней. Значит эта ситуация под контролем? По большей части да, ответил капитан. Однако по словам госпожи аргенты это не худшая из наших проблем. Военный совет состоялся в просторной каюте непобедимого разума, где старшие офицеры темных ангелов собрались, чтобы выслушать госпожу аргенту. Перед началом совета Лев и Лютар недолго поговорили в углу, откуда их никто не мог услышать, но напряженность разговора была очевидна всякому, кто их видел. Брат библиарии Исрафаэль пришел в сопровождении одного из механикумов, чье лицо как обычно скрывалось под капюшоном и нескольких сервиторов. Атмосфера в каюте дышала напряжением, и Захариэль явно ощущал желание каждого из собравшихся немедленно нанести ответный удар по Сарашу. Захариэль и Немиэль усились за стол, и каждый пытался осознать события последних часов, когда брат восстал против брата, а их недавние союзники взяли в руки оружие и обрушили свой гнев на граждан империума. В первоначальных предположениях говорилось, что мятежники находились под действием наркотика и решились на открытое предательство под влиянием средства, полученного из растений, вьющихся по стенам всех зданий столичного города. Но эту каплю информации предстояло обсудить позже, поскольку на севере, в пыльных просторах пустыни континентального Сараша, зарождалась еще более грозная опасность. Лев, сохраняя непроницаемое выражение лица, резко отвернулся от Лютера и занял свое место во главе стола. Лютер тоже сел за стол, но его чувство Захариэлю прочесть было намного проще. Заместитель командующего явно испытывал отчаяние и бой. «У нас не так много времени», сердито заметил Лев, и все разговоры мгновенно прекратились, а лица собравшихся повернулись в его сторону. «Госпожа Аргента», добавил Лев, «говори». Остропад сделала нерешительный шаг вперед, словно ей было не под силу долгое время переносить общество могущественного примарха. «Вы ведь слышали, что во время своего выпада против Империума лорд Экзальтер Сараша упоминал существ, которых назвал милохимами. Так вот, я полагаю, сарашанцы обозначают этим именем определенный вид тварей ксеносов, обитающих в Варпе». «Какую же опасность они могут представлять для нас?» спросил Намиэль. «Ведь они заключены в Варпе». «В нормальных условиях так и должно бы быть», сказала Астропад, обратив свой невидящий взгляд в сторону Намиэля. Но астропатический хор обнаружил в северной пустыне значительно возросший потенциал псионической энергии, свидетельствующей о существенных разрывах в ткани Варпа. «И чем это может быть обусловлено?» спросил Лев. «Мы не знаем». «Высказывай свои предположения», потребовал Лев. «Возможно, обитатели планеты обладают способностью фокусировать энергию Варпа, но как неизвестно, мой лорд». «С какой целью они это делают?» «Существует мнение, что при наличии достаточно сильной воли посредством потока энергии возможно вызвать в реальный мир существ, обитающих в империи». «И ты думаешь, что именно это здесь и происходит?» «Если только это вообще возможно», вставил Захариэль. Лев метнул в его сторону сердитый взгляд, потрясший юношу до глубины души. «В данный момент придется считаться с любыми предположениями. Вероломство и хитрость сарашанцев безграничны. С этого момента мы не можем никому доверять и готовиться надо к самому худшему». Лев снова переключил свое внимание на Астропата и Захариэль, освободившись от враждебности во взгляде примарха, ощутил волну облегчения. «Госпожа Аргента», обратился Лев к Астропату. «Если сарашанцы в самом деле сумеют привлечь на свою сторону порождение варпа, чем это может нам грозить?» «Если они добьются успеха, это будет худший из врагов, с каким вам когда-либо приходилось сражаться». «А почему бы просто не разбомбить это место с орбиты?» спросил Лев. «Тогда мы бы избавились от большей части угроз». «Но только не от этой, мой лорд», сказала Аргента. «Поток энергии уже приведен в действие, и любая атака, нацеленная на его прерывание, обречена на провал». «Тогда как же нам с ними бороться?» В ответ на вопрос примарха вперед выступил брат библиарии Исрафаэль. «Я попробую ответить, мой лорд. После кровавых сражений нашего легиона на полях Периссуса, я занялся разработкой методов борьбы против подобных созданий. Это было еще до вашего присоединения, мой лорд». Лев нахмурился, и Захариэль невольно вспомнил, насколько он не любит напоминаний, что легион возник задолго до того, как он стал командиром. «Продолжай», бросил Лев. «Как можно победить эту растущую силу?» «При помощи электропсионических пульсаций», ответил Исрафаэль. «Конечно, трудно определить точно, каким будет их взаимодействие с потоком энергии, но я уверен, что они разрушат возникшее псионическое поле и...» «Пожалуйста, помедленнее, Исрафаэль», сказал Лев и поднял ладонь, словно отгораживаясь от потока слов. «Я уверен, ты знаешь, о чем говоришь, но не забывай, что мы воины. Если хочешь, чтобы тебя поняли, начни сначала и объясни все простыми словами». «Да, конечно, я буду говорить просто», согласился Исрафаэль, и Захариэль в душе посочувствовал библиарию, испытавшему на себе раскаленный от гнева взгляд примарха. «Я уверен, что детонация электропсионического пульсационного оружия где-нибудь поблизости может нейтрализовать действия растущего потока энергии». «А что представляет собой электропсионическое оружие, о котором ты толкуешь?» спросил Лев. «Это просто модифицированная циклоническая боеголовка», пояснил Исрафаэль. «При помощи механикумов мы можем удалить взрывчатку обычной боеголовки и заменить ее генератором электропсионических пульсаций, который будет производить потоки энергии, враждебные существам им материального мира. А что до разрушения накопленной энергии, так надо будет просто взорвать устройство как можно ближе к ее источнику». «Понимаю», кивнул Лев. «Какой будет форма этого устройства? Вероятно, что-то вроде бомбы, но можно ли ее просто сбросить с шаттла?» «Нет», ответил Исрафаэль. «Выработка пульсаций должна направляться кем-то, кто обучен обращаться с псионическим полем. Другими словами, ты должен быть поблизости до самого момента взрыва». «Верно», подтвердил Исрафаэль. «Не только я, но и все братья, способные сражаться и обладающие псионическим потенциалом». Лев кивнул. «Сколько тебе потребуется времени?» «Самое большое несколько часов», заверил его Исрафаэль. «Хорошо», сказал Лев. «Приступай сейчас же». Глава 22. Темные ангелы из отделения Захариэля собрались у аппарели грозовой птицы, чтобы выслушать последнее наставление Сара-Харадуэля перед первым сражением на поверхности Сараша. Грозовые птицы, стоящие на пусковой палубе левого борта, были готовы в любой момент вылететь к видневшейся внизу планете, и все присутствующие с нетерпением ожидали начала атаки. Возглавлял высадку десанта сам Лев, и Захариэль, несмотря на боль, причиняемую незажившими ожогами, полученными во время нападения на непобедимый разум, принимал участие в операции, поскольку прошел необходимое для библиария обучение. Немиэля назначили руководить одним из отделений Лева, и несмотря на лихорадочное возбуждение, овладевшее перед битвой каждым воином, Захариэль не мог не ощутить укола ревности из-за включения брата в группу примарха. Лютер не принимал участия в миссии, и его отсутствие сильно удивило Захариэля, но он увидел, как помрачало лицо льва, когда Хадариэль упомянул имя его заместителя, и желание выяснять причину его отсутствия мгновенно пропало. «Похоже, нам предстоит опасная вылазка», сказал Аттиас, и Захариэль был рад услышать знакомый дружеский голос. Аттиас стал прекрасным Астартес и надежным с опасностью, процитировал Элиот одно изучение Легиона. Он тоже с честью преодолел все испытания Астартес и теперь был одним из лучших тяжеловооруженных воинов Легиона. «Мы же Астартес, мы темные ангелы, нам не грозит смерть от старости, смерть и слава, верность и честь». «Верность и честь», повторил Аттиас. «Понимаешь, я совсем не против опасности, я только хотел знать, основана ли наша стратегия только на действии экспериментального устройства, а если бомба не сработает, что тогда? Если нас ждет разочарование, мне бы хотелось иметь в запасе только внешность Элиота». Собравшиеся вокруг воины дружно рассмеялись. Даже сам Элиот, чье широкое плоское лицо и плотное телосложение давно служили мишенью для дружеских шуток. «Лучше уж моя внешность, чем твое искусство фехтования», парировал он. «Можно лишь надеяться, что противника отвлечет свист твоего меча, пока ты раз за разом промахиваешься». «Мы темные ангелы», заговорил Хадариэль и смех прекратился. «Мы первый легион, воины императора. Ты спрашивал, доверимся ли мы знаниям механикумов и мудрости брата Библиария, а я спрошу, как же им не доверять? Разве наука не освещает путь всего Империума? Разве наука не лежит в основе построен фундамент общества будущего? Да, мы доверимся нашей науке, мы доверим ей свои жизни, как вверяем себя и все человечество управлению Императора, возлюбленного всеми». «Прости, магистр», – престиженно сказал Актиас. «Я не хотел никого обидеть». «Здесь нет никакой обиды», – ответил Хадариэль. «Ты задал вопрос, а в этом нет вреда. Если настанет время, когда темные ангелы предпочтут избегать вопросов, значит, мы утратили свои души». Захариэль, слушая магистра ордена, всматривался в лица окружавших его людей. Некоторые были ему знакомы еще по Колебану, и братские, и воинские узы их связывающие были крепкими, как керамид. Вернее, еще крепче, поскольку керамид можно было рассечь соответствующим оружием, но верность братьям, как считал Захариэль, разрушить было невозможно. «Магистр орден направ», сказал Захариэль, вспомнив давно услышанные слова. «Мы, Астартес, созданы, чтобы служить человечеству. Мы, темные ангелы, и на полях сражений следуем руководству Льва. А он говорит, что выигрыш в битве определяется способностью быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, побеждает тот, кто быстрее извлечет пользу из сложившейся ситуации. «Мы получили мощное оружие, чтобы разбить противника, и было бы глупо им не воспользоваться». «Значит, мы им воспользуемся», сказал Элиот. «Я надеюсь, ты простишь мою смелость, но я знаю тебя достаточно давно, чтобы предположить, что в твоей голове уже созрел план. Изобретение это только часть того, что нам необходимо. Нам нужен еще и план, чтобы им воспользоваться. У тебя он есть?» «План есть», согласился Хадариэль. Пока он излагал свой план действий, Захариэль снова обвел взглядом лица воинов и на каждом увидел выражение непоколебимой решимости. Сарашанцы обречены, просто они еще не знают об этом. Время приближалось к полудню, и палящее солнце достигло зенита. Для коренных жителей Сараша это было самое спокойное время дня, обычно проводимое в дремоте в тени своих жилищ, пока не спадет самая сильная жара. Но недавно прибывший на планету военный контингент армии Империума, не говоря уж об Астартес, не следовал местным обычаям. Четыре штурмкатера с воем и ревом пронеслись низко над пустыней, направляясь к своей цели, небольшому селению из сборных построек, определенных с орбиты как горнодобывающая база 1ЗТ-5. Захариэль сидел у дрожащего фюзеляжа ведущего штурмкатера, рвущегося сквозь атмосферу планеты навстречу битве. Вокруг с оружием в руках расположились темные ангелы, готовые сурово отомстить за нападение на их корабли и гибель товарищей. Эта война была начата сарашанцами, но темные ангелы твердо решили довести ее до конца. Лев обращается ко всем участникам десанта, предупредил по Воксу их командир. Несмотря на недавно проявленную примархом суровость, звук его голоса, как и раньше, завораживал Захариэля. Цель миссии подтверждена, это горнодобывающая база 1ЗТ-5. Действуйте по принятому плану операции. Все группы стали подтверждать свою готовность и по каналу связи раздался целый хор голосов. Грозовые птицы представляли собой оборудованные тяжелой броней десантные корабли, предназначенные для доставки отделений Астартес в самое пекло сражений. Все суда сверкали черной краской и, согласно геральдике легиона, были украшены эмблемами в виде крылатого меча, повернутого острием вниз. Вы готовы, мой лорд, произнес Ходориэль, и Захариэль услышал в голосе магистра ордена оттенок нетерпения. Это чувство разделяли и все остальные воины. Напротив Захариэля сидел Элиот. Кресло штурмкатера казалось слишком тесным для его широких плеч массивного корпуса. Этот воин, даже по меркам Астартес, представлял собой внушительное зрелище. Заметив взгляд Захариэля, Элиот кивнул. «Теперь уже скоро», произнес он. Его друг еще не надел шлем, и ему приходилось кричать, чтобы быть услышанным в грохоте двигателей. «Пришло время дать сдачи, верно?» «Да, точно», ответил Захариэль. «Магистр, а как будет осуществляться высадка?» спросил Актиас. «Чтобы спуститься, мы воспользуемся прыжковыми ранцами», ответил Хадариэль. «Нам приказано всей группой покинуть корабль на высоте 500 метров. Приземление намечено в открытой местности к северу от базы. Оттуда начнется поочередная зачистка зданий, пока мы не встретимся со Львом и его людьми, идущими с южной стороны. Вся Астартес внимательно слушали своего командира. Захариэль, сидевший в самом начале кабины, был поражен почти благоговейным вниманием со стороны воинов своей роты. «Помните, наш долг как можно скорее подавить любое сопротивление и доставить к цели брата Библиария и его груз», продолжал Хадариэль. «Как только мы покинем борт штурмкатера, пилоты поднимут корабль на безопасную высоту и будут готовы забрать а сейчас всем надеть шлемы и включить очистительные фильтры. Один ЗА-5 признанно токсично опасной местностью». Захариэль едва сдерживал волнение в преддверии боя. Он давно научился преодолевать любые страхи, но наряду с бесстрашием каждый Астартес испытывал перед сражением лихорадочное нетерпение. Физические усовершенствования тел превратили их в супервоинов, так что темные ангелы были намерены не просто победить врагов Империума, а уничтожить их без следа. Встреча с опасностью была для них нормой жизни, более того, Астартес радовались новым испытаниям и без сражений могли почувствовать себя ненужными. «А теперь давайте проясним один аспект», сказал Хадриэль. «Перед нами стоит задача уничтожения, а не подавления. Нам не нужны пленные, так что будем продолжать бой до тех пор, пока на один ЗА-5 не останется никого из живых». Сразу после этих слов из Вокса послышалась прерывистая трель и в кабине замигал красный свет. Хадриэль поволчьи оскарился. «Вот и сигнал», сказал он, «Мы приближаемся к цели, надеть шлемы и активировать фильтры, и хорошей охоты вам». В предвкушении боевых действий сердце Захариэля забилось чаще. «Если в течение ближайших пяти минут не начнется сражение, я буду разочарован», сказал он Элиот и Аттиасу. Момент десантирования приближался с каждым мгновением, и он ощущал, как обострились все его чувства. Элиот кивнул в ответ на его слова и огласил кабину боевым кличем темных ангелов. «За льва, за лютера, за колебан! За льва, за лютера, за колебан!» Хором повторили все Астертес и от их скандирования вздрогнули даже металлические переборки. По сигналу Ходориэля все поднялись с мест и выстроились у десантного люка, ожидая начала высадки. Пилоты сбросили скорость для десантирования воинов, и стены грозовой птицы мелко задрожали. Затем открылась крышка люка, а красный свет, заливавший кабину, сменился зеленым. Из вокса донесся непрерывный звон, сигнал к прыжку. Захариэль первым шагнулся по Релли и вокруг него засвистел воздух. На мгновение возникло ощущение невесомости, но затем сила гравитации увлекла его к земле, и он активировал механизм прыжкового ранца. Рядом летели Аттиас, Элиат, Ходориэль и все остальные воины. Сопла ранцев выбрасывали огненные струи раскаленных газов. Астартес с 500-метровой высоты спускались к объекту 1З-5 на крыльях пламени. Захариэль на секунду пожалел о том, что рядом с ним нет Намиэля, но пыльная поверхность уже неслась навстречу, и он выбросил из головы все посторонние мысли. Пришло время войны, время полета темных ангелов. Спускавшихся ангелов не встретили ни огонь противовоздушных батарей, ни оборонительные укрепления с вооруженными защитниками. Никакого противодействия десанту не было, и Захариэль был благодарен и за эту небольшую милость, вспомнив учебные прыжки, когда для придания правдоподобности операцией использовалось настоящее оружие. Они благополучно приземлились в зарослях низкого кустарника. Как только ноги коснулись земли, воины рассыпались веером и двинулись в направлении 1З5, держа оружие наготове и не поднимая забрала шлемов. Над горнодобывающей базой повисла странная тишина, но обостренные чувства Захариэля едва уловимым гулом где-то на грани восприятия предупреждали о псионическом присутствии. С западной стороны от комплекса построек выселись крутые скалы, а с трех других сторон простиралась пустыня. В центре комплекса над входом в шахту стоял огромный барабан кабельной лебедки, предназначенный для подъема и спуска шахтеров по шахтному стволу, уходящему под землю под углом 45 градусов, а также для вывоза на поверхность добытой руды. Вокруг беспорядочно располагались сборные домики и бараки, используемые рабочими для ночевок. По всей территории виднелись колесные тачки для транспортировки руды, некоторые были перевернуты, а их содержимое рассыпалось по земле. Захариэль и его люди, направляясь от окраины поселка к административному корпусу поблизости от входа в шахту, обнаружили, что все хижины и бараки пусты. Единственными звуками были настороженные отрывистые переговоры между отделениями на воксканале, а над всей остальной местностью нависла полная тишина. «Здесь что-то не так», услышал Захариэль голос Хадариэля. «Я это чувствую». «Согласен», подтвердил Захариэль. «Мы должны бы услышать крики каких-нибудь животных, но вокруг все тихо, местную фауну что-то сильно напугало. Переговоры велись на одном канале, так что Захариэль мог слышать, как Хадариэль связывается с отделениями по другую сторону от станции. «Хадариэль вызывает льва. Есть какие-нибудь признаки противника?» «Пока ничего», последовал короткий ответ. «Но я замечаю его следы». На песке виднелась кровь. Местами она забрызгала землю мелкими каплями, а кое-где пролилась целыми лужицами и впиталась в почву, уже начиная разлагаться под жарким полуденным солнцем. И повсюду по пути Захариэль замечал брошенные предметы. На песке валялись разреженные автоматы, лазерные пушки, разбитые узлы связи и мотки запальных шнуров для детонаторов. Захариэль поднял голову, на высоте в несколько тысяч метров вкружили штурм-катера. Внезапно донесся тревожный омерзительный запах, словно вонь скотобойни смешалась с насыщенными испарениями гниющих фруктов. Он попытался предупредить товарищей, но было уже поздно. Металлические листы ближайшего к Аттиасу сборного домика неожиданно рассыпались под натиском массивного тела, и какое-то огромное существо бросилось в атаку. Захариэль успел отметить блеск чешуи, глаза с вертикальными зрачками и широко открытую зубастую пасть. Существо выстрелило в Аттиаса тягучей жидкостью, и его шлем, словно под действием сильной кислоты, зашипел и стал расползаться. Потом чудовище прыгнуло на ошеломленного воина, тонкие гибкие конечности обвили его тело, и силовые доспехи в одно мгновение были разорваны острыми когтями, как будто состояли из тонкой фольги. Верхние конечности не отпускали несчастного Аттиаса, а только плотнее прижались к нему. Из мускулистых складок высунулись еще когти, и с отвратительными щелчками прокалывали остатки доспехов и впивались в тело. Наконец Аттиас упал, орошая песок своей кровью, а чудовище, благодаря странно гибким конечностям, с неимоверной скоростью понеслось прочь по неровной поверхности пустыни. С неимоверной скоростью понеслось прочь по неровну. Вслед ему загрохотали болтеры, снаряды взрывались, попадая в строение комплекса, но ни один так и не достиг цели. Захариэль проводил взглядом исчезавшее вдали существо. В его движениях определенно было что-то неправильное, колени и остальные суставы чудовища изгибались под странными углами. Он подавил крик ярости и бросился к упавшему товарищу. Шлем Аттиаса еще дымился, запах почерневшего металла и опаленной кожи настолько усилился, что проникал даже сквозь фильтрующую систему доспехов. Аттиас скорчился от боли и Захариэль попытался убрать с его головы остатки шлема. Застежки под действием едкой жидкости сильно деформировались, так что Захариэлю ничего не оставалось, как оторвать их, а затем резко сдернуть шлем с головы боевого брата. Исковерканный шлем выскочил из креплений ворота, но вместе с ним с лица лохмотьями сорвались целые лоскуты кожи, и Аттиас закричал от боли. «Отойди!» крикнул подбежавший апотекарий легиона и оттолкнул Захариэля в сторону. Апотекарий немежкая приступил к работе, используя малейший шанс сохранить Аттиасу жизнь, в ход пошли шипящие трубки, иглы и разбрызгиватели из его нортесуума. Захариэль, увидев кровавое месиво, оставшееся на месте лица друга, отшатнулся. «Оставь, пусть о нем позаботится апотекарий», окликнул его Ходориэль. «У нас есть своя работа». К Захариэлю подошел Элиот. «Клянусь львом, я никогда такого не видел». Тот кивнул и похлопал ладонью по тяжелому болтеру Элиота. «Держи оружие наготове, брат, эти создания слишком быстро передвигаются». «А что это было?» спросил Элиот. «Я считал, что мир заселен человеческой расой». «В этом и была наша ошибка», сказал Захариэль. Очередные залпы болтеров и разговоры на вокс-канале прогнали шок, вызванные ранением Актиаса. «Вступили в контакт с противником», доложил один из сержантов другого отделения. «Существа похожи на рептилий, появляются неведомо откуда, передвигаются очень быстро, но я уверен, одного мы ранили, один воин погиб, двигаемся дальше». «Все понял», откликнулся Лев. «Рапорт принят. Всем подразделениям продолжать движение к центру комплекса». Странные рептилии предприняли еще две атаки и каждый раз действовали с неимоверной жестокостью и невиданной скоростью. Каждое нападение заканчивалось кровопролитием, но на этот раз воины оставались в строю, хотя многим пришлось расстаться с частями доспехов, поскольку слюна чудовищ, попадая в цель, без труда разъедала броню. Астартес уже углубились в поселок, болтеры беспрестанно грохотали, но воины сохраняли строй, и во время движения одно отделение всегда прикрывало соседей. Чем ближе они подходили к намеченной цели, тем чаще происходили атаки чудовищ, и Захариэль уже заметил, что перед входом в шахту поблескивала чешуей целая толпа огромных рептилий. От вида столь отвратительных созданий перехватывало горло, их анатомия так сильно отличалась от всего, что он видел до сих пор, что было невозможно отнести эти существа к какому-либо классу. В каждой их конечности было по несколько суставов, и все они изгибались и вращались в разных направлениях. Тела чудовищ тоже выглядели гибкими, чешуя переливалась разными цветами, но казалось полупрозрачной и какой-то призрачной, как будто монстры были не совсем реальными. «Что же это такое?» снова спросил Элиот. «Нечистые твари-ксеносы», ответил Хадариэль. Оружейная стрельба звучала уже с трех сторон, и вскоре Захариэль увидел, как из-за высокого, покрытого ржавчиной сооружения, появился лев. Мощь примарха, яростно сверкавшего глазами в пылу сражения и ведущего за собой темных ангелов, в который раз поразила его. С появлением Леона Эль Джонсона ксеносы испустили ужасный пронзительный крик, но был ли он вызван страхом или яростью, Захариэль не мог определить. Чудовища, кипящие лавиной сверкающей чешуи ринулись вперед, и темные ангелы шагнули им навстречу. Болтерные очереди разрывали воздух, снаряды с отвратительным чавканием взрывались в телах врагов. Раненые существа падали на песок, превращаясь в лужицы стеклянистой смердящей жижи. Враги сошлись и засверкали столкнувшиеся мечи и когти. Захариэль оказался передвизжащим чудовищем с продолговатой головой и яркими мерцающими глазами с вертикальными зрачками. Раздалось грозное шипение, монстр с такой силой бросился на Захариэля, что первый же удар едва не стоил ему головы. Он отскочил назад и выстрелил противнику в живот, но болт, не успев взорваться, пролетел насквозь. Раненое чудовище замахнулось когтями и выплюнуло струю густой кислотной слюны. Захариэль сумел уклониться от шипящей кислоты, но когти впились ему в грудь. Когти, казалось, без труда пронзили доспехи и вонзились в грудные мышцы. Внезапная боль накатила леденящей волной, он даже задохнулся от неожиданности. В момент удара вспомнился непреодолимый холод, сковавший его душу в лесах Эндриаго перед встречей с хранителями во тьме. Это существо оказалось столь же неестественным, как и то, что стерегли хранители, и в тот же момент он совершенно отчетливо понял, что перед ним не просто ксенос, а нечто гораздо более опасное. Захариэль бросил болтер и выхватил меч, изготовленный из клыка зверя из Эндриаго. Монстр снова бросился в атаку. Захариэль полоснул мечом по когтистым лапам, шагнул вперед и нанес ему удар в грудь. Острое лезвие пронзило непрочное туловище, словно истекающее влагой облако. При всей своей ловкости и свирепости полупризрачные чудовища не могли противостоять стоицизму закаленных в боях темных ангелов. Астартес постепенно сужали круг и уничтожали противников без всякого милосердия. Захариэль увидел, как лев, словно одержимый невообразимой яростью, пробивает путь сквозь толпу монстров. Его сверкающий меч без устали разил врагов и с каждым ударом обращал в желеобразные лужицы десятки тварей. Намиэль бился рядом со львом, и хоть его мастерство нельзя было сравнить с высочайшим искусством примарха, решимости у него было никак не меньше. Брат Захариэля был прекрасным воином, и даже рядом со львом выглядел настоящим героем. Битва закончилась, едва успев начаться, и вскоре под ударами Астартес полегли последнее чудовище. Темные ангелы восстановили строй, и на смену грохоту болтерной стрельбы и реву цепных мечей пришла тишина. Обеспечить безопасность, приказал лев, как только пал последний монстр. Я хочу, чтобы штурмкатер брата Библиария из Рафаэля с его оружием приземлился через две минуты. Куда теперь? Спросил магистр ордена Ходориэль. Лев показал назияющее входное отверстие шахты, видневшееся на фоне крутых скал. Под землю, сказал он. Враг скрывается где-то внизу. Риане Сорель не раз приходилось испытывать страх, но ужас, охвативший ее после похищения на улице Шалаула ни с чем нельзя было сравнить. Когда закончилось усыпляющее действие аромата цветов, она очнулась связанной и с повязкой на глазах. Кроме того, ее в какой-то повозке увозили в неизвестном направлении по пышущей жаром пустыне. За всю поездку ее похитители не сказали ни слова, так что их мотивы оставались для нее тайной, зато, несмотря на все протесты, ее поили и кормили. Какую бы цель не преследовало это похищение, ее явно хотели доставить живой и здоровой. В течение времени можно было определить лишь сменой дневной жары на ночную прохладу и тишину. Рианна слышала только шаги вокруг повозки, в которой лежала скрип колес, легкий шелест ветерка и шорох песка. Несмотря на все тревоги, она уснула, а проснулась от того, что несколько неизвестных вытаскивали ее из повозки. Она всхлипнула, вспомнив прикосновение загадочных существ в масках во время праздничного карнавала, но на этот раз ее несли по всей видимости люди, поскольку от них пахло потом и слышалось вполне человеческое ворчание. Пока Рианну вытаскивали из повозки, ее повязка немного сползла, и она успела заметить несколько сборных домиков, вроде тех, что применяются для ночевок на рудниках или в удаленных хозяйствах. Кроме того, до ее слуха доносился странный звук, который можно было бы принять за шаги, если бы не его беспорядочный ритм, снова наводящий на мысли о загадочных существах. Затем ее окутал прохладный душный мрак, из чего можно было заключить, что они спустились под землю. Воздух оставлял во рту странный металлический привкус и был сильно наэлектризован, отчего волосы и до сих пор оставшиеся на ней украшения начали потрескивать. Металлический привкус во рту становился все сильнее, отвратительный запах наполнил ноздри, и она закашлялась в платок, прикрывающий рот. Похитители уносили ее все глубже и глубже под землю, и Рианна, опасаясь увидеть какие-нибудь ужасы, даже не пыталась определить, где находится, и держала глаза плотно закрытыми. Потом последовало еще несколько переходов, и каждый раз ее бережно передавали из одних рук в другие, пока, наконец, не прислонили спиной к прохладной поверхности, похожей на ощупь на гладкую каменную плиту. Она осталась стоять, прижавшись спиной к стене, а вокруг раздавался ужасающий медленный гулкий стук, как будто она оказалась в грудной клетке гигантского животного. Рианне развязали руки, но тотчас приковали их к стене при помощи металлических браслетов со скользящими защелками. Кто-то прикоснулся к ее лицу, и Рианна невольно вздрогнула. Она почувствовала, как с головы сняли повязку, открыла глаза и заморгала от непривычного света. Перед ней стоял человек в багряном одеянии и в ничего не выражающей и незнакомой золотой маске на лице. «Дусан», произнесла она, доверяясь скорее надежде, чем реальному знанию. «Да», ответил человек в маске, «ты говоришь со мной». При звуке знакомого голоса в этой кошмарной ситуации она чуть не разрыдалась. «Прошу тебя!» закричала она. «Скажи, что ты делаешь? Отпусти меня, пожалуйста!» «Нет, это невозможно», ответил Дусан. «Ты должна стать мелахимом, сосудом для древних существ, обитающих по ту сторону пелены. Это принесет нам победу над нечестивцами». «О чем ты говоришь? Это какая-то бессмыслица!» «Только для тебя», возразил Дусан. «Вы все безбожники, а это богоугодное дело». «Какие боги?» воскликнула Рианна. «Пожалуйста, отпусти меня! Я обещаю, что ничего никому не скажу!» «Твои слова лживы», бесстрастно констатировал Дусан, как и слова всех твоих соплеменников. «Нет!» крикнула Рианна. «Я клянусь!» «Теперь это уже не важно. Большинство твоих людей уже мертвы, а когда ты примешь Мелахима, следом за ним отправятся и остальные. Как я уже говорил, тебе будет больно, и за это прошу меня простить». «Что ты собираешься со мной сделать?» Хоть Рианна и не могла видеть его лица, почему-то была твердо уверена, что Дусан улыбается под своей неподвижной маской. «Мы собираемся осквернить тебя», сказал он и указал рукой наверх. «Твоя нечистая плоть станет обиталищем для одного из наших ангелов». Рианна проследила за его жестом и едва не лишилась сознания. Она увидела ангела сарашанцев. Глава 23 Темнота в шахте не препятствовала темным ангелам, поскольку система доспехов легко компенсировала недостаток света в подземелье под скалами. Каждый шаг уводил их все глубже под поверхность планеты и приближал миг отмщения за гибель товарищей от рук сарашанцев. Наличие потока псионической энергии Захариэль ощущал в металлическом привкусе и неприятном запахе гниения. Посмотрев на брата библиария Исрафаэля, он понял, что тот тоже чувствует отвратительное присутствие сил варпа. Грозовая птица Исрафаэля коснулась земли спустя всего несколько мгновений после приказа льва, и команда сервиторов под управлением механикумов вынесла из корабля модифицированное оружие. Захариэль тотчас вспомнил, как впервые увидел подобное устройство, бомбу, заложенную в шаттле сарашанцев. Оружие представляло собой овальный цилиндр, плотно укрепленный цепями и зажимами на небольшой тележке. От цилиндра отходило множество проводов и медных трубок, и теперь Захариэль понял, почему новейшую бомбу нельзя было просто сбросить с воздуха. Лев возглавил отряд, воины без лишних слов выстроились за ним и ангелы начали спуск в подземелье. Идти было довольно легко и Захариэль пытался представить себе, чем занимались сарашанцы в глубинах своего мира. Госпожа Аргента говорила о существах, вызванных из империя и обретших материальную форму, и хотя подобные вещи могли показаться порождениями кошмаров или бредом лунатиков и сумасшедших, недавние встречи на поверхности изменили суждение Захариэля. Если уж это возможно, какие еще существа могут таиться в глубинах Варпа, какие неведомые человечеству силы могут противостоять людям? Тропа спускалась все ниже под землю, и темные ангелы, погруженные в собственные мысли, хранили молчание. Захариэль обеспокоил непреодолимый разрыв, произошедший между Лютером и Львом. До сих пор два этих воина казались неразлучными, а сегодня Лев шел в сражение без своего брата. Захариэль, опасаясь возможных ужасных для всех последствий огласки, никому не обмолвился о словах Лютера, произнесенных перед взрывом бомбы сарашанцев, но сознавал, что Лев мог узнать об их разговоре, поскольку от внимания примарха мало что могло ускользнуть. Вскоре Лев поднял руку, приказывая остановиться, и Захариэль выбросил из головы мрачные мысли. Лев понюхал воздух и кивнул. «Кровь!» произнес он. «Много крови!» Темные ангелы двинулись вперед с большей осторожностью, выставив перед собой болтеры и держа пальцы на спусковых крючках. Немного погодя, и Захариэль ощутил запах, о котором говорил примарх, а через несколько шагов его уже подташнивало от густого застарелого зловония запекшейся и гниющей крови. Впереди появилось слабое свечение, проход стал постепенно расширяться, пока не вывел в огромную пещеру, затянутую миазмами насыщенных паров. Лишь вблизи Захариэль понял, что это не дым и не пар, а летучие потоки потусторонней энергии, видимые только ему и Исрафаэлю. Остальные темные ангелы, казалось, не замечали парящих облачков и завитков, похожих на дым, но насыщенных не влагой, а страхами и страданиями. Лев, вероятно, тоже видел их, поскольку его взгляд следил за перемещением сгустков боли и ярости, паривших в воздухе. Темные ангелы вошли в пещеру, и загадка пропавшей части населения Сараша перестала быть тайной. Обширное пространство тянулось далеко влево и вправо, но узкие светящиеся ленты, свисающие с потолка, давали достаточно света, чтобы все увидеть. Над громадной впадиной тянулись стальные мостки, а внизу все было заполнено телами, миллионами мертвых тел. Дна пещеры не было видно, так что невозможно было определить, сколько здесь убитых людей, но Захариэль вспомнил, что Кургис из легиона белых шрамов говорил о семидесяти миллионах пропавших жителей Сараша. Неужели все они свалены здесь? Казалось, невозможно даже вообразить подобное количество, но доказательства лежали прямо перед глазами. «Великий трон!» воскликнул Лев. «Как?» «Пропавшие люди!» подсказал Немиэль. «Захариэль, сколько?» Захариэль ощутил, как его эмоции вырвались из-под контроля и подавили все другие мысли. Астартес обучали управлять чувствами в боевой ситуации, но концентрация ужаса, исходившего из бесконечной могилы, оказалась сильнее. «Успокойся, Захариэль!» сказал подошедший к нему Исрафаэль. «Вспомни свои тренировки. Эти эмоции не должны затрагивать твой разум. Постарайся от них отгородиться». Захариэль кивнул и попытался сконцентрировать волю, а затем стал шептать мантры, которым за годы трансформации в Астартес научил его Исрафаэль. Ужас постепенно рассеялся, и на смену ему пришло ощущение яростной правоты. «Двигаемся дальше», приказал лев и шагнул к ближайшему мостику через впадину. Его шаги по металлическим плитам отозвались в пещере громким эхом, и темные ангелы дружно последовали за своим примархом. Захариэль старался не смотреть на океан мертвых тел, но до конца отгородиться от мучительного ощущения их смерти так и не смог. Что бы ни случилось дальше, какие бы кары ни обрушили темные ангелы на головы сарашанцев, их все равно будет недостаточно. То, что она увидела наверху, было столь ужасным и столь неестественным, что из самой глубины души Рианны вырвался отчаянный вопль. Вся крыша пещеры была занята каким-то существом из полупрозрачной слизи, и по краям этой желеобразной поверхности сверкали миллионы немигающих глаз. Существо, словно огромный паразит, занимало всю плоскость потолка в несколько сотен метров диаметром. Казалось, оно постоянно дрожит и переливается, все время меняя очертания. Полужидкие извивающиеся щупальца свисали с колоссального аморфного тела, и существо наполняло воздух бессмысленным шипением, завыванием и жужжанием. Внутри отвратительной туши мерцали звезды и далекие огни давно погибших галактик, словно куски пищи, проглоченные много веков назад и до сих пор не переваренные. При виде столь омерзительного существа, столь чуждого и неестественного создания, Рианна, с трудом удерживая сознание, начала задыхаться. «Что? Что?» прошептала она, не в силах собраться с мыслями и подобрать нужные слова. «Это и есть Мелохим», выдохнул Дусан, полным благоговейного восторга голосом. «Это потусторонний ангел, он осквернит твою плоть и будет носить ее как плащ, чтобы сойти к нам». Рианна разрыдалась, а когда влага по щекам стекла на ее губы, она поняла, что плачет кровавыми слезами. «Нет, прошу вас, не надо!» умоляла она. «Вы не можете!» Дусан кивнул. «Твой запас слов слишком беден, мы можем и сделаем это». «Пожалуйста, остановитесь!» плакала Рианна. «Вы не можете так поступать!» Дусан склонил голову набок, как будто обдумывая ее слова. «Ах!» вздохнул он и махнул рукой стоящим неподалеку людям в масках. «Ты опять не поняла! Процесс уже начался!» Разрыв. Мостки над сброшенными телами закончились, дальше путь лежал в узкий тоннель, и Захарель ощутил, что эхо страданий мертвых начинает угасать. Оно не исчезло совсем и билось в стенки его черепа, но становилось слабее. В первый момент он обрадовался этому, но вскоре понял, что одни эмоции просто вытесняются другими, более мощными, более настойчивыми. Как будто по его голове кто-то ударил молотом. Ослепительная боль пронзила мозг, словно в ухо вонзился раскаленный пруд, и Захарель упал на одно колено. Брат Ис-Рафаэль пошатнулся от псионической атаки, но остался на ногах, поскольку от основного удара его защитил подавляющий эмоции механизм, вмонтированный в шлем. Мой лорд, прохрепел Ис-Рафаэль, процесс начался, это существо из варпа, оно пытается полностью перейти в реальный мир. Ты уверен? спросил Лев. Уверен, кивнул Ис-Рафаэль. Верно, Захарель? Действие началось, сквозь сжатые зубы ответил тот. Значит, нельзя терять ни секунды! Бросил Лев, повернулся и ускорил шаг. Захарель поднялся, опираясь на стену тоннеля. Против этой силы, заполнившей все пространство вокруг, его мантры были уже бессильны. Немиэль протянул ему руку. Брат, обопрись на меня, предложил он. Захарель с благодарностью принял помощь. Совсем как в старые времена, а? Немиэль усмехнулся, но в его улыбке таилось смущение. Захарель прислонился к стене и тряхнул головой, стараясь избавиться от овладевшего им ужасного ощущения. Лев уже успел уйти вперед, и Захарель поспешно заковылял следом, чтобы не отстать. Каждый шаг причинял ему боль, поскольку ожоги и раны, полученные на пусковой палубе, еще не зажили, несмотря на ускоренный метаболизм Астартес. Но самую сильную боль причиняла чуждая псионическая энергия. Она просачивалась прямо в поры его кожи, и доспехи не могли от нее защитить. Темные ангелы уходили все глубже в подземелье, и звук продолжал нарастать. Захариэлю оставалось только надеяться, что прибор брата Исрафаэля сможет разрушить его источник. Он оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что сервиторы с тележкой поспевают за Астартес. Сервиторы обладали усеченным мозгом, так что они не ощущали проникающей в душу боли этого места, и в этом Захариэль мог им только позавидовать. Электропсионический пульсатор поблескивал в слабом свете, а Захариэль, чувствуя в нем громадный потенциал, не мог удержаться от дрожи. Впереди послышались звуки голосов и какой-то непонятный вибрирующий звук, от которого волны озноба странным образом прокатывались по всему телу. Пещеру впереди них заливал безжизненный тусклый свет, который, подобно слизи, просачивался и в тоннель, по которому спускались темные ангелы. Лев первым шагнул в огромный зал, за ним по пятам вошел Немиэль. Брат Исрафаэль старался не отставать от примарха, и остальные воины сразу же присоединились к своим боевым братьям. Зал встретил Захариэля волной отвращения, хотя источник ощущения был не в нем. Волна ненависти исходила из закутанных в плащи людей, окруживших вертикально стоящую плиту из темного камня с прожилками. К плите была привязана непрерывно кричащая женщина, а люди в масках и плащах нараспев читали перед ней молитвы. Захариэль проследил за взглядом пленницы сарашанцев и почувствовал непреодолимый ужас. В этой отдаленной, залитой слабым сиянием пещере глубоко под поверхностью мира обитал источник чудовищного зла. Его тело было похоже на гигантскую медузу и, как и тело обитателей морских глубин, казалось почти прозрачным, непрочным, дрожащим и мерцающим изнутри разноцветными огоньками. По краям омерзительной туши поблескивали миллионы глаз, и Захариэль, едва взглянув в них, ощутил ненасытный голод чудовища так же отчетливо, как сверлящую боль в своей груди. Один край существа стал понемногу исчезать, но вместо того, чтобы радоваться, Захариэль понял, что процесс перехода в реальный мир близится к завершению. Пока все темные ангелы, включая Захариэля, замерли, пораженные ужасной картиной, лев продолжал двигаться. Выстрелы из его пистолета уложили двух жрецов в масках, а потом в руке сверкнул обнаженный меч. Действия примарха вывели из оцепенения темных ангелов, и они с оглушительным боевым кличем ринулись в атаку. В слабом мертвенном сиянии нависающего над пещерой монстра сверкнули выстрелы и лезвия мечей, но каждая смерть человека в маске вызывала у Захариэля ощущение злобной радости, разливавшейся в воздухе. Люди в масках не предпринимали никаких попыток защититься, и агонизирующий взгляд прикованной к каменной плите женщины внезапно подсказал Захариэлю причину их пассивности. Ее лицо искажал бессловесный вопль, глаза казались пустыми и остекленевшими, словно наполнились черной краской, а на взгляд Захариэля оттуда ответила некая потусторонняя сила. Захариэль поднял пистолет, и в тот же самый момент, когда существо с потолка пещеры стало переливаться в ее тело, сознание женщины на долю секунды вырвалось на поверхность, и между ней и Захариэлем вспыхнуло такое полное взаимопонимание, какого он ни разу не испытывал прежде и не испытает никогда больше. Она просто сказала «Да». Захариэль кивнул и спустил курок. Три снаряда очередью вылетели из дула его пистолета, и в мгновение ока пересекли пространство между ним и женщиной. Они пробили ее кожу и мышцы, и с той же легкостью разрушили кости. Реагирующие на массу заряды отозвались на увеличение плотности, произошла детонация. Захариэль увидел, как три снаряда взорвали женщину изнутри, грудная клетка лопнула, живот раскрылся алым цветком, а череп исчез, превратившись в конфетти окровавленных осколков и частиц мозга. Пещера огласилась ужасным воплем безкрайнего разочарования. Существо, которое было старше, чем само время, обманулось в своих ожиданиях, и его крик прокатился одновременно по всем мирам. Но подобное создание не могло не дать выхода своей злобе. Обрывки плоти разорванного тела женщины еще разлетались по пещере, когда раздался громогласный треск, и каждый кусочек замер в воздухе против всех законов гравитации и человеческой природы. Существо на потолке пещеры почти совсем исчезло из виду, остались лишь едва заметные очертания огромного тела. А люди в масках уже погибли под выстрелами Астартес, но останки взорванной плоти таки остались висеть там, где остановились. «Что происходит?» сердито спросил Лев. «Захариэль, что ты сделал?» «То, что необходимо было сделать», ответил он, почти позабыв о субординации из-за телесной боли и мучительного сожаления терзавшего душу. «И что теперь?» воскликнул Немиэль с отвращением глядя на окровавленные останки. «Чудовище еще не побеждено!» вскричал Исрафаэль и бросился к тележке с новейшим оружием. «Темные ангелы, готовьтесь к бою!» «Библиарий, для всех нас будет лучше, если эта штука сработает», предупредил его Лев. «Она сработает», пообещал Исрафаэль. «Только дайте мне немного времени!» Только Исрафаэль успел договорить, как останки тела женщины с шипениями исчезли, оставив после себя яркие светящиеся дыры. Из них хлынули странные разноцветные мутные лучи, и Захарель уже понял, что по ту сторону барьера этими лучами управляет неизмеримое и абсолютное зло. Внезапно из световых пятен высунулось великое множество отростков, и они, извиваясь словно змеи, устремились к Астартес. Три таких щупальца метнулось в сторону Захариэля. Одним взмахом меча он рассек сразу все, а другой рукой выпустил из пистолета залп в пустое пространство, откуда появились щупальца. Он услышал виск, совершенно непохожий на человеческий, как будто раздался крик великого зверя Скалибана. Подобное сходство Сражение продолжалось только несколько секунд, а враг уже значительно превосходил Астартес по численности. Темные ангелы сомкнулись в круг вместе со своим примархом, но количество атакующих щупалец возрастало с невероятной скоростью. Каждая из них была в два или три раза толще человеческой руки, вытягивалась на несколько метров, а его мощи вполне хватало, чтобы сокрушить пластины брони силовых доспехов четвертого поколения. Некоторые отростки заканчивались костяными когтями, изогнутыми и острыми, словно лезвия косы, другие как будто предназначались для захвата и удушения жертвы или имели втягивающиеся когти. Щупальца парили в воздухе и, казалось, не были ни к чему прикреплены, только толстый конец каждого из них исчезал в яркой световой точке, словно все они принадлежали далекому невидимому существу, не считавшему нужным проявляться целиком. «Мы как будто сражаемся с призраками!» крикнул Захариэль. «Ага!» ответил Немиэль, рассекая очередное щупальце. «Но эти призраки способны убивать!» Словно в доказательство его слов, отростки обвили одного из воинов, сбили его с ног и потащили к светящемуся отверстию, откуда появлялись щупальца. Боевой брат шагнул вперед, чтобы спасти своего товарища, но и сам попал под удар хуже всего было неравное положение сражающихся сторон. Противник имел возможность атаковать и убивать Астартес, а они не могли ответить в той же мере. Захариэль обрубил все тянувшиеся к нему щупальца и снова прицелился из болт пистолета в ту точку, откуда они появились. Но насколько удачной была выбранная им тактика, он не мог знать. Неизвестно, причиняло ли отсечение отростков какой-либо ущерб управляющему ими существу или они служили расходным материалом вроде человеческих волос. В общем грохоте сражения выделялась стаккатта тяжелого болтера Элиота. Там, где взрывались его болты, разлетались какие-то брызги, возможно крови, но как бы много щупалец не падало под ударами Астартес, на их месте неизменно появлялись новые. Время от времени из-за сияющих дыр в воздухе до Захариэля доносились какие-то крики, но были ли они выражением боли или боевым триумфальным кличем тоже оставалось тайной. В пылу сражения ему вспомнились услышанные в детстве сказки о волшебных чудовищах, таких как демоны и дьяволы. И сейчас он сражался с невидимыми чудовищами. Нетрудно было представить, что эти существа, находящиеся за гранью понимания для человеческого разума, явились из первобытных глубин, чтобы наказать человека за его грехи. «Исрафаэль!» взревел лев. «Что бы ты там ни делал, тебе лучше поторопиться!» «Еще один момент!» крикнул в ответ библиарий. «А больше мы и не можем тебе дать!» «Мы будем держаться!» закричал Немиэль. «Пока не закончится великий крестовый поход!» В его голосе звенела настоящая отвага, но Захариэль знал, что лев прав, и у них оставалось лишь несколько мгновений. Жертвами нападения щупалец пали еще два воина, и грубая арифметика боя подсказывала, что остальные долго не продержатся. Извивающиеся щупальца неустанно атаковали темных ангелов, не давая им времени ни на передышку, ни на размышления. Захариэль заметил, как щупальца взвилась вверх и нацелилась на брата Исрафаэля. Он дотянулся до него мечом и сумел отсечь кончик отростка, заставив остальную часть убраться обратно в дыру. Но едва оно скрылось, на его месте появилось несколько других. Захариэлю вспомнилась давно прочитанная легенда древней Терры, где говорилось о существе, называемом Гидрой. Взамен одной отрубленной головы у него отрастало сразу две новых. В легенде древний герой одержал победу только после того, как стал прижигать огнем обрубки шей до того, как на них вырастали новые головы. Захариэлю оставалось только пожалеть, что таким обычным способом нельзя воздействовать на их ужасного противника. «Захариэль!» окликнул его брат Исрафаэль. «Пора!» Он обернулся на крик и увидел, что тот нажимает кнопку активации пускового устройства своего оружия. Устройство разразилось басовитым гудением, и из боеголовки бесконечно расширяющимся ореолом вырвалась титаническая волна псианической энергии. От колоссального разряда темные ангелы попадали на пол, а Захариэль ощутил, как сила его разума объединяется с железной волей брата Исрафаэля. Захариэль заранее знал, что должен делать, и теперь напряг всю волю до последней капли, овладел потоком электропсионической мощи и направил ее на достижение своей цели, используя силу пульсатора, как механикум использует плазменный резак. Он мгновенно ощутил, как крепнет и нарастает в нем могучая сила, и тогда обратил бушевавшую в его венах силу наружу. Его глаза вспыхнули ослепительным огнем, и стоило ему взглянуть на светящиеся прорехи в воздухе, из которых появлялись щупальца, как они мгновенно закрывались. Пещера огласилась пронзительными воплями, но Захариэль и брат из Рафаэль, окруженные сиянием миллионов звезд, подчиненными хволе, распространяли ослепительно белый свет. Они, словно легендарные огнеборцы, окатывали потоками только что приобретенные силы своих товарищей, уничтожали избивающиеся щупальца и наглухо запечатывали разрывы границы реальности, откуда они появились. Спустя несколько мгновений, показавшихся Захариэлю целой вечностью, в пещере снова стало тихо, ангел Сараша исчез, сражение было закончено. Энергия пульсатора иссякла, и Захариэль, совершенно обессилевший, со стоном упал на пол. Так он неподвижно лежал, пока после яростной схватки не восстановилось дыхание и не улеглось волнение, вызванное мощным потоком энергии. Затем он поднял голову и слабо улыбнулся брату Исрафаэлю. «Все кончено?» спросил Лев. Брат Исрафаэль кивнул. «Все кончено, мой лорд». Темные ангелы подобрали тела погибших братьев и по узким переходам через пещеру мертвых, а потом по тоннелю шахты отправились в обратный путь к поверхности планеты. Полдень уже сменился ночью и стало прохладнее. Приятный ветерок ласкал обнаженную кожу, поскольку все сняли свои шлемы и натруженные легкие жадно вбирали свежий воздух. Вскоре приземлившиеся грозовые птицы забрали с планеты Астартес и на их месте оставили отряды имперской армии, предназначенные для охраны тоннелей под комплексом 1Z5, хотя теперь, после устранения ангела Сарыша, никто больше не ожидал проявления враждебных сил. Захариэль бесконечно устал, все тело болело от старых и новых ран, но мысли были ясными и отчетливыми, мучительное эхо жертв и прикосновение злобного существа с другой стороны реальности не оставили никаких следов. За всю дорогу к поверхности лев не произнес ни слова, он был погружен в свои думы и даже не похвалил воинов. Уже на борту Захариэля охватило странное ощущение скованности, распространившееся по спине, и он обернулся, чтобы установить источник беспокойства. На него в упор смотрел Леон Эль Джонсон. Заключение Захариэля наблюдал, как уменьшается непобедимый разум в иллюминаторе штурмкатера, уносившего его навстречу ярости Калибана и безвестности. После победы в шахте 1ЗТ-5 прошло не более шести часов, и после их возвращения в экспедиционную флотилию события стали разворачиваться с такой быстротой, что он едва верил в реальность происходящего. Как только рота Захариэля вернулась на борт непобедимого разума, был получен приказ о новом назначении. В сообщении Льва говорилось, что поток новых рекрутов с Калибана поступает не так быстро, как он надеялся, а потому опытные Астартес должны как можно скорее вернуться в родной мир и навести там порядок. Великий Крестовый Поход вступает в новую интенсивную стадию, и темным ангелам нужны свежие силы, чтобы нести далеким мирам свет Империума. Что касается умиротворения Сараша, то новость об уничтожении ангеламщения в подземелье комплекса 1ЗА5 распространилась по всему миру с той же скоростью, с какой она разошлась по имперской флотилии, и борьба обитателей планеты тотчас прекратилась. Для подавления последних очагов сопротивления и последующего приведения к согласию, на поверхности были оставлены армейские подразделения и половина титанов из легиона Огненный Хос. Захариэль внимательно изучил приказ о назначении, чтобы узнать, кто должен отправиться на Калибан. Он увидел, что Немиэль остается в экспедиции и решил в оставшееся до отправки время разыскать брата. Но Немиэля нигде не было видно, и Захариэль, как и было приказано, явился на пусковую палубу вместе со своими воинами, возвращающимися в родной мир. Всеми овладело чувство полного уныния. Хотя их отправка из флотилии не несла никаких внешних признаков немилости, каждый воин в своем сердце знал истину. Лев не хотел видеть их рядом с собой, и это было худшим из всех несчастий. Возвращение предстояло и брату Исрафаэлю, и Элиоту, и раненому Аттиасу, и многим сотням других преданных воинов. Их вклад в дело великого крестового похода был настолько ничтожным, настолько незначительным в масштабе грядущих деяний, что Захариэль сомневался, станут ли летописцы вообще упоминать о короткой войне на Сарше. Великий крестовый поход будет продолжаться, но он будет продолжаться без Захариэля. Более того, он будет продолжаться и без того человека, который сейчас сидел в дальнем кресле штурмкатера. Поход будет продолжаться без Лютера. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok